Николай Рерих. Аум. Приступая к труду, озаботимся, чтобы не обессилеть в деянии. По неведенью можно преисполниться мыслями, ослабляющими и затрудняющими расширение сознания. Но напомним себе о силе всеначальной. Повторим основы источника преуспеяния и неутомимости. Основа вседающая часто забывается. Потому призовем внимание, чтобы запечатлеть о силе всеначальной. Первое. Радугу рассмотрим. Обратите внимание, в ней нет плотного алого цвета. Нет черного. Среди излучений высших найдем лишь сияние и тонкость света. На земную поверхность проникают некоторые цвета, напоминающие о высших сферах. Некоторые люди любят эти отзвуки высшего мира. Но другие, наоборот, предпочитают самые плотные краски. И по такому отличию можно справедливо подразделять людей. Если кто еще не предпочел тонкого качества цвета, не будет он вообще в состоянии понять о высших мирах. Не пытайтесь даже затронуть такого человека. Он залит туманом алым. Часто такие люди уничтожаются, ибо переработка их почти невозможна, но им не будут полезны и многие лекарства. Второе. Врач замечает, что некоторые лекарства действуют совершенно разно на людей. Некоторое превосходное жизнедательное средство будет лишь половым возбудителем для определенных людей. Можно испытать людей на лекарствах. Низшая природа извлекает из веществ только низшие. Но каждая приобщенная сила к Высшему почерпнет именно Высшее. Такой закон нужно запомнить. Даже врач редко истолковывает правильно разные последствия и лекарства. Между тем, во всем есть соизмеримость. Третье. Врачи могут быть истинными помощниками человечества в восхождении Духа. Разум врача должен усиливаться сердцем. Невозможно, чтобы врач был невежественным отрицателем. Не может врач не быть психологом. И не может он пренебрегать чудесной психической энергией. Не странно, что врач упоминается в начале записи об АУМ. Следует упомянуть всех, кто ответственны за связь с Высшими энергиями. Четвертое. Если земные вещества так различно действуют на людей, то насколько же различно на них воздействие Высших энергий? Люди издавна поняли, что для правильного восприятия этих лучей нужно привести организм в гармоническое состояние. Мудрые послали для того силу священных воззваний. А УМ или в звучании ОМ было таким синтезом звуковых устремлений. Молитва, умное делание являются превосходными достижениями, оздоравливающими состояние духа. Каждый по-своему вносил помогающие явления в сосредоточие духа. Кто искал решения в музыке, кто в пении, кто в танцах, были даже грубые способы доведения до опьянения и иступления. Много уклонений и заблуждений. Но в основании человек стремился к созданию особо возвышенного настроения, способствующего приятию Высших энергий. Не может прожить человек, не ощутивший хотя бы один раз теплоту сердца. Конечно, это будет огненным ощущением, но когда оно окружится светлую диадему и радугой, оно уже будет соединено с Высшими энергиями. Не должны говорить и жаловаться люди, что им ничто недоступно. Наоборот, при земной жизни уже могут они ощущать великие энергии. Не может земное тело всегда чувствовать такие проявления. Оно сгорит. Но высшее состояние Духа может все же испытать лучи благодати. Пусть люди не жалуются, но чище живут. Шестое. Когда вдумаетесь, то увидите путь наш. Мы готовы помочь везде, где закон разрешает. Мы скорбим, когда видим, что, не дойдя до спасительной черты, безумцы бразаются в бездну. Сколько мыслей бывает потрачено, чтобы довести до простейшего и лучшего следствия. Но часто тьма окутывает безумцев, и они дерзают покушаться на Высшее. Подобное бывает, когда в океанскую волну бросить камень. Правда, он даст немного брызг, но разве повлияет он на мощные течения? Так бывает со всеми выпадами против великих энергий. Самое свирепое нападение разбивается о скалу непобедимого Духа. Хвастовство сил темных лишь показывает их безумие. Мощное аум покроет самое безумное ярое нападение. Седьмое. Многое творится сейчас. Напрасно кто-то думает, что ничего не существует, когда оно уже есть. Так и с целыми народами. Одни ходят мертвые, другие идут на урожденные. Так бывает во всем. Восьмое. Отлично знаете молниеносность и внезапность мыслей, посылаем их свыше. Забываемость таких мыслей показывает, насколько иная энергия вторгается в обычный строй сознания. Забывчивость такая зависит не от качества сознания, но от совершенно другого условия сильных энергий. Нужно вспомнить, как трудно удержать в памяти такие посылки. Старания вспомнить не помогают, если же вспомнилось то как-то нежданно, иначе говоря, при касании подобной же энергии. Древняя мудрость учила, что для запоминания таких посылок нужно надавливать третий глаз. Совет был очень неразумен, ибо центр третьего глаза, таким образом, может задержать луч мысли, просто надавливая пальцем над переносицей. Так же отлично знаете, что состояние высшего самадхи опасно для земного тела. Сила высших энергий непереносима для хрупких оболочек. Но следует превозмочь состояние обычного расстройства, и тогда касание высших крыльев будет не так опасным. Снова вспомним всевозможные способы приведения в восторженное состояние. Ими пытались защититься от опасности сил высших. Но лучшим средством будет постоянное размышление о силах высших. Таким способом психическая энергия привыкает к возможности воздействия сил высших, и нервное вещество посильно укрепляется, чтобы не быть потрясенным. Ведь даже лучший друг может вызвать потрясение, если войдет неожиданно. Девятое. Мало кто не устрашится, если рассказать, что именно окружает человека. Перечислим лучи и все химические воздействия, как от дальних миров, так и от самой Земли. Ведь отраженные и преломленные лучи очень отличаются от основных. Когда же человек услышит, что вместо воздуха в земном понимании его окружают кристаллы грануляций, и даже беспрестанные взрывы, то многие сердца ужаснутся. Ведь воздух синий и пустой, земля твердая и неподвижная, а солнце исполняет обязанность фонаря. Спросите лаврушника на углу. Его соображение будет весьма недалеко от указанного. Люди лишь в меньшинстве пытаются думать об окружающем. Нежелание мыслить закрывает и вход в будущее. Между тем, представим себе разницу сознания каждого столетия. Можно изумляться различием качеств сознания. Степень невежества часто будет почти одинакова, но свойства его будут различны. Нужно в истории культуры отметить эти колебания, ибо получится весьма замечательно крутая спираль. Усмотрим, как кольца эти почти прикасались и понижались, чтобы возвратиться к подъему. Потому можно быть оптимистом. 11. Могу радоваться, когда вижу воинов бодрыми. Путей много, и преследователи не угонятся. Кроме того, каждая битва с тьмою есть действие достойное. Каждое рассеяние тьмы есть долг человека. Герой вызывает трубным звуком дракона, чтобы поразить его. Пока змей под землею, не будут у очага спокойны люди. Каждое истребление скверны уже будет строительством будущего. Не может смущаться герой. 12. При творчестве, при исследовании, при открытии везде проявляется психическая энергия и посылки мыслей извне. Могут быть посылки человеческие или тонкого мира, или огненного и, наконец, из высших сфер несказуемых. Часто нелегко отличить степень посылок. Нужно для этого много понаблюдать над собою и над окружающим. После наблюдения удается различить некоторые признаки. Мысли земные легче ложатся на сознание, но злобные мысли могут вызывать нервное сотрясение неприятного свойства. Мысли тонкого мира будут порождать некоторый сердечный трепет и не так легко усвоиться, даже могут причинять головную боль, как бы вонзаясь в мозг. Огненные мысли бывают подобны метеорам, и когда полет огненных вестников зажигает окружающую атмосферу, он даже производит рок-от звучание. Явление огненных мыслей сопровождается огнями и даже как бы выбивает течение обычного мышления. Огненные мысли очень мимолетны и забываются легко. Но редко достижимые светлые посылки высших сфер подобны молнии и по нежданности, и по пронзанию сердца. Лишь редкие люди выдерживают эти молнии. Можно назвать много признаков посылок мыслей, но особенно важно вообще усвоить существование таких посылок. 13. Нужно признать в сердце, что люди не оторваны от высших миров. Такое твердое сознание поможет познать одно величайшее чудо. В какую бы стратосферу ни подняться, какие полеты ни измыслить, везде будет нестись мысливышние. Только подумайте, что мысль из беспредельности несется по всем мирам, а ум есть благодать. Уже в глубокой древности люди замечали премудрость Божью как всенаполняющую энергию. Разве не великое чудо мысль из беспредельности? 14. Живая мысль из беспредельности есть уже утверждение человека как одухотворенного существа, как посланца, как стража светлого. Немногие поймут чудесное значение живой мысли пространственной. Разве не расцветает мир для сознания, усвоившего красоту живой мысли? Утверждаю, что из беспредельности льется мысль на досягаемом выражении. 15. Пространственная мысль иногда объясняется нагнетением и колебаниями мысли от дальних миров. Мысль, как бы вращаясь в мегафоне беспредельности, очищается и возвеличенная возвращается к мирам проявленным. Не раз люди пытались предлагать свои механические объяснения, но все такие попытки лишь доказывают ограниченность мышления. Человек по самости хочет, чтобы его же мысль возвращалась в возвеличенное, но когда знаем беспредельность и иерархии, то гораздо более величественное решение будет уместно. Не будем умолять там, где можно возвеличить. 16. Мысль может двигать телами и плотными предметами. Также должна отражаться и мысль пространственная. К тому можно указать опыты, произведенные уже много веков назад, укрепляли к потолку жилища многие нити разных толщины и цвета и затем, приведя жилище в спокойное состояние, посылали мысли. Так называемая арфа духа начинала колебаться, при этом замечали, как отдельные мысли затрагивали нити определенного цвета, затем наблюдали, как могут воздействовать мысли, посланные издалека. Конечно, при таком наблюдении нужно уметь освободиться от своих невольных посылок. У всех на памяти, как иногда без видимой причины, начинали колебаться легкие предметы. Для скептиков это лишь сквозняк, так же, как и в их голове. Самость людская не желает допустить, что помимо их величества нечто может существовать. Семнадцатое. Нужно припомнить всякое проявление мысли пространственной. Каждый может ощущать как бы незримую паутину на лице. Каждый может чуять прикосновения и обернуться на неслышимый для других зов. Может человек слышать без аппарата волны радио. Значит, и другие волны могут быть воспринимаемы человеческим приемником. Очень важно проследить, что даже чуткость может отзываться на физической волне. Так же можно принимать мысли дальних миров. Восемнадцатое. Многие ли заботятся о мысли пространственной? Так немногие, что и сказать прискорбно. Можно ли прожить всю жизнь, не думая о высшем? Примеры такого прозябания на лицо. Но никто, нигде, никогда не должен равняться по-нижшему. Потому будем помнить, что дает человеку хотя бы одно приближение к дальним мирам. Ведь такое приближение отделяет человека от всего низшего. Одно видение дальних миров уже преображает всю жизнь. Понять хотя бы частицу жизни на иных мирах уже останется ярким воспоминанием навсегда. Такое приближение уже есть озарение сознания. А ум, благодать и помощь готова каждому, готовому отплыть от берега плоти. Нужно ценить даже малейшее приобщение к мысли пространственной. Пусть вместо сомнения отрицаний зазвучат струны дальних миров. Каждое ощущение голосов на расстоянии уже есть победа над пространством. Некоторые знают музыку сфер и песню пространственную. Немногие к этой ступени приобщились, но все же они, эти преобразователи жизни, существуют. Будем беречь таких провозвестников миров дальних. Девятнадцатое. Только нужно понимать значение помощи. Каждый хочет помощи по-своему, но немногие поймут помощь истинную. Так и теперь, когда мир содрогается, множество людей не замечают огненную опасность. Для появления чего-то особенного им нужен архангел величиною с неба. Каждый день совершается нечто невообразимое. Так прошла неделя года. Считайте, что уже происходит. Многие народы меняют лик свой. двадцатые. И землю не оставьте беспризорной. Осознание дальних миров должно расширить сознание, но не должно отвратить от страдания земного, иначе каждый улетит далеко и покинет очаг свой. Нужно соизмерять, чтобы небесное и земное жили в мире. двадцать первое. Усовершенствование работы земной не повредит познанию дальних миров. Качество работы разовьет и способность сосредоточения на всех планах. Не лишим, но приумножим возможности. Кто желает преуспеть бескорыстно, тот может найти путь к высшим мирам. двадцать второе. Корабль успеет вернуться, когда море спокойно. Но мореходы знают, как возникают бури, и положат на срок неожиданную задержку. Так можно в самых лучших решениях предположить и стихийные затруднения. Но не ужасное восстание хаоса там, где дух устремился к высшим мирам. Он как бы парит над волнами хаоса. Двадцать третье. Каждый камень на планете создан мыслью. Каждый предмет овеян творчеством мысли. Нужно уважать каждый сотворенный предмет. Нужно найти снисхождение к несовершенству. Ведь каждый творец когда-то был несовершенен. Каждое накопление давалось и трудом, и напряжением. Только в таком осознании приучимся уважать творчество. От малого осознаем и великое. Чтобы целесообразно начать звучание аум, нужно проникнуться уважением к величию творчества. Так понятие благодати будет даром прекрасным. Только лучшее устремление получит воздаяние. Мера лучшего понимается как соответствие с высшим началом. Струна протянется от чего-то к чему-то. Без укрепления струна будет мотаться в пространстве. Двадцать четвертые. Кроме подвига внешнего героизма может быть ценный подвиг незримый. В духе подвижник постигает высшее творчество и тем становится пособником творца. На земле и над землею в двух мирах сливается мысль постигающая и такой подвиг звучит на спасение человечества. Двадцать пятые. К чему говорить о ум, если можно сказать молитва? В сущности это то же самое. Только по древности и утончению созвучие о ум будет сильнее по вибрации. Пусть созвучие около высшего понятия будет обдумано. слово есть вибрация. Такие созвучия нужны для гармонии пространства. Подвижники молятся не о себе. Двадцать шестое. Придут и будут уверять, что даже самое высшее учение их не удовлетворяет. Они хотят еще чего-то. Спросите их, какую личную выгоду они желают. Не ошибетесь в вопросе. Не удовлетворение слишком часто от хотения личной выгоды. Сама беспредельность не увлекает таких лицемеров. Они любопытствуют лишь из ярого искания телесных услаждений. Недолго они будут прилежать учению. Отойдут. Как только почуют не телесные, но духовные, самые ужасные предатели образуются именно из таких ненашедших серебряников. Так ни благодать, ни аум, ни тронут, ни просветят. Угольное сердце останется черным и испепелится. 27-е Сами видите, как лучшие сердца страдают от людских мрачных замыслов. Неземные чистые мысли для злых тварей лишь цель глумления. Невозможно передать, чем наполнен воздух около земли. Мысли, образы, служителей тьмы, как когти бесчисленны. Символ жизни, крест, пересеченный ими, как недопустимые средства восхождения. Даже если этот знак предупреждает об опасности, служители тьмы приложат усилие разбить его. Не следует не замечать происков темных. Мудро нужно знать действительность, чтобы тем ценить больше благодать данную его спасение. Двадцать восьмое. Колдовство недопустимо, как преступление против человечества. Не следует понимать колдовство, как зло против одной личности. Следствие колдовства гораздо вреднее. Оно нарушает явления космические. оно вносит смятение в слои надземные. Если колдун не сумел поразить сопротивника, это еще не значит, что его удар не убил нескольких человек где-то, может быть, в разных странах. Может быть, вибрация злой воли нашла себе утверждение в самом неожиданном месте. Нельзя представить себе, сколько смертей и болезней причинено злой воли. По пространству носятся тучи когтей. Никто не учтет, где сядет эта ядовитая стая. Сильный дух защитится от злых посылок, но где-то слабый человек получит их заразу. Невозможно учесть такой космический вред. Только мощь звучания аум может приносить гармонию среди расстроенных вибраций. Даже благодать долетит не в полной мере, если она попутно будет расходоваться на рассеяние зла. Можно очень остереть человечество от всякого колдовства. Двадцать девятая. Никто не должен насмехаться над молитвой. Если она будет даже первобытна, она все-таки будет знаком духовности. Неуместно человеку поносить лучшие устремления собрата. Не имеет права усмехаться человек, когда возносится приношение высшему. Обычно люди низкие особенно нападают на молитву других. Для них аум и другие молитвы будут лишь источником недопустимых шуток. Очень часто встречается такое низкое сознание, как следствие грубого невежества. Тридцатые Около верований образовались знаменательные черты. В древности требовалось, чтобы священнослужитель перед молением совершал омовение и надевал чистую одежду. Теперь получилось наоборот. Появились роскошные внешние одеяния, но чистота исподняя забыта. Сравним такие инволюции основных понятий и задумаемся о положении духовности. Немало забыто значение обращения к высшему. Много книг написано, но сердца замолкли. Так нужно помнить, что не роскошь наряда, но чистота нужна. Пусть чистота пути ведет к чистоте сердца. Молитва не возносится из грязного сердца. Тридцать первых. Ни одно верование не заставляло строить храмы. Они произошли постепенно, как выявление почитания. Первый завет всегда духовен и преисполнен непосредственности. После уже подчиняется закон духа уложениям земным. Сколько лучших крыльев опалено земными огнями. Нужно превозмочь все своды, чтобы возлететь кверху устремленно. Потому пусть священные созвучия «аум» наполнят благодатью сердца, как было в лучшие дни человечества. 32-е Часто найдете непонимание, что значит созвучие. Люди будут представлять его как громкое звучание, но звучание может быть неслышимо, как сердечное напряжение. Ведь сердце поет, оно звучит и наполняет весь организм особой энергией. само моление «аум» может быть и в сердце, но будет рождать те же излучения, как и громкое звучание. Нужно приучиться к сердечному выражению. Никто не может лучше выражать свое постоянное устремление, как молитвы сердечной. 33-е правильно заметили, что некоторые мантрамы лишены смысла и содержат лист звучания. Потому видим, насколько нужна вибрация. По той же причине многое не записывалось, но передавалось устно, ведь буквы без определенного звучания не дают следствия. Кроме того, и само качество голоса имеет особое значение. Голос грудной может дать большей резонации, нежели внешней, плоской или носовой. Так не только сама мелодия, но качество голоса будет значительно. Считаю, что качество голоса сейчас мало ценится. Не сила, не выражение, но внутренний магнетизм тоже оснований будет нужно при всяком пении. Много голосов лишаются природных качеств условиями внешних постановок. Тридцать четвертое. Молитва не будет некрасива. Она и вблизи и издалека будет нести тот же мощный мантра. Полюбите красоту звучания. Человеческий голос есть уже чудо. Можно видеть, как воздействует голос даже без слов. Каждый слышал хоры на расстоянии. Слова уже стерлись, но магия звука жила. Так нужно всегда напомнить, сколько чудес заключается в человеке. Тридцать пятое. Молитва есть возношение и восхищение. Просительная о себе молитва уже будет позднейшим явлением. Как может о себе молиться человек? Точно высшая мудрость не знает, что человеку нужно. Молитва есть провод к потоку благодати. поток льется в избытке, но нужно приобщиться к нему. Нужно найти сердечное соотношение, достойное для встречи высшей сокровенной ценности, потому каждая просьба о себе будет несоизмеримой. Только когда религии стали государственным орудием, наполнились они обиходными прошениями за плату. Молитва и плата несоизмерима. Потому так много людей отвращаются от служения оплаченного. Саморадость молитвы возношения улетает под звон металла. 36. Вы слышали молитву птиц? Малые собратья умеют приветствовать свет. Они находят лучшие выражения для восхищения перед величием света. Растения к свету тянутся. Только люди мечтают о желудке, когда дух должен преисполниться величием превышним. Так совершается кощунство, которое подобно самоубийству. Написаны лучшие гимны, но читают их бессердечного трепета, как звон разбитой посуды. Пора снова обратиться к началам, чтобы даже пример низших братьев мог опять вернуть к путям высшим. 37. Молитва может стать сравнима с магнитом. Действие молитвы напрягает сердце и притягивает из пространства лучшие мысли. Даже если такие мысли земных слоев не будут самой благодатью, они все-таки будут добрыми, обогащение такими мыслями дает новые силы, как бы встреча с друзьями. Нужно ценить таких друзей. Можно с ними и не встретиться, но они близки. Самопространство полно ими. Стоит послать им добрую мысль. Молитва имеет качество магнита. 38. Антипод молитвы сквернословие. Оно смущает и грязнит пространство. Запрещено в городах иметь фабрики полно ядовитых газов, но кощунство и сквернословие последствиям своим вреднее. Люди не хотят освободиться от самого губительного вещества, порождающего устрашающие разрушения. Уже не говорю о болезнях, порожденных нарушением атмосферы. Ужаснее всяких болезней будут разрушения слоев около планеты. Сколько же молитв и добрых мыслей требуется, чтобы заполнить эти пропасти и язвы пространства. Если опасны безводные пустыни и смерчи, то то же самое наблюдается, когда человечество опустошает вокруг себя живительные силы, ведь само опустошенные и остовы как гробы книющие. Упаситесь от сквернословия. Тридцать девятый. Не может быть договора с сатаною. Может быть лишь рабство у сатаны. Умолить сатану нельзя. Можно лишь без страха наступать на него и через него. Есть старинное предание, как сатана решил устрашить отшельника. Он предстал ему в самом ужасном виде. Но подвижник преисполнился огненного явления и так наступил на сатану, что прошел сквозь него, как бы прожег сатану. Огонь сердца сильнее пламени сатанинского. Нужно исполнит с такого огня. Тогда все усмешки притворятся в гримас ожогов. Так устремимся на сатану. Сороковое. Каждый человек даже в обиходе в своем являет особенности своей природы. Немногие особенно любят сини ву горных вершин, являя там лучшую утвержденность духа. Другим нужна зелень, ее называют светом надежды. Третьи живут в теснинах городов и там чувствуют себя отлично. Различны будут и молитвы таких людей. Мало они поймут друг друга, потому нужно воспитывать сознание, чтобы оно сделалось терпимым и могло прикасаться к разным граням бытия. 41 У одного отшельника спросили, как может он пребывать в постоянном молчании. Он очень удивился и сказал, напротив, никогда не молчу и беседую непрестанно, так много собеседников посещают меня. Отшельник настолько приблизился к миру незримому, что он стал для него вполне ощутимым. Молитвы сделала с собеседованием и мир утвердился во всем величии. Такому духу переход в мир тонкий и вообще неосезаем. Среди бесед о добре можно подниматься по любым ступеням. Сперва молитва внешняя, потом молитва сердечная и затем собеседование о благе. 42-е Существует мнение, что молитва есть нечто отличное от обихода. Между тем, она есть основа жизни. Без связи с высшим миром немыслимо человечество. Оно будет хуже зверей. Так можно рассматривать связь с высшим миром как основу бытия. Не имеет значение, на каком языке будет совершаться воззвание. Мысль не имеет своего языка, но зато она всепроникающая. 43-е Одни всецело посвящают себя молитве, другие умеют совмещать молитву с трудом. Не будем взвешивать, что ценнее, лишь бы молитва и связь с высшим миром существовали и преображали жизнь. Не удивитесь, если трудник принесет лучшее качество работы, совершая ее с призванием высшей помощи. Не удивитесь, если самая краткая молитва будет доходить лучше. Так приобщимся к высшему миру не по приказу, но по велению и сердце. Можно преобразить жизнь земную лишь связью с высшим миром, иначе страдания не уменьшатся, наоборот, они доведут до гибели. Невежество должно быть искореняемо, но лучшее просвещение явится свыше. 44. Может быть найдутся столь темные сознания, что не усмотрят вообще надобности связи с высшим миром. Ссоры и здесь существуют, но упасите детей от такого невежества. Окаменелое сердце уже не сердце, но кусок отброса. Так найдем во всем место общению с высшим миром. 45. Спокойствие сознания образуется по мере познания высшего мира. Нет большей радости и красоты, как утверждение существования высшего мира. Молитва образовалась от достоверности опознания связи живой с высшим миром. Само понятие такой связи делает человека сильным и устремленным. явите уважение ко всему носящему признаки высшего мира. 46. Неужели не видят люди всю сатанинскую уловку против высшего мира? 47. Человек молит о прощения о прощении и не изменяет образа жизни. Человек скорбит о своих несчастьях, но не покидает ни одной привычки, которые довели его до положения скорби. Но одно моление о прощении не имеет смысла, если не сопровождается исправлением жизни. не скорбь, но лицемерие, когда высшая мудрость утруждается саможелением, также не имеет значения принуждения к молитве. Пока люди не примут значения связи с миром высшим, они будут лишь кощунствовать своей неискренностью, не солгать истине, не утаить перед всепроникающим светом, и к чему утаивать сокровенное сердцем оправданное. Связь с высшим миром будет привлекательной, когда сердце утвердит свой приговор. 48. Добро и зло испытуются сердцем. Так можно донести к высшему непоколебимое утверждение. Можно признать все сравнительные несовершенства, но тем не менее можно без сомнений утверждать, где добро. Пытаются находить преступников подавлению крови, но не усмотрят, что одно подозрение уже может возбудить весь организм. Лучше приобщиться к миру высшему, где открыты все тайные свитки. 49. Сны безвременны, они доказывают условность земных мер. Также мысль может достигать высших миров, не требуя времени. Самое быстрое воздушное письмо все-таки нуждается во времени. Пусть изучают быстроту мысли. Такое наблюдение полезно для сознания дальних миров. 50. Звучание может быть понято правильным, но все-таки не дать следствий, потому не забудем сердечную энергию, которая должна сопровождать звучание. Было бы недостойно, если бы один звук имел решающее значение. Много певцов тогда могли бы достигать следствий. Звук пустой, как медь звенящая. Слышали о том, как по вибрации разбивали стеклянные сосуды, но даже такая вибрация должна сопровождаться мыслью. Даже волна посторонней мысли может усилить следствие, потому мысль так ценна, как двигатель. Не следует удивляться, что, говоря о молитве, нужно напомнить о вибрационных условиях. Такое исследование всех свойств общения с высшим миром будет истинным путем. Сердце не будет забыто среди наблюдений, но все прочие особенности должны будут подчиниться сердцем. 51. Кроме сердца храните ясное сознание. Нельзя видеть сквозь мутную воду. Каждое волнение будет совершенно одинаково как в воде, так и в сознании. Нужно найти правильную меру между отзывчивостью и волнением. Условия земные нелегки, чтобы избежать возбуждения, которые так пагубны для здоровья. Явление связи с миром высшим дает чуткость и ясность незамутненную темными струями. 52. Единение и победа лучший мантра. Силы темных разбиваются о такую скалу. Также нужно помнить, чтобы не утруждать напрасно учителя. Пусть любовь и преданность тоже живут в сердце. 53. Всевозможные обряды, сопровождающие молитвы, представляют чьи-то тщетные попытки усилить значение молитвы. Много веков изощрялись люди, чтобы утвердить значение высшего мира. Но теперь снова человечество отдаляется от принятия основных законов. Вместо ритуалов наука приближает путь правильный. Но в суете жизни и зовые науки остаются проявлениями, стоящими одинаково. Так следует снова убеждать в существовании высшего мира. стыдно человечеству, что оно оторвалось от берега познания. 54. Новое считается старым, потому новое есть забытое и подлежит омытию, иначе вместо прекрасных ликов останутся запыленные гримасы. Приглашаем всех, кто способен без поношения приблизиться к великим обликам, пусть оденет их по обычаю своего народа. Ведь встретим на всех путях ведущих к высшему миру. 55. Люди знают, что каждый видит предметы в своем освещении. Уже имеются объяснения о различном строении глаз, но совершенно не придают значения, что люди видят через свою ауру. Каждый имеет вокруг себя свой цвет и видит через него. Скажите врачам такую истину, и они будут смеяться, ибо цвет излучения незрим, и в учебниках глазных болезней не упоминается, но даже явление слепоты возможно от потрясения. Так и глухота и прочие чувства зависят от сердца. Самое излучение зависит от состояния сердца. Значит, все от сердца исходящее, как молитва, очень разноцветно. Упасемся от алой и черной молитвы. 56. Молитва обычно вызывает голубое и фиолетовое пламя. Может быть, серебряная молитва, но нельзя представить себе молитву коричневую. Световое основание в бытии земном очень существенно. Можно подделать звучание голоса, но излучение сердца будет неподдельно. 57. Молитва есть очиститель. Не следует понимать это определение отвлеченно. Духовное здоровье есть главная основа здоровья тела. Именно молитва, как реальная связь с высшим источником, будет лучшим очистителем организма от всех заболеваний. Заражение появляется, когда тело дает вход явленным посланцем зла. Каждое тело предрасположено ко многим заболеваниям, но духовная крепость не дает развития таким восстаниям. Когда же дух может правильно питаться высшими энергиями, он предохранит и тело от опасности. Поэтому можно утверждать, что молитва есть очиститель. 58 Находятся невежды, которые полагают, что молитва вообще неуместна среди деловой жизни. Следует поставить им на вид, какое такое дело они считают несовместимым с молитвой. Очевидно, дело злое и корыстное. Именно возле не от места молитвы. Но всякий добрый труд нуждается в молитве открывающей силы высшие. Так нужно в новом мире утвердить истинные реальности. Не будем ретроградами, если напомним о том, что постоянно и неизменно будет законным бытие. 59-е. Можно видеть, какие недостойные способы сопрягаются с молитвой. Не могут иступления способствовать связи с высшим миром. Очевидцы видений высших подтвердят, что они даже не могут устоять на ногах от сильных вибраций. Кроме того, видение предшествует с особым спокойствием духа. Разве кружение и верчение может быть преддверием прекрасного явления? И не может человек своевольно понудить явление высшего мира? Можно привлечь мир тонкий, но величие высшего мира превышает природу земную. Годы ждут пустынники высшего слова. Даже великие подвижники могли лишь однажды вместить явление высшего мира без потрясения здоровья. Но сам высший мир знает, когда что можно. Шестидесятое. Уважение иерархии утвердит близость высшего мира. Как прочные мосты к тому берегу вы найдете в сотрудничестве с иерархией, каждое верование открывает и ангелов-хранителей, и руководителей, и утешителей. Под разными именами тоже понятие иерархии. Действительно, пусть каждый понимает по-своему, но пусть каждое сердце стремится кверху. Только в этом путь к совершенствованию. Явление молитвы есть собеседование о самом прекрасном. 61 Молитва есть вдохновитель к знанию. Каждый, кто осознал величие такого собеседования, неминуемо начнет устремляться к познанию. Рост такого сознания потребует всевозможных научных познаний. Философия, так же, как и естественные науки, поведают те же пути к высшему миру. Невежды толкуют о материальных науках, которые отрицают все грубым глазом невидимое, но они уже знают о тонких атомах и понимают о необходимости микроскопа и телескопа. Поистине, они сами делают науку пустой оболочкой. Когда появятся и признаки высшего мира в сознании, то каждая наука преобразится. Нет такого знания, которое не утверждало бы великую связь миров. Нет таких путей, которые не вели бы к высшему миру. Кто не чувствует величия единения и беспредельности, тот не дорос в своем сознании. Молитва не есть мертвый крик ужаса, но собеседование полной любви и преданности. 62. Если что-то содержит в себе тупое отрицание, без построения мысленного, нужно смотреть на такое убожество, как на безумие. Сами вы сколько раз встречали таких безумцев? ничего кроме сожаления они не возбуждают. Как мелочной лавушник признает числа для своей наживы, но смеется над высшей математикой, так же и невежда и стерния великого подвига делает себе зубочистку. Труд так же ведет к высшему миру, как и знание. Ведь каждый труд есть познавание. Так труд есть молитва. 63. При молитве часто совершаются исцеления. Нетрудно понять, что связь с высшим миром помогает сердцу и несет по нервам целительную благодать. Нетрудно понять это хотя бы с условной научной точки. Но явление невежества таково, что нужно и о таком простом соображении твердить, но нельзя упустить ни одну возможность упоминания о высшем мире. Так творится еще одна молитва. 64. Ужасно видеть явление безумия, когда злоба хочет стереть с лица земли и все разумное. Подобно губительному вихрю действует злоба. Только связь с высшим миром может дать равновесие. 65. Особенно отвратительно видеть, когда с одной стороны остается лучшая преданность высшему миру, но с другой темное сатанинство в полной мере. Так можно на примерах жизни находить подобие Армагеддона. Нужно помнить, как силы света неустанно поражают тьму. Молитва будет и боевым кличем, когда во имя высшего поражается ложь, рассеивая ложь служим свету. 66. Раздражение не подходит молитвы. Само поражение лжи должно происходить, являя огненный меч, но не раздражение. 67. Молитва не принижает, но возвышает. Если кто после молитвы почувствует подавленность, значит, качество молитвы не было высоким. Человек несоизмерим с беспредельностью, но искра энергии высшей содержит в себе значение даже в немыслимых пространствах. Искра высшей энергии дана каждому человеку, и как носитель ее он облекается высокой обязанностью, он мост с мирами высшими, значит, невежда, отрицающий мир высший, тем отрицает и свое человечество. Напоминание о мире высшем есть пробный камень для испытания каждого духа. 68. Духовное начало предшествует каждому действию. Не может быть действия телесного без предшествующего духовного соединения. Так каждый отрицающий духовное начало уже лишает смысла все свои действия. Не может продолжаться эволюция, если главный двигатель будет отринут. Черный век имеет среди своих свойств отрицание начала снов, но именно такая тьма приходящая. Человек должен готовиться к принятию света, но чтобы не уподобиться кроту, он должен осознать в себе сущность света. Когда говорю о высшем собеседовании, прежде всего предлагаю понять реальность во всей беспредельности. 69. Молитва не может иметь ничего общего с насилием. Первая молитва ребенка не должна быть осмеяна или порицаема. Мальчик молится «Господи, мы готовы помочь тебе». Прохожий очень возмутился и назвал ребенка гордецом. Таким образом, первое чувство самоотверженности было поругано. Девочка молилась о матери и о корове, и такая молитва была осмеяна. Но память осталась о чем-то почти смешном, тогда такая забота была трогательна. Устрашение Богом тоже есть великое кощунство. Запрещение молиться своими словами уже будет вторжением в молодое сознание. Может быть, ребенок помнит что-то очень важное и продолжает свою мысль кверху. Кто же может вторгаться, чтобы потушить светлый порыв. Первое наставление о молитве будет наставлением на весь жизненный путь. Семидесятое. Обстановка дома также налагает печать на всю жизнь. Даже самая бедная хижина может не оскорблять духовного чувства. Не следует думать, что пустота жизни не замечается детьми. Напротив, они очень чуют построение всего обихода. Потому молитва лучше живет в чистом доме. Семьдесят первое. Молитва хороша во всякое время, но имеются два срока смены токов, когда обращение к высшему миру особенно желательно. при восходе солнца и после заката. Кроме того, отходя ко сну, уместно воззвать к высшему миру. Сон не понят наукою. Идея отдыха будет примитивна. Если каждое действие предшествуется духовным актом, то такое необычное состояние, как сон, должно быть особенно отмечено. Люди почти наполовину жизни вверяют себя в мир незримый. Нужно очистить сознание перед входом в сокровенные врата. Мысль о мире высшем, мысль о хранителях уже осветит увядшее сознание, и встречи могут быть лучше, и нападения могут быть отвращены. Только сердечная мысль о высшем мире может быть непроницаемой кольчугой. Так осознаем все наиболее прекрасное и нужное в дальней дороге. 72. Пусть сердце биением своим всегда напоминает о пище духовной. Не отвыкайте от молитвы, не отгоняйте мысли добрые. Много раз человек лишает себя права на вход. Мир высший не огонь поедающий для друзей и сотрудников. Люди в жизни опасаются ожогов. Пусть они также заботливо отнесутся к своему будущему. 73. Хорошо собираться для объединения мысли. Так можно приносить пространственную пользу. Такая мысль есть молитва. Не о себе мыслите. Собирайтесь для блага. Помощь друзьям так далека от корысти. Считаю самые достойные часы, когда посылаем мысли, друзьям и всем, кто в нужде. 74. С кем можно укреплять мысли? Только с гуру. Он как скала, у которой можно укрыться от непогоды. Почитание гуру есть путь к миру высшему, но хаос не терпит построения. Нужно направить внимание на устои мысли, чтобы не подвергнуться вихрю. 75. Бывают люди, которые уверяют, что никогда не молятся, и тем не менее, они сохраняют возвышенное настроение, причин много. Может быть, они и беседуют с высшим миром в труде, не замечая этого. Может быть, сознание хранит в глубине сердца пылающие воззвания, неслышимые человеку. Может быть, от прежних жизней остались иероглифы на чуждых языках, покоящиеся в сокровенной памяти. Так нередко люди начинают повторять незнакомое слово, имеющее значение на неожиданном наречии. Много сокровенных воспоминаний хранятся в сознании. Много лучших поступков руководятся причинами бывших жизней. Не нужно связывать себя утверждениями, которые имеют причины глубоких переживаний. 76. Никто не носит чуждой мысли. Своё осуждение будет ответственным перед миром. Так отшельник один молился, лишь повторяя на своём языке «ты, ты, ты». Он уверял, что в кратчайшем утверждении он сосредоточил сильнейшую мощь на разных языках, разно, но туда же стремятся сознания. 77. Невежда скептик спросит, почему полагать о каких-то высших мирах? Никогда не слыхал ни о чём подобном? Придётся ответить. Некоторые виды животных не знают о высших мирах, но люди видели и ощущали множество раз прикасаний высшие и могут говорить о действительности. Если кто ни одного раза не почувствует приближение невидима мира, значит, его центр омертвели. Так придётся ответить скептикам невеждам. Какая же молитва возможна в устах отрицателя? Невозможно даже говорить о молитве при невеждах. Плод унизительных попыток будет очень горьким. Чувство развитого сознания подскажет, где нельзя касаться высших миров. 78 Некоторые из величайшего почитания утверждают «не то, не то», чтобы не допустить оскорбления сравнений. Другие вообще запрещают произносить слово «Бог», чтобы не умолить величие высшего. Так различно люди приближаются к беспредельности. Они чуют в глубине сознания, что нельзя выразить или сравнить то, что выше всяких представлений. Слепой ощупает камни низших слоев, но не знает высоты башни. Но человек не может оторваться от лестницы иерархии. Путник дойдет до ступеней этого восхождения. Поет путь света и звучат неизмеримые пространства. Семьдесят девятые. А ум звучит не как имя, но как понятие. Постигающий придет к звучанию, которое созвучит с музыкой сфер. можно лишь редко услышать земным ухом это звучание сфер, но невежда примет это звучание за шум в ухе. Так пойдем туда, где звучит сама беспредельность. Восьмидесятое. Великая любовь, заложенная в основании высшего мира, ответит этому качеству только такая же любовь. Само явленное почитание не достигает назначения без любви. Какая же преданность будет без любви? Какая же огненность в высушенном сердце? После уявления любви можно ждать соизмеримости с высшим миром. Каждый предмет изучается только при любви. Каждая трудность побеждается силою любви. Поистине великая любовь лежит основанием высшего мира. Восемьдесят первое. Великое служение может быть уделом каждого человека. Новая жизнь вливается в дерзающего потрудиться в великом служении. Каждый сам отмерит свой явленный вход. Каждый сам прикажет себе не малое, но великое служение и сам позовет себя к миру высшему неотменно. Так великое служение есть долг и честь. Восемьдесят второе. умеющий различать в самом малом присутствии высшего мира уже на пути восхождения. Именно нужно во всем привязать себя к миру высшему. Без такой привязанности долг путь будет. Среди самых плотных условий все же можно устремляться к миру высшему и будет близким этот путь прекрасный. Уже в земном теле дух научится привязаться к высшему миру, как бы вернется в чудесную родину. Есть притяжение даже к земной приходящей родине, тем более притяжение к отечеству вечному. Лишь хаос может скрывать от человека ему принадлежащее сокровище, звучание гармонии побеждает смятение хаоса, а ум... 83. Чудеса не могут быть чем-то отвлеченным для духа, соединенного с миром высшим. Каждое необычное земное явление есть частица самого высшего мира. Иначе говоря, реальность. То же самое гармоничное звучание уже открывает сокровенные входы. Но замечайте самые малые знаки мира высшего. Из таких малых зерен вырастет дерево прочное и высочайшее. Нужно внимательно замечать все знаки. не упустите немалые явления, которые вы считаете в обмане плоти незаслуживающими внимания. Плоть груба, только сердце бьется во имя высшего мира. А ум... 84-е Огонь или свет высшего мира не есть совершенно необычное явление. Гораздо чаще, чем думают, эти искры проникают в земные слои. Конечно, их объясняют как электрические проявления. Сущность их не чужда будет тому, что принято называть электричеством. Но посылки такие происходят от мыслительной энергии высшего мира. Не случайно вспыхивают такие огни и света. Или ободрение, или предпреждение, или подтверждение звучит в святах посланных. Обычно люди жалуются, что нежданно прилетают эти вестники. Среди обычной работы можно вдруг увидеть световое указание. Может быть, оно должно влить мужество и бодрость и напомнить о высшем мире, чтобы заложить в сознание еще один прочный камень. Чудесны огни и света высшего мира. Они не опаляют там, где добро. Они каждый раз заставляют помыслить о том величии незримом. Нужно принимать эти мосты как путь единый. Ужасно убояться света, иначе огонь обратится в пламя поедающий. Страх неуместен и ужас разрушает сам себя. 85. Убедительность есть доверие. Потому осознание высшего мира уже не будет забыто во всех жизнях, и именно такое качество останется неизменным всегда. Тем более нужно утвердиться на знании о мире высшем подтверждение не замедлит. 86. Во всей истории человечества можно видеть осознание высшего духа, святого духа утешителя и множество наименований, ведущих к миру высшему. Такое свидетельство всех веков и народов должно заставить даже невежд призадуматься. Не может ошибаться все человечество. Под различными условиями люди ощущали то же самое высшее и прекрасное начало. Люди считали явление духа как философский камень. Можно находить самые многообразные признаки великой действительности, сохраненные народами. это некорыстное внушение, но опознание правды. Пусть ищут в древнем Египте и в Вавилоне, и среди неоткрытых культур майев, и везде поверх изысканных символов можно найти те же высшие образы. Так наука может прийти к высшему миру. Восемьдесят седьмое Снисхождение есть одно из качеств высшего мира, потому каждый в свою очередь должен уметь оказывать это качество везде, где есть искра блага. Пусть не устают разыскивать эту благодать. Даже нужно на вечном дозоре принять на себя служение высшему миру. Не нужно гордиться таким служением. Не особая гордость прилична, но особая радость позволительна. Восемьдесят восьмое Связь с высшим миром щедро обогащает сознание. Различно достигают высокие посылки свою цель. Можно уловить их во сне, можно принять их в бодрствование. Как мысль молниеносная. Не следует огорчаться, что иногда такие мысли тотчас же забываются, вернее, они тонут в сознании. Может быть, мысль предназначалась для сокровенного сознания. Лишь во время сна выявится, но пока до срока она должна жить и обогащать сознание. Говорят, что рост сознание подобен росту травы. Не может человек наблюдать за ростом травы каждый час, но также незаметно покажется зависть цветка. Можно лишь по периодам замечать перемену сознания, но такое изменение будет несказуемо. Сознание растет с синтезом, оно не может продвигаться узко. движение сознания будет от центра, захватывая круги нового понимания. Посылки ученым также не будут материально узки, они двинут мысль в широком кругозоре. Ум уже даст ножны пламенному мечу. Так из высшего мира дают задания в широком размахе. Земные ограничения сведут надземную мысль к человеческому слову, но в глубине сознания сохранится оттиск небесного иероглифа. 89. Полезно принять общение с высшим миром как необходимость чистого воздуха. Не нужно сидеть в зловонной ядовитой атмосфере. Даже самые невежестяные люди понимают вред отравы. Также замечается, что при духовном развитии люди освобождаются от неприятных запахов, свойственных неразвитым организмам. Подумаем, что высший мир может преображать даже состав крови. Не будем думать, что такие воздействия сверхъестественны. Наоборот, это будет самым естественным. когда человек вернулся из чистого воздуха, он благоухает. Также благоухает сознание, осененное благодатью. Девяностые. Даже земная мысль может двигать плотными предметами. Можно себе представить всю творящую мощь мысли высшего мира. Люди говорят, что столкновение мыслей выражает истину. Так люди сами, не подозревая, утверждают великую истину. Действительно, творящая мощь мыслительной энергии есть та тайна, о которой рассуждают мудрецы. Именно не одна мысль, но пересечения мыслительных токов образует спираль зарождения. К тому можно подвести много научных опытов, но прежде всего нужно установить физическую силу мысли. Если легкие предметы могут двигаться под силой мысли, то это же можно представить в прогрессии беспредельности. Недуховная, неэтическая, но физическое вычисление может дать представление о высшем величии. Люди могут понять, насколько их энергия может дать огромные следствия, ведь потенциал мысли доверен каждому и может быть использован научно, разумно или расточительно во вред всему сущему. Таким образом, молитва может быть великим научным опытом и доказательством, когда говорю о ум, мыслю о пользе миру. Девяносто первое. Не следует считать, что истинная наука не может быть упомянута в связи с молитвой о высшем благе. Каждое познание может быть очень близко миру высшему, но каждый может приложить свое наблюдение, и на разных концах мира могут получиться мысленные токи, которые своим пересечением могут создавать пучину новых возможностей, ведь мир выше есть самая прекрасная возможность. Девяносто второе. Широка область человечества. Вершиной своей она касается высшего мира, лица героев, подвижников. Внизу она производит космический ссор, который наполняет камни соседних планет. Непомерно расстояние между подвижником, уже осененным светом высшего мира, и подонками сорными. Трудно представить, что потенциал основной энергии был дан каждому человеку, но насколько различно обошлись люди с великим даром. Даже само воображение не охватывает такую пропасть. Люди считают трудным, что им не нравится, и легким, что их не затрудняет. Из такой условности угрожают разверстые пропасти. Люди не привыкают держать в сознании мир высший, но нетрудно заменить ощущение пустоты жизнью беспредельную. Насколько прекраснее осознание высшего мира, нежели самоввержение в каменные узы. К чему начинать сначала, если можно восходить беспредельно? 93-е Можно растить любое чувство. Бесстрашие тоже воспитывается. Можно задавать себе задачи бесстрашие вместо наполнения чувством ужаса. Призраки так же реальны, как тени на песке, но мы знаем, отчего происходит тень. Так же и облики тонкого мира не будут невозможностью, но не будем бояться, но звучно произнесем имя учителя. 94-е Огня много, потому понятны волны, обжигающие и утомляющие. Огонь подземный огонь, надземные родственны, но далеки воздействие. Люди не хотят понять своего воздействия на огонь подземный. Признаки астрологические позволяют подумать об особой осторожности, но вместо того люди лишь увеличивают опасность. Какое дело двуногим, если на другом материке из-за них вспыхивает губительное пламя? 95-е закон космоса незыблем, но в то же время видим как бы колебание его. Возьмем ли утверждение кармы, но и она может быть изменена. Также сроки возврата к плотной жизни могут быть на разных явлениях от мгновенности до тысячелетий. Незнающие будут недоумевать, как же незыблемость может так отклоняться? Но такое незнание будет лишь свидетельством о непонимании вместимости. Также не будет понято, какая энергия может служить решающим условием. Во всех космических амплитудах будет краеугольным основанием мысль. Она может изменять карму. Она может решать сроки. она открывает врата и может закрыть их. Она растит крылья о плечи. Она приближает к миру высшему. Она же низвергает в бездну. Явление закона покоится на мысли. Премудрость мысли есть щит и охрана от хаоса. Именно мысль властвует над яростью хаоса. Поистине закон космоса незыблем, но просветлен мыслью и потому целесообразен. Понимание своей измеримости лишь научит понимать закон основной. Так будем всегда помнить мысль творящую. Аум. 96 Изменение кармы многим представляется немыслимым. Но они заблуждаются, забывая о неземной справедливости. Ведь можно мгновенно пережить самое высшее сознание. Где не может шагать нога, там может перелететь мысль. В некоторых культах погружали в сон и по внушению заставляли спешно переживать всю трудную тропу последствий. Так понимали неизбежность, но и ускоряемость закона. Мысль творит жизнь. 97 Не только закон кармы трудно усваивается, но еще труднее воспринимается простейший закон воплощения. Частые писания с древнейших времен говорили о такой смене жизни. Нередко обитатели тонкого мира передавали земным людям свои вести. Нередко люди помнят о своих прежних жизнях. Целыми веками воплощения признавались, но затем они опять забывались и запрещалось даже мыслить о них. Трудно понять, к чему шла такая борьба против очевидности. Иногда можно было думать, что мудрые хотят обратить внимание лишь на будущее, но такая мудрость была бы однобокой. Люди должны стремиться к неограниченному знанию. Нельзя приказывать не знать. Нельзя отнимать от человека право совершенствоваться. пусть знают и помнят, но учитель жизни проведет черту между прошлым и будущим. Так не будем закрывать глаза перед действительностью. Закон воплощения справедлив, зерно духа нерушимо и вечно. Беспредельность утверждает вечность, но каждый может видеть беспредельность, значит, каждый может осознать вечность. Нельзя отвергать, когда дети утверждают о своей прошлой жизни. Вещественно они знают, что происходило кругом них. Теперь особенно часто будут скорые воплощения. Многие обитатели тонкого мира спешат вернуться, и в этом сказывается развитие и спешность эволюции, и в таком ускорении можно видеть сближение миров. Девяносто восьмой. Много нужно убеждать людей, чтобы они могли заметить в своих жизнях происходящие главные моменты. Люди так не умеют различать главное от ничтожного. Часто самые узловые вехи существования не обращают внимания на себя. Школа должна помочь такому просвещению. Девяносто девятое. Особенно трудно людям различать в себе самое важное. Врач есть нащупает зловредную внутреннюю опухоль. Он поспешит разрезать внешние покровы, чтобы предотвратить опасность. Но малодушные будут жалеть кожу и погибают от разрастания опухоли. Если нужно предпочесть что-либо, то пусть будет самое главное сохранено. Так и в обращении к высшему миру. Пусть будет найдено время помыслить о самом важном. Сотое. Тройной полимсест дает пример построения знаков трех миров. представен пергамент, на котором был написан космогонический трактат. Затем он же послужил для любовного сонета, и, наконец, на нем же был написан счет тканей мехов. Трудно будет сквозь явные базарные цифры прочесть сердечное излияние, но почти невозможно будет разобрать трактат о самом важном. Разве не то же самое происходит с иероглифом трех миров. Но опытный ученый умеет читать самые сложные рукописи. Также просветленное сознание может понять значение начертания высшего мира. Не будем путанные знаки базара принимать за законы Вселенной. Сто первое. Все сопоставления пригодятся при встрече с невеждами. Отрицатели любят не спровергать, но не дадут никакого выхода и решения. Они осмеивают самые лучшие обращения, но не умеют связать и трех букв. Сто второе. Люди становятся набожными, приближаясь к переходу в тонкий мир. Они не замечают, что в таком поспешном задабривании они граничат с кощунством. Получается не осознание высшего мира, но поспешная плата за лучшее место. Между тем приближение к высшему миру должно начинаться с первых дней земной жизни. Не условные обряды, но сердечная молитва делает прекрасный мир близким насущным. можно подходить к самому высшему с наполненной чашей лучших помыслов. Можно приносить лучшие мечты, ручая, что они направлены к добру. Когда добро живет, оно отворит все врата к миру высшему. 103-е. Люди, даже знающие о тонком мире, полагают, что можно отложить до часа совершенствования в мыслях. Они ошибаются. Именно здесь должно быть заложено направление мышления. Можно его развивать, когда импульс дан. Опыт мышления должен быть утвержден земным мышлением. Нельзя войти в тонкий мир, смущенно и рассеянно. Когда сознание ясно, оно несет вверх, как газ помогает воздушному шару. Ничто и никто не задержит в низших слоях твердые сознания, устремленные к добру, потому не будем откладывать утверждения и мышления. Кроме этого пути нет кратчайшего сообщения с миром высшим. Сто четвертое. В тишине помыслить о мире высшем будет равно лучшему лекарству. Так можно нащупать относительность сущего. Но такая мера не будет ограничением, наоборот, она усилит полет мысли. когда множество смущений овладеет миром, тогда скажите самое простое. Но не может быть земное существование конечным. И в таком переходном состоянии можно лишь обострить самое нужное для полета будущего, иначе говоря, мысль, крылья растут лишь мыслью. Сто пятое. Наверное, часто вас спрашивают о касании тонкого мира к земной жизни. Будете правы, сказав, что такое касание беспрерывно. Ни одно действие земное не остается без отзыва со стороны тонкого мира. Каждая земная мысль производит или радость и помощь или злорадство и губительные посылки от мира тонкого. Даже не сильные духи станут на стороже о мыслях земных. Ведь земные сильные мысли производят и в тонком мире углубленную вибрацию. Потому так естественно, что тонкий мир должен звучать и на земные мысли. Когда говорю, что падение пера из крыла птички производит гром на дальних мирах, это не есть символ, но лишь напоминание о кооперации всего сущего. Нужно привыкнуть, что пустоты нет, нужно утвердиться о важности задания человека, о его обязанности и долге. когда человек берет на себя собеседование с высшим миром, он истинно отважен, но священна такая отвага. Мир тонкий и выслушивает такие зовы и понимает их значение. Такое собеседование привлекает множество слушателей, как бы сотрудников, потому в молитве не должна быть выражена самость. Но лучшая молитва будет самоотверженность и желание добра. Пусть учение не устанет твердить о пользе связи с миром высшим. Только так можно утвердить великое служение. Сто шестое. Не будем огорчаться, если не всегда придет ответ. Не будем удивляться, если ответ настигнет в нежданный час. Научимся понимать надземные условия и, главное, поймем великий труд невидимый. Но уже знаете, как не знают покоя силы высшего мира. Такая светлая мощь пусть ведет каждого путника в ночной час. сто седьмое. Легкомыслие, любопытство, сомнение и неверие из одной темной семьи. Представим себе великого математика, развивающего сложные формулы перед начальными малышами. Они не только не поймут великих заданий, но немедленно впадут в насмешку неверия. Так же, когда кто-то приближается к высшему миру из любопытства, можно ждать всех последствий в виде сомнения и предательства. Если сознание на таком уровне, что позволяет любопытствовать там, где должно быть почитание величия, там нужно предвидеть космический ссор. Можно ли приблизиться к высшему миру из любопытства? Скорее можно положить руку в огонь. Так сомнение будет обуглено. Нужно в сердце нести почитание высшего мира, как самое важное и прекрасное в земной жизни. 108 Пусть кто-то скажет, что он часто уже слышал такие призывы к высшему миру, тем хуже для него, ибо такая глухота непозволительна, но многие назовут призывы неуместными в деловой жизни. Так далеки люди от истинного понимания бытия, несмотря на миллионы лет существования планеты, тем звучнее принесем зов к миру высшему. 109 Одичание и огрубление теперь достигло невероятных пределов. Дикость наконец ворвалась в города и опрокинула все наслаждения духа. Сознание большинства вернулось к самому темному веку. Стук машины заглушает вопль духа, потому каждый призыв к миру высшему есть зов о спасении. 110 Полное достижение возможно лишь при полном доверии. Только осознание такой полноты может приблизить к подвигу. Нельзя извне внушить, что есть истинное доверие, лишь сердце может помочь найти этот целительный путь. Гуру не нуждается в почитании, но доверие к учителю будет единственной жизненной связью с высшим миром. Познав ценность доверия здесь, на земле, можно перенести такую же степень доверия и по всей иерархии. Правильно, что понимание гуру есть крепкий устой всего народа. разрушение гуру будет и гибелью достижений. Так запомним о полноте доверия. 111. Высший мир был в основании всех человеческих, государственных и общественных строительств. Если люди и не знают первоначального происхождения своих общественных образований, то даже в переходных состояниях можно видеть следы живой связи с высшим миром. не нужно уменьшать древность существования планеты и жизни на ней, вернее, будет углубить эту цифру. Только не забудем, что материки много раз меняли свое положение, и сейчас еще можно видеть около полюсов очень многие возможности открытий. Потому будем осторожны в ограничении земной проблемы. За дикарями увидим мудрые и ушедшие народы. По оставшимся законодательствам можно утверждать, что импульс к постижению высшего мира проявляется от незапамятных времен. 112. Правильно понимать, что так называемые священные животные были не божествами, но естественными следствиями из-за местных условий. И теперь люди часто говорят о священной обязанности, полагая под этим не религиозные обряды, но полезные нравственные действия. Условия древности часто требовали особого внимания к известным животным или деревьям и растениям. Священное означало неприкосновенное. Так сохранялось нечто необходимое и редкое, и ту же охрану современные люди называют заповедниками, потому следует очень бережно относиться к понятиям неясным. Так много примешано к области религии, что за дальностью времен поверхностные наблюдатели совершенно не могут распознать основу от наслоений. Храмы сейчас являются сборным местом, где наряду с обрядами совершаются купли и продажи и судятся местные дела. Такое нагромождение происходит и сейчас, потому не будем чрезмерно суровы к животным и прочим забытым символам древности. Сто тринадцатое. Молитва должна быть радостна, ибо собеседование с высшим миром именно будет полна восторга и торжественности. Но такая радость будет особой мудростью. Она возможна лишь при осознании целесообразности. Она будет целебной при полноте доверия. Она звучит мужеством, когда путь един. Много говорят о самадхи, но многие ли испытали разные степени такого экстаза, такая радость освобождает от всякого горя, потому путь такой радости есть путь истины. Сто четырнадцатое. Аум подробно объяснен в разных писаниях. Тонкость вибрации, мудрость звучания и красота построения давно известны, но если сердце мертво, то даже такой сезам не откроет затвора. Опять надо помнить о соизмеримости и укреплении сущности сердца. Бессердечью недоступен Аум. Сто пятнадцатое. Одной из причин, почему самадхи происходит так редко, является неумение людей обращаться с таким возвышенным состоянием. Они постараются прервать начало каждого необычного состояния. Кроме того, люди не оставят в покое впавшего в самадхи и своими грубыми приемами произведут опасные потрясения. Но даже в самой обычной жизни требуется осторожное отношение друг к другу. Человек, получивший сотрясение, должен быть оставлен в покое. Но редко люди соблюдают даже такую примитивную осторожность. Так нельзя безопасно давать самадхи, пока мышление человеческое не поймет, как обращаться с высшими энергиями. Потому каждая мысль о реальности высшего мира уже будет полезной. 116 Великое служение имеет в виду все человечество. Ни народность, ни какие-либо прочие деления не должны ограничивать служение благу. Нелегко избежать различных наслоений, созданных тысячелетиями. Лишь осознание высшего мира может помочь победить все остатки суеверия и атаизма. При этом невозможно дать своеволие чувствам по отношению к кармическим предубеждениям. Справедливость даже среди неблагоприятствующих условий все-таки укажет справедливое распознавание. Личность, как ответственная единица, будет объектом суждения. Трудно отличить ценность личности поверх всех условных одежд. Только преданность служению откроет глаза, чтобы усмотреть очень ясно зерно духа. Так лишь высший мир даст и высшие суждения. Сто семнадцатое. Слезы и слюна изменяют состав в зависимости от состояния духа. Но и каждый вздох уже различен в химизме. Если дыхание нелегко исследовать ввиду обычной поверхности его, то вздох, вызывающий трепет организма, уже будет показательным. Можно заметить, что глубокий вздох вызывает нечто вроде внутренней судороги. Такие нервные сокращения показывают усиленную выдачу психической энергии. Она в зависимости от импульса позовет к деятельности и некоторые органы, которые дадут особый химизм вздоху. При произношении «аум» уявляется вздох, химизм которого будет очень благодетельным. 118. Одни полагают, что человек постоянно умирает. Другие знают, что человек беспрестанно рождается. Одни исходят от ужаса, другие от радости. Одни внушают себе смерть, другие познают жизнь. Так человек в большой степени предопределяет свое будущее. Можно быть уверенным, что определяющий себе смерть не знает о мире высшем. Может быть, он уявляет внешние обряды, но сердце его далеко от истины. Утверждение жизни есть утверждение света. Дух человеческий бессмертен. Но такая простая истина не близка людям, ибо они больше заботятся о теле, нежели о духе. 119. Жизнь обязывает человека восходить. Тогда как смерть есть нисхождение. Сами люди в принципе хотят понять смерть как разрушение. Само бытие утверждает вечное обновление. Каждый умирает для вчерашнего дня и обновляется для завтра. Каждый день происходит обновление всех троичных начал. каждый день и час человек приближается или удаляется от мира высшего. Пусть каждый качеством своего мышления поможет своему восхождению и восприятию мира высшего. 120. Спокойствие есть венец духа. 121. Аура имеет в себе многие качества. Они измеряются не только по величине ауры, но и по внутреннему напряжению. Именно напряженная аура и лучший щит и самое мощное воздействие. Излучения бывают иногда хороши по цвету, но недостаточно напряжены. Усиление ауры происходит при общении с высшим миром, когда отпадает самость и возгорается самоотверженность. Так каждое общение с высшим миром даст усиление излучений. Этот предмет подлежит научному наблюдению. 122. Действительно при общении с высшим миром можно наблюдать, что согнутые или скрещенные ноги имеют глубокое значение. Пусть врачи рассмотрят, какое влияние на кровообращение и нервные центры имеет такое нагнетение конечностей. Пусть обратят внимание и на состояние дыхательных каналов. Тот, кто понял смазывание каналов дыхательных органов, тот уже умел почуять значение этих проводов. 123. Участие мудрого врача во всех особо полезных проявлениях необходимо. Пусть не думают, что мы избегаем научных наблюдений, наоборот, мы ценим каждую мысль научно обоснованную. 124. В напряжении перед опасностью умножаются человеческие силы. Также состояние экстаза дает прилив сил надземных. Если установлено такое напряжение, то можно и продолжить этот момент. Иначе говоря, можно придать человеку постоянное умножение сил. Нужно только, чтобы источник сил стал постоянным и близким. Так вопрос об осознании высшего мира станет насущным, и сама наука подойдет к нему как к двигателю эволюции. Можно не только мечтать о таком сближении, но можно и приблизиться к миру высшему мерами земными. Каждое сближение миров уже есть победа над плотью. 125 мировые события часто происходят не самими действиями, но под знаками приближения действий. Люди творят многое под знаком радости, когда еще радости нет, или под знаком ужаса, или войны, когда это еще не произошло. многое совершается лишь под знаками. Потому такие рефлексы приобретают самое важное значение для переменной жизни. Можно видеть это на многих примерах. Зачем сама война со всеми бедствиями, если один мираж может напрячь энергию? Многое строится совершенно реально, лишь гонимое миражом. Майя иногда может быть сильнейшим двигателем. Потому нужно так внимательно усматривать знаки ведущие. Явление успеха в понимании таких знаков, конечно, ускоряет эволюцию. Потому пусть самое важное будет ведущим началом. 126 Если удастся произвести движение лишь под знаком, это будет очень удачно. Самые большие перестроения происходят незаметно, но лишь следствие покажет, сколько произошло. Так во всем можно видеть движение под знаками. Понятие символа ничто другое, как напоминание знаки. Успех целых народов происходит под символом. Считаю, что можно среди самых опасных переходов дойти под высшим знаком. 127 Опознание высшего мира должно происходить свободно, добровольно и доброжелательно. Насилие неуместно в таком высшем предмете. Так каждый учитель должен преподать высший мир как высшую радость. Никто не назовет радость насилием. Никто не будет осуждать приносящего истинную радость. Но сколько вдохновения нужно развить в себе, чтобы быть провозвестником радости. Если учитель достиг такой степени, он заслуживает всякого почитания. Мир высший есть пробный камень сознания. 128 Почему предательство своего гуру является столь отвратительным преступлением? Можно первое трехлетие утверждать сознание, но затем выбор гуру уже становится окончательным. Такой закон имеет глубокое значение. Гуру есть мост к познанию высшего мира. Такая земная ступень легко установит сношение с высшим миром, потому невозможно выбрать гуру и предать его. Это значило бы порвать связь с высшим миром навсегда. Можно подпасть под самое темное влияние, когда оборвана спасительная нить. Люди еще могут двигаться, питаться, спать и злословить, но зараза проказа уже может внедряться. Так же и предатели могут еще прозябать, но достоинство человеческой будет утеряно. Так можно наблюдать мудрые законы, основавшие живые ступени к миру высшему. 129. Нужно радоваться приближению каждого врача, пожелавшего изучать основы сближения миров. Когда тройной знак ведет к триединству, тогда наблюдения над человеческим организмом становятся нужными и необходимыми, а основа троичности может сказываться во всем организме. Врач должен быть осведомлен о мире тонком и высшем. Лишь от такого соображения он может уловить тончайшие состояния организма и для него не будет пустым звуком аум. 130. Если кто-то отметит хотя бы внешние события этого года, он получит самую замечательную запись движения мировых битв, конечно, это будет лишь собиранием внешних знаков, но и такая таблица будет историческим документом высшего значения. Конечно, внешние знаки будут лишь искрами внутренних движений, но такие устрашающие потрясения не ужаснут только самых посвященных. Можно также наблюдать связь некоторых лиц с мировыми событиями. Никто не поймет, как олицетворяется мировое движение лицами. 131. Встревоженный ребенок приникает к коленам матери. Он не просит за себя, но чует прочную опору и защиту. Также раньше или позже потрясенный человек обращается к высшему миру. Ему некуда будет идти. Он может смущаться непрошенными свидетелями, но хотя бы тайно сердце его затрепещет о самом высшем. 132. Ко многим определениям слова «аум» припомним, что «а» есть мысль основа. «У» есть свет начало и «М» есть тайна сокровенная. 133. Опять спросят, почему речь идет о трех состояниях, когда их известно больше. Следует твердо указать, что существует два пути. Путь расчленения и путь синтеза. Можно найти много промежуточных состояний, так что миры окажутся одним связным целым, но после придется снова обособить главные группы, и тогда опять придем к троичному построению. даже на земле можно видеть огромное разнообразие степеней духовности. Можно видеть, как люди иногда почти соприкасаются с тонким миром, но в некоторых слоях тонкого мира сознание не превышает сознание земное. Так миры не только соприкасаются, но даже заходят друг на друга. Закон последовательности резко выражен во всей природе. Даже катаклизмы, как бы выходящие за пределы сфер, по существу отвечают какому-то внеземному ритму. Так не будем разделять там, где можно группировать законно. Человек так отошел от ясных представлений, что ему нужно войти в простейшие врата. 134 Человеку необходимо реальное познание и постижение высшего мира. Религии несли самые ужасные войны, самое потрясающее жестокосердие произошло от судорожных мыслей о высшем мире. Такое ужасное состояние показывает, что мир высший не постигнут во всем его величии. Опознание прекрасного великого мира даст поток истинного мышления. Не убийца, но мудрый творец будет познающим мир высший. В духе, на вершине, может человек вдохнуть общение с высшей мощью. Так лишь реальное постижение высшего мира даст человечеству равновесие. 135 Равновесие составляет основание бытия. Когда же человек в земной жизни теряет равновесие? Когда он потрясен и болен, тогда он шатается и идет ощупью, хватая за случайные предметы. Разве не то же самое происходит, когда человек болен духовно и теряет равновесие по отношению к высшему миру. Опросите людей различных верований, насколько прочно в них представление о высшем мире, вы получите множество самых уклончивых ответов. Многие вообще откажутся ответить, прикрывшись лицемерным нежеланием говорить о таком предмете. Другие повторят заученные формулы, которые не живут в их сердцах. Третьи будут утверждать, что мир создан за две тысячи лет до Рождества Христова. Так вместо одухотворенных ответов, полных любви и торжественности можно получить вороха сухих листьев. Между тем сама жизнь, как отображение бытия невидимого, должна толкать сознание человека. Половина жизни отдается таинственному состоянию, которое не выяснено наукою. Кроме того, каждое чуткое ухо и глаз может заметить многое, что не входит в обиход. Люди называют равновесием равнодушие и тупость, но сама природа подсказывает, что равновесие есть напряжение, считает, что напряжение есть приближение к пути нахождений. 136. Посреди самых высоких слов помните, что за каждое даяние должно отделить часть полученного в общую пользу, не только материально, но и духовно нужно понимать это основание как закон, ведущий к равновесию. 137. Обитаемость небесных тел до сего дня остается под сомнением. Даже лучшие астрономы не решаются высказаться по этому вопросу. Причина главным образом лежит в самом мнении человека. Он не хочет допустить воплощение в иных условиях, кроме земных. Мешает также и боязнь перед беспредельностью. Разве многие дерзнут помыслить о таком отдаленном гиганте, как Антарес, который в океане Млечного Пути предполагает за собой беспредельное пространство? Между тем, люди должны мыслить о дальних мирах обитаемых. Люди не могут приблизиться к ним в земном состоянии, но в тонком теле лучшие духи уже приближались к таким планетам и уносили воспоминания о строении поверхности, о красочности, о населении. Редки такие опыты, но все же они существуют. Они могут укрепить сознание о беспредельной действительности. К трем мирам незримым надо осознать и миры населенные. Нужно понять эти океаны мыслей, которые рождают музыку сфер. Так будем прилежно направлять нашу мысль к дальним друзьям и сотрудникам и покровителям. Не сверхъестественным мысль о населенности дальних миров. человек твердо пройдет земной путь, зная об окружающем величии. 138 Мудрые также не однажды советовали держаться ближе к земле. Не будет ли такой совет противоречить мысли о беспредельности? Вовсе нет. Мы воплощены на земле и к тому были многие причины. Если дозор наш охраняет землю, мы должны любить ее. Так невозможно заботиться о нелюбимом. Сама земля полна еще неисчерпанных богатств. Можно упрочить планету, усовершенствов ее здоровье. От здоровья земного можно не забыть и высшее величие. Так произойдет истинное равновесие. 139 В мировой сокровищнице много заветов и сказаний, утверждающих высший мир. Люди не могут оправдываться, не имея им указаний, ведущих к познанию. Обычно можно слышать сетывания на незнании пути к высшему миру. Лицемерны такие жалобы. Сами сетующие не прилагают труда поискать источник. Можно заметить, насколько стремящиеся люди, даже в самых неблагоприятных условиях, находят силу найти свет. Мы следим за такими светоносцами, которые преодолевают самые невероятные трудности. Закон послан, путь указан, пусть найдет ищущий. Сто сороковое. Мысль другиня искателя. Мысль владеет всем. Мысль в каждом движении мускулов. Мысль ведет и утверждает. Мысль находит пути к заветам и указам. Мысль, если непрезираема, поучит, как отличить высшеднейшего. Мысль живет беспрестанно и беспредельно. Она утверждает движение и сознание ритма. Мысль не покидает ни днем, ни ночью. Мысль повышает сознание, когда процесс мышления становится любимым. 141-е. Каждое мгновение человек или творит, или разрушает. Мир наполнен мыслями противоречивыми. Множество болезней заложено мыслями разрушений. Множество убийств происходит на дальних расстояниях от мыслей или от скрещенных мыслей, но почти невозможно внушить человеку, что его преимущество есть в постоянном мышлении. Невозможно передать, насколько ответственен человек за качество мышления. Сердце бьется беспрестанно, также постоянен пульс мысли, но об этом не принято толковать. Человек или творит, или разрушает. 142 Безумцы не знают, чем владеют. Обычно относятся с презрением к расточительству. Но разве мысль не расточается? Разве великий дар, полученный с трудом, не уничтожается? Мысль, как великий дар учителя, пропадает в невежестяных действиях, так люди готовы предать даже свою планету, лишь бы не помыслить. Уже много раз мы указывали на значение мыслей и снова будем возвращаться к тому же. Как больным нужно повторять лекарства, так не устанем утверждать первую основу аум. 143 Теперь обратимся ко второму знаку триединого наименования «Начало свет». Люди настолько смешали понятие света с освещением, что не могут представить, что свет есть энергия. Не будем заглядывать в такую беспредельность, где мысли, свет и все сущее сливаются воедино. По земному сознанию поймем свет как целительную энергию, без которой жизнь невозможна. Свет самый проникающий спасительный посланец. Мы отлично понимаем разницу огня рукотворного и света космического. Не огонь, но сияние окружает каждое живое существо. Мы мыслитель добрый окружается радугой и светом своим несет целение. Мы столько раз предуказывали будущее этих излучений. Мы говорили, что от такого мерила преобразится само строение жизни. Можно по праву называть свет началом, который ведет к обновлению. Мысли и свет настолько связаны, что можно назвать мысль светоносной. 144 Беспросветная тьма так восклицает человек, впавший в отчаяние. Свет погас, говорит человек, потерявший надежду. Решительно все относящееся к светлому будущему соединяется со светом. Но люди не умеют радоваться свету, как энергии. Виновен и врач и ученые, которые применяют световые лечения, но не воспользуются случаем объяснить значение света. И на мускулы, и на кости, и на нервы. На все действует луч света. Мозг живет светом. Живоносное вещество мозга нуждается в лучах света. Можно перечислить все физиологические условия, и они окажутся учением света. Нужно развить внимание, чтобы заметить, какой замечательный обмен происходит между излучениями мыслящих существ и внешними лучами беспредельности. Как нити серебряные напрягаются лучи пространственные. Можно видеть конденсирование света в электрических явлениях. Рука человека вызывает из пространства чудесный огонь. Ур знает, как от одного прикосновения вспыхивает пламя неопаляющий. Такие явления редки, но они существуют и показывают, насколько связь высшей духовности при посылке тока пространственного имеет значение. Но нужно принимать такие знаки совершенно спокойно. Свет не сочетается с раздражением и страхом. 145. Страх и ужас образуют своеобразный магнит. Можно догадаться, что привлекают с таким темным магнитом. Народ замечает, что от страха темнеет в глазах. Именно тьма наступает на буянного ужасом. Человек каждое мгновение вызывает свет или тьму. 146. Свет тонкого мира не имеет отношения к земному пониманию солнечного света. В низких слоях затемненные сознания творят потемки. Но чем выше сознание и мысль, тем светлее нерукотворное сияние. Именно жители тонкого мира видят и землю, и светило, но земные света притворяют сознанием иначе. Так же и мысли тонкого мира, хотя и основаны на той же энергии, но процесс их своеобразен. Закон равновесия нормирует мыслительные эксцессы. 147 На самом чистом месте самый чистый снег насыщен пылью земной и космической. Так наполнено пространство даже при грубом наблюдении. Добавьте множество токов и лучей, и вы получите облик действительности, так окружены воплощенные существа. Мысли тонкого мира льются непрестанно, иногда человек оборачивается и вскрикивает от удара мысли, но он все-таки не подумает о чем-то пришедшем извне. человек видит искры и целые огненные вспышки, но приписывает лишь себе. Невозможно приучить людей относиться к окружающему с уважением. Люди настолько не понимают равновесия, что или впадают в ханжество, или переполняются самомнением. Так труден для людей мост к дальним мирам. 148 Третий знак о сокровенной тайне также осознан лишь немногими. Легкомыслие шепчет, что не нужно все сокровенное. Самомнение подсказывает, что все должно быть доступно, но человек ослепленный молнией вопиет о нестерпимом свете. Человек придавленный громадою мысли жалуется на невозможность вместить ее. Поистине сокровенная есть соизмеримость, которая дает возможность подниматься без шатани. Тайною мир держится. Нет предела беспредельности. 149 Сокровенность есть и бережливость, и целесообразность. Можно посадить цветы, которые могут вырасти на данной почве. Нужно знать, когда и кому можно доверить зерна. Так вырастает понятие гуру. В нужнейшей и простейшей форме гуру скажет особенно необходимое. Если он охранит сокровенное, значит, это нужно временно. Не может быть подозрений, что гуру утаивает во вред. Нужно принять гуру как руководителя. Таким образом и понятие тайны преображается. Очень важно усвоить, что так называемая великая тайна не есть преграда, но лишь охрана пути. Если человек еще не собрался в путь по причине сомнений и страха, то никакая мера не подвинет его. Посреди пути такой путник обернется вспять, но идти назад отвратительно, потому гуру поможет найти лучший путь. Он пояснит, что сокровенность есть сокровище нерасхищенное. 150 Утрата соизмеримости есть потеря пути. Можно ли опровергать то, что неизвестно? Можно ли утверждать конечность перед ликом беспредельности? Можно ли допустить злословие, когда предмет беседы неизвестен? Можно ли себя противопоставить всему свету и всей мысли? Как безумие омрачает разум, так и предательство пути света погружает во тьму? 151 Имена предателей также впишутся в историю человечества. Но куда уйдут предатели в тонком мире, когда прояснится память? Не стыд перед другими, но неутолимая горечь позора в сердце загонит предателей в лед и пламя. И где будут те, кто нашептывали им предательство? Отчего не помогают они сынам своим? Они не придут искать их во мраке. Ужасно состояние предателей, убийц, тела и духа. 152-е Нельзя неосторожно разлить яд. Множество заразятся, и никто не поймет, где положена отрава. Темные отравители, знаете ли всех жертв ваших, но не останетесь в неведении. Проявится зрение ваше и увидите во всех концах свои деяния. Так осудят себя отравители. 153-е Каждый человек носит в себе тайну. Лишь редко приоткрывается завеса прошлого, когда энергия тонкая изобилует и в земном существовании. Только перейдя за грань земли, человек просветляется в познании части своей тайны. Замечателен процесс, когда тонкая энергия открывает чашу накоплений, память внезапно озаряется, и прошлое встает во всей справедливости. Можно изумляться, насколько человек преображается в момент, когда он покидает земную сферу, называют это смертью, но оно есть рождение, потому жаль, когда тонкое тело пребывает долго во сне. Особенно замечательен переход при сохранении сознания, тогда ясно можно представить, как отваливается ветошь земная и встает нетленное накопление. Оно может оказаться истинным сокровищем. Можно понять, почему такое тончайшее сокровище не может быть явлено среди грубых условий. 154. Люди могут утончать условия земные, дело не в богатстве, не во власти, но в том трепете торжественности, который доступен тонким избранным. Каждое такое высшее трепетание уже есть победа над плотью. По праздникам вынимают из сокровенного ларца древнюю пряжу. Не каждый день можно подвергать тончайшую работу грубому урагану. Можно радоваться, когда в земной жизни труд дает высшую радость. 155. Кроме землетрясений могут быть и воздухопотрясения, могут быть как бы контузии, когда земная сфера потрясается. Причина не только в пересечении токов, но и в условиях тонкого мира. При открытиях нередко нащупывается какое-то неизвестное. Можно при этом вспомнить о мире невидимом, полном энергии. Считаю, можно предложить писателям собирать такие неизвестные факты. Так накопится книга новых сопоставлений. 156. Если так часто воздействия из тонкого мира, то должны установиться глубокие и длительные соотношения между сотрудниками двух миров. Так оно и есть. При этом соотношения устанавливаются не столько по родству кровному, сколько по родству духовному. Часто такие сотрудники встречаются и на земном плане, хотя они могут быть разделены различием народности и положения, но внутреннее чувство будет их приближать. между ними особенно легко будет возникать доверие, хотя могут быть и обратные исключения, неблагодарность есть погружение во тьму. 157-е «Жизнь планеты может быть понята как совокупность всех начал, созданных с нею. Тем более велика ответственность всех мыслящих обитателей планеты. Предполагается, что они венец планеты, но если в венце вместо драгоценных камней оказываются угли, то вред будет уже в планетарном размере. Получится разрушение всех связующих токов». 158-е «Когда говорю о сношениях с тонким миром, не советую какие-то искусственные меры для таких сношений. Эти сношения существуют естественно во всей жизни. Следует лишь приучиться замечать их трезво. Без всяких наркотиков можно замечать вокруг себя много знаков, которые явно выходят за пределы узкоземного бытия. Нужно понять, насколько такие естественные наблюдения могут расширять человеческое представление о жизни. молитва притворится в собеседовании и почитание будет не догматичным, но жизненным и преисполненным любви. Без любви нет созидания. 159. Можно радоваться о том, что находит место в сердце, иначе говоря о том, что любим. Можно ли без любви произносить знаки о мысли, о тайне, о свете? Тайна обратиться в утаивание, мысль в замысел и свет в головню пожара. Так можно извратить самое прекрасное. Но истинный путь через любовь не допустит кощунства. Призрачное обратиться в действительность. Шум торговли встанет на свое место. Человек осознает, что такое торжественность. Так засияет великое служение. 160. Иногда вы как бы отсутствуете в текущей жизни. Иногда можете слышать звучание дальних миров. Иногда можете ощущать воздух и аромат отдаленных местностей. множество явлений утверждаете среди ежедневного существования. Истина. Не лжете сами себе. Чуя эти мимолетные касания, показывающие как мощно человеческое существо. Нельзя заставить себя ощущать подобные зова пространства. Они достигают лишь открытые сердца. Умудренные житейские мудрецы попытаются доказать, что ощущение ваше лишь самовнушение. Но для каждого самовнушения нужно предпослать мысленный приказ. Вы же отлично знаете, что такие чувства знания долетают нежданно вне человеческих представлений. Вы переноситесь в отдаленные страны. Уявление духа так же быстро, как свет. Так можно начать осознавать быстроту передвижения в тонком мире. 161. Для каждого истинного познавания нужно полное доверие и естественность. Следует очень утверждать эти познавания как основу преуспеяния. можно доказать, что сомнения и искусственность будут злейшими врагами. Они поглощают жизненную энергию. Они как острые преграды. Сколько сил нужно положить, чтобы продолжить путь прыжками убийственными. Потому сокровенное звучание может вернуть мысль к основе и свету. Так приоборим все преграды и полюбим. Не будем долго говорить о том, что нужно полюбить, ибо сердце знает. 162. Тьма конечна, и свет явлен беспредельно. Каждый, кто знает эту простейшую истину, уже непобедим. Могут быть допущения о свете слабом и о тьме великой, тогда победа невозможна. Сколько бы не дать маловеру, он потопит все в океане тьмы. Так возьмем оружие света как вернейшее. 163. Следует изучать явление природы в связи с мировыми событиями. Можно находить характерные соответствия. Они еще раз покажут, насколько планета есть живой организм. Все причастное к планете сочетается как органы одного тела. Потому невозможно рассматривать каждое существо как независимую особь. Все существа принадлежат к одной организации и должны понимать себя как ответственных членов общины. Таким образом, можно наблюдать строго законченное построение в мироздании. Не нужно удивляться в виде постоянной попытки отступничества от закона порядка. Сила хаоса подобна водовороту, и слабые сознания легко подпадают такой эпидемии. Именно следует рассматривать приливы хаоса как заразные эпидемии. наблюдайте и сопоставляйте события. Такие наблюдения помогут понять закон соответствия и сцепления. Учение дает намеки, которые подтверждаются действительностью. 164. Почему врачи мало обращают внимание на атмосферное давление? Они посылают больных на воды или к морю или на горы, но не предупреждают, что качество воздуха может быть совершенно измененным по причине воздействия токов. Существуют различные наблюдательные пункты, но они должны сделаться и распространителями сведений, полезных и врачебному делу. Здоровье должно быть охранено государством. 165. Правильно заметили, что великие воздействия происходят особыми путями. Часто люди внешне будут противоречить, но сами отлично возьмут присланные. Но нам важно, чтобы произошло полезное. Не следует настаивать, чтобы нечто происходило по мерке сегодняшнего дня. Важно следствие. Мы должны быть терпимыми и не обращать внимания на неумение и грубость. Поэтому нужно смотреть на сущность происходящего. 166. Считаю, можно направить детей от самых малых лет к познанию высшего мира. Не будет это насилием, ибо поможет детям легко припоминать то многое, что скоро забывается. Притом такое проявление проснется в несравненно прекрасных формах. Народ стремится к красоте и торжественности. На таких основах можно рассказать о надземном величии. Не следует отрывать от лучших накоплений страны. Каждый народ имеет свое выражение. Превзойти ограничения можно лишь расширением сознания. Нужно знать, как осмотрительно можно при расширении сознания подойти к сердцу человечества. Уже стираются многие границы, но при таких новых путях требуется особое человеколюбие. Нужно воспитывать это качество наряду с чистотой тела и духа. Пусть гигиена духа займет свое место в школах, тогда высокие собеседования будут лучшими часами. 167 Жизнь не требует никаких искушений. Жизнь может преобразиться в любых условиях. Община духа есть высшее преображение жизни. Многие невежды не желают понять, что община духа не зависит от внешней формы. Она творится там, где понятие расширения сознания живет. 168 Община духа возможна, где существует живой магнит. Тогда можно присоединять к каждому содружеству и общение через все границы земные. Когда община живет единым служением истине, тогда не существует препятствий, и особая взаимопомощь будет естественным выражением. Признательность растет без насилия, потому явление радости особо утверждает общину духа. Всем захочется сделать что-то хорошее. 169 Следует перечитывать книги начал и основ. Вообще нужно возобновлять свое впечатление от прочитанного. Напрасно думают, что книга, прочитанная три года назад, не будет новой при следующем чтении. Сам человек изменился за эти годы. Его сознание и понимание не могло оставаться на том же уровне. Во всем окружающем произошло изменение. Человек не мог бы вернуться к прежним условием. При обновленном кругозоре человек усмотрит новые содержания в книге. Потому книга прочтенная не должна быть навсегда ввергнута в темницу. Знание живет, и каждый знак его должен быть живым. 170 Не знает человек в чем его лучшие деяния. Потому гордость действиями есть невежество. Деяния людские находятся в зависимости от множества условий. Миры дальние будут помощниками или противниками. Причины и побуждения вписаны на таких длинных свитках, что следствия не могут быть прочитаны человеческими глазами. Потому предоставим судить миру высшему. Сами же приложим все наши силы и лучшие стремления. 171 Наблюдайте, что происходит в чувствованиях при высоком собеседовании. Можно замечать, как постепенно пропадает чувство конечностей и, наконец, будет ощущаться одно сердце. Это не будет боль, но как бы напряжение и наполнение. Собеседование может происходить при любом положении тела, стоя, сидя и лежа. Уявление сказанного ощущения в сердце называется нить серебряная. Может, она как бы наматываться и притягивать, но такая связь есть признак близости. 172 Люди часто говорят о двойниках, они видят как бы самих себя. Много объяснений такому явлению. Обычно забывают самое естественное, именно выделение астрального тела. Тонкое тело выделяется чаще, нежели думают. Оно может получить плотность, но видеть его все не будут. Требуется степень ясновидения, чтобы видеть тонкое тело. Но сам человек может легче видеть себя как в состоянии дремоты, так и в бодрствовании. Немногие обращают внимание на переходное состояние дремоты, между тем именно при нем бывают значительные явления. Но человек не занимается в обычной жизни такими наблюдениями, или он совершенно отрицает поучительность своих ощущений, или впадает в искусственное напряжение, которое не может считаться естественным, потому так необходимо искать равновесие. Если его трудно установить, то, по крайней мере, следует помнить о нем и стремиться к нему. 173. Люди желают из всего сделать обычное и ничтожное. Но когда люди усматривают невмещающие своих рамки, тогда вместо внимания происходит смятение, уявление такого необычного размера событий, конечно, будет сочтено случайностью. Так неразумно порываются очень ценные ткани. Явность событий часто бывает потрясающей, но тем не менее найдутся слова, которые нарушат даже очевидность. Умеют люди дробить камни и могут остаться при кучах щебня. 174. Человечество стирает различия племен, потому с особой осторожностью должно говорить о племенах. Даже те племена, которые еще различаются по виду языку, не будут по существу исконно обособлены. Ясно деление по условным названиям, но не по крови. Происходит смешение, которое так характерно при смене расы. Тем более уместно говорить о человечестве, а не об условных переплетениях ветвей. Знаменательно наблюдать единство переданных основ. Не следует забывать индивидуальное выражение каждого человека, редко оно будет племенным. История каждого государства покажет, сколько путников прошло его землю. Честное изучение позволит думать о человечестве как о целом. 175. К вопросу о человечестве как о сердце едином надо обращаться часто. Слишком много невежества и преград везде, где должно быть дружественное сотрудничество. Следует написать историю разделения человеческого сердца. 176. Среди психических исследований забыто одно весьма существенное. никогда не производило сравнение между сознанием самого низкого дикаря и сознанием самого высокого мыслителя. Конечно, такая работа требует долгих наблюдений, но различие таких сознаний будет поражающе. Оно позволит судить не только о многоразличии человечества, но и направит мысль на сознание мира животного и растительного. Поистине животные имеют развитое сознание. Оно выражается не только в приручении зверей, но именно в жизни вольной. Также не будет нелепо говорить о сознании растений. Мы уже знаем о нервах растений, но больше того, можно различать не только отзывчивость на свет, но и привязанность к определенному человеку. С одной стороны будет человеческая психическая энергия, но с другой также будет тяготение к определенному лицу. Можно заметить, как растение, чтобы сделать приятное любимому человеку, даже цветет в неурочное время. Много подробностей можно привести из непосредственных наблюдений, но наше желание напомнить, что сознание живет гораздо глубже, нежели полагают. 177. Минералы тоже имеют зачаток сознания, но этот язык слишком удален от человеческого. Можно производить много опытов над речью и мыслью, но для такого исследования требуется долгое время и особое терпение. Кто может пожертвовать собою, чтобы без видимых последствий упорно продолжать наблюдение? Тоже можно знать, что следствия могут оказаться в неожиданном месте. Ведь законы психической энергии иногда трудно уловимы, а они действуют гораздо обширнее человеческого воображения. 178 Злоба подобно ржавчине 179 Невозможно пребывать в злобе, не отравив сознание. Не только яд телесный, но гораздо худшее разложение вносится злобою. От нее большинство космического ссора. мы не можем равнодушно видеть злобное уничтожение. 180 Уже говорил о сложности законов психической энергии. Недавно могли еще раз убедиться в этом. Особо никогда не видевшие лично получает извещение о дне памятном. Если подумать о целесообразности такого привлечения человека, можно понять, насколько такое действие своевременно. Удаленный человек получает весть психическую и тем самым закрепляется связь в дальних частях света. Потому следует исследовать психические проявления на широком пространстве. Трудно связать следствие психической энергии, когда нет взаимного оповещения. Так врачи и ученые должны строго сопоставлять факты. 181. Действительно известный врач лечит не одними медикаментами, но психической энергии. Такая явленная энергия нуждается в пополнении. Такое усиление идет из ашрама. Таким образом вы видите сотрудничество на дальних расстояниях. Сами посылающие энергию только могут чувствовать ее истечение, но в свою очередь получат луч полезный. 182. Так называемые символические сны в высокой степени выражают связь с миром невидимым. Не может одно сознание синтезировать, оно должно получить импульс выше, чтобы видеть будущее в символе простом и ясном. 183. Еще о воздействиях. Может быть вы слышали об опыте некоего химика, показавшем борьбу воздействий. Он пригласил друзей, чтобы прослушать известных писателей. В то же время он приготовил несколько химических составов, могущих вызывать смех или слезы или раздражение или умиление. Среди самых прочувствованных мест чтения химик наполнял пространство противоположным газом. Получилось, что слушатели во время погребения смеялись, во время радости плакали, а при описании мирных событий гневались. Так после ряда опытов стало очевидно, насколько слово было повеждено чем-то невидимым и неслышимым. если даже сравнительно грубые воздействия газов могут преоборот речь и образы ею созданной, то насколько сильнее будет воздействие психической энергии мысли, которая также творит образы. Так во всей жизни проходят воздействия грубые и самые высшие. правильно знать и самые темные одержания и высшие вдохновения. Называйте как хотите, но такие воздействия существуют. 184 Опытный врач, оказав врачебную помощь, говорит больному «забудьте о болезни». Он знает, что обычно люди не умеют внушать себе выздоровление, потому пусть лучше не утомляют себя сомнением о своем состоянии. Люди могли бы помогать себе выздоравливать, направив силы на заживление, но они предпочитают обессиливать себя, не давая природе делать свое благое действие. Разве не полезно вспомнить о воздействиях, когда говорим о высших мирах? 185-е «Посылающий воздействие не всегда знает о творимом. Он заметит, что истекла его энергия, но может почуять утомление внезапно, но как щедрый жертвователь он не знает меру своим благодеянием. Так родится сострадание, а затем любовь к человечеству. Тот, кто любит, тот имеет доступ к высшему собеседованию. 186-е Когда человек осознает все воздействия, тогда он сможет начать самодеятельность. Он научится распознавать, где высшее ира вдохновения и где низшее разрушение. Не так легко отличить все уловки, но счастье, когда сердце трепещет осознанием полезности высшему миру. По всей жизни раскинуты соприкасания к высшему миру. Даже в малых обиходных делах можно различать искры высшего напряжения. Не могут быть действия, которые не были бы напряжены, если они касаются высшего мира. Нужно полюбить такое напряжение, без него не может быть великого служения. 187. Если человек устремляется к миру высшему, он не будет совершать худых дел. Одно наименование «мир высший» уже показывает, что все сопряженное с ним будет высоким. Пусть люди называют такое и устремление разными именами, сущность его одна, и деятельность в нем всегда полезна человечеству. Не о внешней деятельности, говорю, но о сердечном огне, который отеплит каждый труд прекрасным качеством. 188. Кузнец выбивает молотом много искр. Не будем думать, что он чернорабочий. Пришло время пересмотреть касты. Начало их стерлось в веках, следствие их у всех на глазах. Потому пусть каждое сердце принесет лучшую мысль миру высшему. Троичное созвучие произносится как ОМ, как будто две буквы сливаются. Но и основы и начало действительно слиты в одно неделимое. Можно повсюду наблюдать, как целесообразно установлены законы звучания. 190 Кто хочет легкую жизнь, тот лучше не живи. Кто требует самовольно по заслугам, тот пусть не мыслит о мире высшем. Кто полагает ценность в плотном мире, тот нищ в мире высшем. 191 Не будем понимать ценность только мирами земными, ту меру не применить даже в мире тонком. Приучимся легко расширять меры, иначе даже малейшие частицы пространства задавят нас. 192 Да не подумает кто, что, зовя к миру высшему, мы отрываем от земли. Наоборот, величие мира высшего лишь утверждает и все остальные проявления жизни. Земля не будет ничтожной планетой, когда ее окутывает та же энергия, которая исполнена света высшего. Каждое сопоставление с миром высшим делает и земные мысли доброкачественными. Только зло может разделять миры. Только невежество может расчленять явление. только непонимание может остерегать, что земная жизнь есть часть прекрасного творчества. Поэтому направим всю науку, чтобы подойти к познанию праведному. Ничто не может отвратить сердце, если в нем есть чувство преданности, чувство прекрасного. 193 Хозяйка, получив из молока кусок масла, уже тем познала очень важную космогонию. Она поняла, как зачинаются небесные тела. Но прежде чем приступить к пахтанью, хозяйка послала об этом свою мысль. Только отсоединение мысли и пахтанья слагается полезная масса. Затем происходит и сыр уже с зачатками населения. Не будем улыбаться такому микрокосму. Та же энергия вращает и системы миров. Нужно только твердо осознать значение мысли, значение великой энергии. Разве не чудесно, что та же энергия сияет в сердце каждого человека? 194 Опыт над письмами имеет большое значение. Если можно наглядно показать, как насыщена рукопись психической энергии, то такое доказательство непременно может быть приложено к прочим приложениям той же самой энергии. человек насыщает своей энергией каждый предмет при касании. Кроме того, человек оставляет на всем свою характеристику. Можно знать по письмам качества писавшего, это можно развить и на других предметах. Лик человека не тайна. 195 Пока человек беседует единолично, не появляются многие затруднения, но всякая соборность уже полна затруднений. Ведь человек даже одной мыслью может нарушить цельность любого собрания. Пытались сблизить сознание людей разными курениями и сожжением смолистых веществ, но и такие меры не могли привести собрание в возвышенное настроение. Так невозможно никакими насилиями достичь построения храма сердца. Разные века и верования не могли созвать людей к единому возвышенному порыву. Но можно представить себе группу людей, сошедшихся без насилия, они могут постепенно понять мысль, ведущую к высшему миру. Можно радоваться, когда собираются во имя добра и решают нести это целебное благо на всех путях. Утверждаю, что можно совершить множество полезных деяний, когда не будет растрачиваться энергия на бездельные споры и ссоры. Где будет высшее собеседование, если мозг и сердце обернутся алым пламенем? Даже сама битва за мир высший не будет рождать алое пламя. Может быть, рубиновый свет мужества, но каждое раздражение уже будет обессиливанием. 196. Курукшетра здесь, на земле. Армагеддон представлен земным полем. Древние священные битвы Вавилона тоже имеют земные наименования. Самое духовное на земле названо. Так будем познавать неделимость миров. Когда люди построят жизнь на величие неделимости, они преобразят все бытие. 197. Жертва и помощь творятся втайне. Такова природа этих действий. Только высший мир знает, кто кому помог. На списках нетленных записаны жертвы. Прекрасен закон сокровенной жертвы сердца. 198. Все верования указывают не произносить в суе имени высшего. И этот закон прекрасен. В нем сказано высшая соизмеримость. Даже земные дети охраняются, но насколько бережными следует быть с высшим понятием. Когда советовал на колонне отметить соизмеримость, то каждый мог понять поражающую прогрессию. Впрочем, найдутся двуногие, которые на капители поставят себя мрачна бездна невежества. 199. Сказано, дано будет много матерей, отцов, жен, сестер и братьев. Даже такое ясное указание не заставит подумать, где такое произойдет. Не хотят подумать о земных жизнях. Самые мудрые заветы не достигают ушей заложенных. Двухсотое. Могут ли злые говорить о добре? Будьте учениками знаний и полюбите мир высший. 201. Искры законов высшего мира щедро рассыпаны полону земли. Можно собирать их, как самые драгоценные сокровища. Среди таких сборов все станет прекрасным. Самая высшая целесообразность украсит сочетание свободной воли, понявшей все сцепления рабочих частей. Поистине вся жизнь становится выполнением полезных заданий, вверенных от мысли высшей. Не трутся к бенны, но героическое преодоление будет знаком любви победительницы. 202. Важение центров не вызвало достаточно врачебного внимания. Очень важно отметить, что воспламенение каждого центра дает симптомы местного органа, но сам орган не болен, но лишь вибрирует на огонь центра. Можно представить, сколько ложных болезней провозглашается врачами, если они не признают основную причину ощущений. Также мало исследует сама причина воспламенения. Можно указать чисто космические условия. Не меньшее место имеет и массовое состояние человечества. Люди, несущие на себе тягость земли, подобны символу гиганта Атласа. Таких колонн мира очень мало. Люди должны беречь их, как громотводы. Но вместо того, в лучшем случае, люди смеются над какой-то истеричностью и не желают углубиться в самую основу явления. Не может происходить понимание, пока не осознаны три мира и их соотношения. 203. Можно ли выдерживать осаду земли, если нет осознания иерархии? Учение мира высшего посылает скакнить спасительное. может такая нить превратиться в канат прочный. Но огни земные могут пережечь и самый крепкий канат. Потому огни земные могут служить огню мира высшего. 204. Кто может слышать музыку сфер, тот также слышит пространственные вопли. Не примите такие вопли, как отвлеченные символы. Они несутся и от тонкого мира, и от земли. Человечество может спать, но сердце его может вопить и стенать. При жизни дневной спят многие сердца, но когда рассудок не мешает и сознание просыпается, тогда сердце стоит перед действительностью. Не случайно говорилось, что днем люди спят, а ночью бодрствуют. По степени вопли можно судить о прозрении сознания человечества. Оно вопит, когда открывается действительность. Также сказано, базар есть завеса действительности. Под пылью явленного базара умолкает сердце. Нужно глубоко осознать мир высший, чтобы под знаком его уметь перейти грязь улицы. Не следует впадать в горе от ужасных пространственных воплей. Они выражают смятение мира, но вы знаете, насколько глубоко это смятение. тот, 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 знает, тот уже не смущается. Тот, кто прикасался в сознании к миру высшему, тот тверд и непобедим. Он дал волю духу своему, нерушимому и оявленному в беспредельности. Нужно быть готовым услышать не только великую музыку сфер, но вой животного ужаса. невозможно знать лишь одну сторону бытия, только познание всего мироздания даст утверждение победы. Неразумный боится каждого мрака, но для познающего даже мрак есть сравнение со светом. Знающий о мире света не устрашится мраком. Так нужно познать чудную музыку сфер, но и понять, что на этой ступени слышны и вопли мира. 205. Если соберем факты, то поймем стремительность событий. Можно видеть, насколько каждый час несет небывалые события. 206. При опытах над психической энергией следует обратить внимание на различные оттенки проявлений. Первоначальное наблюдение даст как бы схему, но внимательный исследователь уловит множество своеобразных подробностей. Так, например, вы уловили необычное крестообразное движение над мозгом наблюдаемого. действительно такое движение очень прискорбно, оно означает или высшую степень одержания или безумия. Также можно заметить, что на протяжении весьма краткого времени показания резко меняются, потому нужно производить повторные наблюдения. Ведь психическая энергия, как волны океана, в них множество течений, многие условия влияют изнутри и извне. Очень важно наблюдать такие кривые, как температуру духа. Также очень важно отмечать, когда покажется то же самое качество и для живого, и для мертвого. Немало причин такому явлению. Может быть, жизнь уже отлетела, может быть, одержание затемнило основную природу, может быть, гнев погасил все центры, может быть, болезнь овладеет организмом. Но во всяком случае такое явление заслуживает внимания. Можно наблюдать рост круга сознания и следует порадоваться такому подвигу. Также нужно обращать внимание на всякое дрожание, остановки, перебои и отступление от правильных фигур. Они зависят от психического состояния и от различных заболеваний, потому нужно наблюдать как здоровых, так и больных. Ту же задачу можно продолжить над рукописями, над цветными поверхностями и вообще над предметами, бывшими в человеческих руках. Таким образом, и вопрос о человеческой ауре и человеческих накоплениях на предметах может получить новые движения. Конечно, ясное сознание самого наблюдателя много помогает, раздражение плохой проводник. 207. А ум в своем высшем звучании приводит сознание в лучшее состояние для наблюдателей за психической энергии. Можно радоваться, когда простыми средствами можно приближаться к очень важному и наглядному опыту. 208. Мысль о нас как очищение сознания подобно смотрению вдаль. Тогда дух человека приобретает особое мужество, которое теплится и переносит через опасности. Без высшего мира трудно отправляться в путь. 209. Не надо смущаться, если кто приложит слово физиология к миру высшему. Конечно, каждый сознательный человек выберет наименование более достойное, но для среднего понимания и материя, и физиология не будут неверными определительными. Материя есть дух, физиология есть закон бытия. Никто не может сказать, что дух не вмещает всего. Физиология только условное определительное многих действующих законов. Конечно, при глубоком изучении найдутся и более отвечающие наименования, но даже для самых высших понятий можно найти сопоставление в физическом обиходе. Люди не закрывают накрепко больной зуб или открытую рану. Они понимают необходимость доступа воздуха, чтобы не лишить полезного вещества. Также и духовное познавание не должно быть лишено общения с миром высшим. Так же, как телесная гигиена необходима для земной жизни, так же нужна и профилактика духа. Не удивляйте, что и мы прилагаем врачебные термины к духу, но ведь таким образом и врач почувствует, что его сфера близка миру высшему. Пусть каждый от своей меры, хотя бы терминами механики, направляется к тому единому пути. 210. Так невозможно запрещать свободное познавание. Такой запрет будет свидетельством невежества. Среди познавания отличен будет истинный путь. Чем разнообразнее будут исследования, тем прекраснее будут следствия. Не может быть темных путей для просветленного глаза. Он отличит особую убедительность при исследовании самых различных исканий человечества. Мы не отрицатели, ибо отрицание не позволяет углубить изучение. Много иероглифов рассеяно по миру. Только в добром желании можно приблизиться к сокровенным знакам. 211. Нужно людям освободиться от всякого высокомерия, по отношению ко всему им неведомому. Так можно постоянно замечать, что невежды утверждают оскорбительные суждения обо всем, что им недоступно. Необходимо, чтобы ученые первые показали пример, достойный в широком допущении. Совершенно исключается эволюция, где люди не признают возможности познавания беспредельного. повторяю, успех усовершенствования начинается от самосовершенствования. Каждый, желающий примкнуть к великому служению, должен избавиться от высокомерия. 212. Нужно стараться находить простейшие причины явлений. Люди замечают, что ясно слышание удается на рассвете. Причина к тому изыскивается очень далеко от истины. Полагают, организм отдохнул после ночи. Думают, токи предрассветные помогают. Но самое простое естественное решение забывают. Конечно, ближайшая причина в том, что за время сна человек соприкоснулся с тонким миром и в нем усилил свои тонкие свойства. Подобные сопоставления можно привести из многих областей, но все они лишь доказывают, что человек слишком мало думает о мирах высших и тем лишает себя решения наивернейшего. 213. Сон есть приобщение к тонкой сфере. Состояние сна показательно с точки зрения психической энергии. Она несомненно усиливается, но в особом качестве. Иначе говоря, она приобретает своеобразное качество тонкого мира. 214. Найдутся люди, которые не захотят понять, что есть высокомерие. Поможем им понять и скажем, не умоляйте и избавьтесь от отвратительного червя умоления. Умолитель почти равен предателю. При наличии такой ехидны не может быть и речи о собеседовании с высшим миром. Делать ничтожным недостойное превращение. Думающий о ничтожном и сам окажется на ничтожном пути. В смысле о ничтожном невозможно великое собеседование. Можно собеседовать в простейших выражениях, но смысл их не будет ничтожным. Кто озабочен превратить ближнего своего в ничтожество, тот мерит в свою меру ничтожную. 215. Найдутся такие враждебные люди, которые заподозрят в слове аум нечто невместное. Скажут они, зачем забыты другие прекрасные символы? Какой умысел вне упоминания других превосходных понятий? Скажем, ничто не забыто, ничто не умолено, ничто не разрушено. Мы не умолители и не страдаем высокомерием, но никто не может отнять древности понятия аум. во всей его знаменательной троичности. Не следует отбрасывать знаки первоначальные. Вместо враждебной невежественности лучше проявите человечность и покажите любовь к познаванию, преуспейте любовью. 216. Бывают люди, могущие уловить радиоволны без аппарата. Сама по себе такая способность не представляет особого достижения, но дает полезное сопоставление с передачей мысли. Основная энергия тождественна. Если более грубое послание радиоволн может быть воспринято, то и следующая ступень вполне возможна. люди постоянно воспринимают мысли пространственные и трансмутируют их на своем языке, но даже такую простую истину нужно твердить. Непонятно, почему люди так противятся простейшему соображению о мысли, как об энергии. Точно такая истина может потрясти очаги людские. Правда, энергия может вытрясти некоторую пыль, но дом от этого чище не будет. Не избегайте случая поговорить о мысли, как о двигателе. 217. Когда тело устало в одном положении, советуется переменить состояние. То же самое во всех обстоятельствах жизни. Каждая смена имеет свои причины. Научимся, рассудить о них. Тем самым каждое состояние удостоверит свои преимущества. Так повторяю, утверждая терпимость. 218. Основа жизни должна быть чиста. Правда, некоторые двуногие всю жизнь проводят в грязи. Они все же как-то прозябают, но каждый привыкший к чистоте задыхается в грязи. Совершенно то же и в пище. Кто привык к пище чистой, тому нездорово наполняться нечистыми разложениями. Кто от детства привык к пище нечистой, тот не подвержен последствиям. Но должен помнить, что в пище нечистой заключаются зачатки самых ужасных болезней. Можно не отдавать себе отчет лишь некоторое время, но потом посев даст жатву. 219. Литургия есть особое необъясненное состояние между сном и смертью. Сердце почти не работает, тело неподвижно и утверждается неземное выражение лица. Между тем человек не только жив, но и возвращается к бодрствованию по своей причине, которую никто не понимает. Наступление литургии неожиданно, и обстоятельства такого переходного состояния никогда не могут быть известны окружающим. На нашем языке это есть длительное выделение тонкого тела. Такое состояние не есть болезнь и должно быть рассматриваемо как неестественное напряжение организма в отношении тонкого мира. Оно может получиться от переутомления, испуга, от потрясения горем или неожиданной радостью. Особенно замечательное мгновение пробуждения обычно присутствующие очень вредят неуместными восклицаниями и вопросами. Каждый такой вопрос уже есть внушение. Следует с величайшей осторожностью не расплескать удержанные впечатления. Потому чаще всего люди, вернувшиеся из литургии, начинают уверять, что они ничего не помнят. Вернее, такие воспоминания выбиты из сознания какими-то несвоевременными вопросами или шумом. таким образом пропадает возможность ознакомления с тонким миром. При пробуждении очень полезен аромат розового масла. 220. Также нужно обратить внимание на так называемые родимчики. Они показывают развитие нервных центров. с таким состоянием нужно проявить особые спокойствия. Природа таких детей очень одаренная, но щит тела должен быть крепок. Нужно увидеть в таких проявлениях как бы переполнение чаши. Недаром в древности называли это божественным посещением. При таких припадках нужно полное спокойствие всех окружающих. Тепло, запах розового масла, ровная температура. У некоторых народов употреблялась тихая музыка, и такое проявление могло помочь, ибо помощь должна быть психическая. 221. Каждый нервный припадок может быть исцелен при условии спокойствия, окружающих и при воздействии звука, цвета, аромата и ровной температуры. Но трудно найти все такие условия. Кроме того, необходимо применить именно то сочетание звуков, цвета и аромата, которое индивидуально нужно в этом состоянии. Потому очень важно, чтобы как можно больше производилось опытов с воздействием звуков, цвета и аромата. Уже в школах можно производить многие полезные исследования. Трудно в частных домах найти для этого особую комнату с достаточными приспособлениями, но в школах и в больницах следует иметь хорошее помещение с некоторыми приборами. Так можно присоединить к внушению много полезных условий. 222-е. Многие параличи можно излечить посредством усиленного внушения. Много болезней, например, зачатки рака, туберкулеза и язвы желудка могут быть остановлены внушением, усиленным психическими воздействиями. Можно заметить, что страдания рака усиливаются от алого цвета, но фиолетовый успокаивает. Также и в звуках консонанс мажорный будет усилять воздействие фиолетового луча, но диссонанс будет усиливать боли. Не будем отнимать от врачей возможности новых нахождений. Пусть исследуют многие сочетания, но нужно напомнить о ближайших путях науки. Когда в основе лечения лежит созвучие, тогда можно представить себе, какая тонкость энергии будет вызвана на помощь человечеству. 223. Никто не должен называть психическое воздействие колдовством. Пусть такое невежественное суждение останется в далеких временах, наоборот, всякое исследование психической энергии есть истинный прогресс. 224. Напрасно думать, что психическое лечение поставлено удовлетворительно. Попытки лечения светом или звуком слабы и разрознены. Никто не занят изучением соответствия аромата к цвету и звуку. Но главная ошибка в том, что почти нет врачей, которые поняли бы соответствие миров. Без познания этих основ можно погрязнуть в узком материальном плане. Но сфера психической энергии касается всех планов. Она может быть познаваема лишь во всей утонченности. Так врач не может говорить об одержании, если он сам не имеет представления о мире тонком. Врач не может понимать световое лечение, если он не распознает шкалу красок. Не может распознать утонченную тональность, если кто любит грубейшую музыку. Нельзя прописать лечение ароматами, если кто не может сам распознать их. Говорю не к унижению врачей, наоборот, хотел бы вооружить их на спасение человечества. Слишком много отравы умножилось. Много средств направлено лишь на разрушение психической энергии, потому не только в городах, но и среди природы уже нарушается прана вторжением нераспознанных токов. Между тем, нужно понять, что человечество не имеет права отравлять атмосферу Земли, а оно ответственно за гигиену планеты. Можно просить врачей отнестись внимательно к пониманию соотношений миров и к утончению своих чувств. Не может злой говорить о добре, не может грубой судить об утонченности. 225-е. После познания внушения можно думать о средствах усиливающих его, но сперва нужно познать все стадии внушения. Если человек постоянно внушает и находится под внушением, то как же внимательно нужно уметь различать степень земного и тонкого воздействия. Для этого научного исследования нужно, чтобы сам ученый был познающим градации миров. Если он будет отрицателем, то лишь возрастит поколение невежд. 226-е. Ни в одной врачебной школе не преподается психология. Такой предмет вообще не существует. Слово психология связывается с педагогикой, но не с познанием качеств психической энергии. Невозможно допустить, чтобы врачебное образование могло обойти такой основной предмет. Познавание психической энергии позволяет явить внимание к лекарствам. Насколько меньше потребуется лекарств, когда врачи смогут применить психическое лечение? Условия помощи психической энергии обновят все явления жизни. Не будем отделять высшие понятия бытия от врачебной помощи. Сколько древних источников указывает, что священнослужители были врачами? Так подчеркивалось, что врач должен иметь авторитет, иначе он будет ходить в хвосте болезней, не имея возможности предотвратить их. Но нужно найти смелое слово, чтобы утвердить высшую связь миров как залог здоровья народа. Не будет здоровья, пока люди не будут знать, зачем они несут земную тягость. Невозможно удовлетворить сознание в сфере одной маленькой планеты. Ужас будет скрести сердце, которое отделится от прекрасной идеи единства миров. Пусть именно врач, как жрец науки, вносит в дома знания мира света. 227. Пусть народ ценит каждое знание. 228. Пусть правитель покажет первое уважение к науке, ибо часто именно правитель не считает себя обязанным преклоняться перед знанием. Через знание вновь войдет осознание мира высшего. Нет иного пути. 229. Пусть покажут люди, что они хотят не прозябать, но стать лучше. Они забывают прекрасный закон улучшения. Нередко слово эволюция понимается как какая-то навязанная обязанность, но радость улучшения не от навязывания и неразрывность зерном духа. Только в этом понимании можно пройти все ущелья тьмы. 230. Всегда советую записывать разные наблюдения. Из них со временем образуется ценная хроника. Такие записи помогут изучению истории эволюции. Например, напомню одну запись. Некий опытный наблюдатель рассказывает о своем свидании с известным деятелем. Во время разговора можно было заметить, что собеседник находился как бы в сонливом состоянии. В то же время около него можно было различить смутное облачко, которое волновалось и меняло место. Можно было понять, что тонкое тело почти вышло из моего собеседника, но он был невозмутим, излагая план своего будущего выступления. При прощании он снял перстень и неожиданно просил меня принять его на память. Через три часа мой собеседник был убит злоумышленником. Является вопрос. Если тонкое тело видело пригодавление к убийству и дух уже дал перстень на память, то почему сознание не предупредило о заговоре? Ведь мы имеем дело с очень сложным законом высшей мудрости. Так записывал на французском языке наблюдатель. Можно припомнить несколько раз такое наблюдение, когда люди недоумевают, почему кто-то как бы не знает близкого будущего. Можно понять сложные законы кармы и познание в тонком теле. 231-е. Очень полезно изучать древние языки. В них запечатлена история мыслей человечества. Можно следить, какие понятия развивались или упразднялись. Возьмем санскрит и латинский язык. Можем увидеть, насколько латинский уже обходится без очень глубоких понятий. И Рим, устремленный к материализму, не сравним с памятником мысли Индии. Язык есть летопись народа, словарь есть история культуры. 232-е. Душа народа есть открытая книга. Можно знать, насколько она звучит в каждом проявлении. Потому изучение народа есть наука. Кто хочет заглянуть в будущее, должен знать, какие врата можно открыть. Добро и доверие могут быть сложены на знании народа как целы. Можно промерить, где сокровища и где ветошь. 233-е. Утешение в понимании трех миров. Ничто другое не может оценить достояние истины. 234-е. Несомненно, встретите нарекания. Почему высший мир упоминается на тех же страницах, что и наука? Так будут говорить те, кто не понимают мир высший и умоляют науку. Такие малые громотеи очень распространены и по бессердечию своему весьма злобны. Они занимают разные общественные положения и потому могут шептать во многих местах. Отвечать им было бы бесполезно. Каждый сердечный человек будет радоваться каждому доброму пониманию о высшем мире. Каждый умный человек оценит слово в защиту науки. Из земных предметов любовь и творчество больше всего сочетаются с понятием высшего мира. При упоминании о мире высшем достойный человек будет радоваться. При рассуждении о науке он будет сердечно восхищен. Если оба понятия вызовут лишь осуждение, это будет знаком мертвого сердца. Не огорчайтесь, встречая отрицателей и осудителей, это так же неизбежно, как существование света и тьмы. Чувство знания подскажет. Где такая степень тьмы, что дальнейшие убеждения невозможны? Сеять можно на доброй земле. Вы уже знаете, что понимающие друзья приходят вне земных соображений. Бывает, что даже джинны строят храмы, но высший мир и знания им недоступны. Рано или поздно они возмутятся и вернутся во тьму. Не назвать ли примеры? Так послужите миру высшему и науке. Пусть через любовь в свете знания прояснится мысль о мире высшем. 235. Особенно непонятно видеть, как люди из почитания часто впадают в умоление. Они пытаются изобразить неизображаемое. Получается облик ложный, который лишь унижает высокое понятие. Много таких ложных представлений рассеяно в веках. Люди твердят о незримом и тут же обликают свет в каменные формы. Пора проявиться измеримость. 236. Неподкупен мир высший. Но люди вместо очищения мыслью и трудом все же пытаются подкупить милость высшую. В таком невежести сказывается полное нежелание подумать о сущности миров. История возникновения молитвы показывает, что сперва произносились гимны, потом моления о всех и лишь позднее человек дерзнул докучать требованиями о себе. Даны достаточные доказательства, насколько все порожденное самостью непригодно для эволюции. Нельзя купить милость и справедливость. Разве не позорно, что приходится твердить такие слова? Можно заподозрить, не происходит ли инволюция? Конец калии юги может дать такие явления. Указаны страшные катаклизмы, но что может быть ужаснее, нежели катастрофа в духе? Никакое землетрясение не сравнимо с разложением сознания. Нужно напрячь все силы, чтобы удержать человечество от пропасти, потому каждое размышление о мире высшем есть необходимость дня. 237. Правильно замечено, что некоторые растения имеют аромат мускуса. Полезно собрать сведения о таких растениях. Они не будут обладать всеми ценными качествами жизнедателя, но все же в них скажутся полезные свойства сохранения бодрости. Иногда можно заметить, что и соседние растения начинают приобретать тот же запах, корни и почва могут быть проводниками. 238. К самому сложному можно приблизиться простейшим путем. Главное внимательность. Даже очень опытные наблюдатели растеивают ее среди обыденности. Но мир выше желает любовь и признательность. Как же иначе через плотные условия рассматривать тонкие признаки? 239. В мире все неповторимо. Так можно усвоить насколько много необычного. Без такого понимания люди не найдут своего земного положения. Нельзя мыслить об эволюции, если неизвестны отправные причины и достижимая цель. Не имеет смысла земное существование без понимания причины и следствий. Но если люди хотя бы отчасти осознали необычность окружающего, они могли бы легче напрячь мысли к высшему миру. Нельзя уговорить людей без переходной ступени обратиться к столь отличной сфере как мир высший. Но если глаз будет постепенно различать окружающие многообразие, он легче приучится к распознаванию тонких проявлений. Поистине все должно быть воспитываемо. 240. Могут спросить, почему люди не должны в плотном мире помнить о своих тонких пребываниях. Одна из причин, почему нельзя припомнить все из тонкого мира, есть уже невозможность вместиться в оболочку плоти. Именно не мог бы дух принять плотную эволюцию, если бы он сохранил в себе память о пространствах мира тонкого. Ведь из мира тонкого можно иногда узреть и огненное величие, которое мир плоти может постигать лишь в редчайших случаях. Даже лучшие духи лишь иногда могут вспомнить свои земные существования, но совсем редко они сознают себя в условиях тонкого мира. Иногда выделение тонкого тела приносит некоторое познание жизни в тонком мире, но припомнить тонкие существования очень трудно и несовместимо с земными условиями. 241 Могут вам объяснить, что три буквы АУМ означают прошлое, настоящее и будущее, и такое значение имеет основание. Основа прошлое, свет, настоящее и приближение к сокровенному в будущем. Конечно, сиятели разных толкований имеют в виду лучшие разъяснения, но такие объяснения часто направлены от земного понимания. Мысль не имеет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Мысль вечно, как беспредельность. Если будем рассуждать о беспредельности, то все меры изменятся, вырастут понятия конечного и беспредельного. В бесконечном не будет произвольных толкований, ибо в беспредельности все вмещается. Потому, когда говорим о величии основ, то убережемся от применения земных мер. Тем более не будем основываться на конечном, ибо в сущности конечного не существует. 242 Пусть мысли приобретают полезные полеты. Нужно воспитывать их, чтобы дальние расстояния не смущали мыслителей. Прежде чем почувствовать себя гостем всех планет, нужно приучить сознание к малым размерам земли. Особые преступления зарождались от несоизмеримости представления земли и ее места во вселенной. Из этого происходило затемнение религий, невежество государственное и преждевременное заболевание. Поэтому мысль должна не только охватить землю, но и любить мысленные полеты к дальним мирам. 243 Казалось бы, сказанное просто. Но почему же оно так редко применяется? Неотвлеченность преподана, неблуждание мыслей заповедано. Нужно заострить стремление мыслей во всей реальности. Но только немногие поймут различие между мыслью отвлеченно-блуждающей и мыслью реальной. Только в непреложности может сиять мир высший. Также просто соображение о наполненности пространства. Много написано об этом. На большинство людей такое сообщение все-таки будет непонятно. Нужно воспитывать мысль. 244-е. Много указывалось о необходимости развития и терпения. Но на чем будет такой пробный камень? Полезно начать разговор с самым узким отрицателем. Пусть он излагает неправдоподобные измышления, но терпеливый мыслитель покроет каждое невежество, не прибегая к отрицанию. Мыслитель в творчестве мышления убережется от раздражения. Во время урока терпения не раздражаются. Пусть невежды выходят из себя, ведь у них не имеется другого довода. Но испытатель терпения не унизится приемами свойственными невежным. Пусть даже в школах задают задания терпения. невозможно без познания терпения помыслить о беспредельности. Размеры задания высшего мира требуют испытания терпения. 245 Много гонений на мыслителей. Но пусть гонимые скажут «Нас гоните, но мысли наши уже посеяны, ничто не может истребить мысли в пространстве». Не имеет смысла изгонять мыслителя, ведь его достояние неразрушимо во всех мирах, не только неразрушима мысль, но даже она растет в пространстве. Само удаление мыслителя из плотного мира лишь дает ему широкую область мышления. Убийцы и отравители недельно поступают. Они думают освободиться от посевов мыслителя, но тем самым они лишь укрепляют его. 246 «Около одного уважаемого учителя собралось много учеников. Занятия шли успешно. Но потом прошел слух, что в отдаленном городе появился другой учитель. Такое сведение постепенно поселило в учениках сомнения, раздвоение мышления, обессилило их внимание и лишило успешности. Однажды учитель сказал «Пойду в горы, вы же между тем укрепитесь в усвоении учения». Учитель ушел, но через краткий срок нежданно ученики были посещены новым учителем, которому весьма обрадовались. Наконец один ученик, желая сказать приятное новому учителю, воскликнул «Насколько твое учение превосходнее и понятнее прежнего?» Тогда новый учитель снял тюрбан, распахнул одежды и изменил выражение лица, и все ученики узнали своего первого учителя. Они пришли в великое смущение и шептали «Зачем изменил ты облик?» Он рассказал им «Хотели иметь нового учителя и превосходное учение? Я помог вам в этом?» Так можно и в древних сказаниях найти свойства людские, обычные для всех веков. 247. Не следует устремляться к новому лишь для отрицания основ. Познание есть наш совет и приказ. Познание не имеет ничего общего с предательством и кощунством. Там, где гнездится сквернословие, там не ищите истинного познания. Никто не запрячет тончайший цветок в кошель, желая не испортить его. Тонкое требует тончайшего обращения. Не только по речайшим праздникам, но и ежедневно не следует рвать одеяний. По праздникам люди берегут одежды, но в обиходе не заботятся о них. Сколько же тончайших одеяний погибает? 248 Не осторожность приведет к заблуждению. Где прежние, где новые, нужно быть бережным. 249 Сами видите, насколько люди не понимают значение простых слов. при таком уровне нужно пощадить смущенные умы и твердить как глухим. Много раз говоря с глухими, вы не могли быть уверены, много ли из ваших слов дошло до их сознания. Очень трудно принять в соображение все недостатки слуха, зрения и других чувств, но идите, зная, что немногие слушатели услышат, немногие увидят, но пространство видит и слышат. Так идите. 250 Уже наблюдали, как при известном напряжении зрения можно видеть лики прежних воплощений. Можно ясно убедиться, как перестраивается облик нынешний в облик минувших веков. Вибрации и кристаллические образования доказывают присутствие определенной энергии. Не может быть вопроса о самовнушении, ибо оба действующие лица не знают, во что выльются образования. Часто они начинаются не от изменения черт лица, но от каких-то подробностей головного убора или одежды. Сам характер лица меняет совершенно незаметно и в самых неожиданных чертах. Можно отметить, что редко лица остаются в нынешнем облике. При всех таких неожиданных превращениях исключается всякая преднамеренность. само очень болезненное напряжение глаз показывает, что процесс не ментальный, но психическая энергия действует через глазные центры. Часто и такие опыты могут повредить зрение, но наличность таких физических ясновидений чрезвычайно важна. Могут быть ясновидни под внушением, но тогда психическая энергия будет действовать через мозг, и не всегда можно заподозрить внушение со стороны от самого гипнотизера. Гораздо убедительнее, когда психическая энергия действует непосредственно. Та же непосредственность сказывается и в действиях с маятником жизни. Самовнушение также исключено. Честный исследователь не знает получаемых следствий. Он бывает изумлен более всех присутствующих при первом и втором случае присутствующие вообще нежелательны. Не следует иметь поблизости нечто могущее влиять на психическую энергию. Древность таких опытов неисчислима. Кроме того, они служили как в государственных, так и в судебных делах. Нужно признать всю необычную пользу таких опытов с психической энергией. И душевные болезни, и колебания духа, и сама искренность будут доказаны. Так же и одержание. 251 Если собрать все опыты с психической энергией, то получится ценная сокровищница доступа к высшему миру. Ничто сверхъестественное или темное не утяжелит такие наблюдения. Так естественно, честно и полезно будет наблюдение над великой психической энергией. 252 Предложат и такое толкование о ум. Первое на основе проявленное. Второе явленное в тончайших энергиях. Третье несказуемое в огне величии. Каждое толкование в сущности сводится к тому же троичному построению, от которого как от истины не уйти. Также скажут, что общее значение «да» будет такое же утверждение. Можно найти его во всех верованиях, иногда оно будет даже внешне созвучать. Так не будем чрезмерно погружаться в толкования, которые не однажды изменялись. Главное в том, чтобы сущность понятия была непоколеблена. Призовем всю устойчивость. 253 Неустойчивость была особенно осуждаема в древности. Она называлась гибелью. Она ставилась в упрек, как противовес продвижению. Шатане считалось невежеством и неудачью первого образования. Предполагалось, что от истины основа ученик не будет блуждать, но станет непрерывно совершенствоваться. 254 Совершенствование не полагалось как нечто от самости. Улучшение имеет в виду общее благо и по природе своей не может быть достоянием личным. Пример «Каждая добрая мысль уже общеполезна в пространстве». 255 Во многих странах, когда люди хотят подтвердить непоколебимо, они торжественно произносят слово «Амин» или «Аминь». Явление многих слов можно установить в древних источниках. Когда посмотрим значение слова «Амин» по-гречески, по-еврейски, по-египетски и по-шумерийски, то через многие ступени придем к тому же утверждению троичного символа. Так, вместо разъединения знание лишь научат объединению. Только злые в природе своей могут стремиться к умолению и разъединению. Каждый последователь знания найдет всюду золотой путь к единству, величия и света. 256. Найдутся люди, которые особенно ненавидят подтверждения и доказательства. Такие люди будут настоящими невеждами. Правильно будет спросить, имели ли они когда-нибудь сознание, или они происходят от животного состояния. Часто вас могут спросить, изнашивается ли сознание. Зерно духа прочно, чаша накопляется, но степень сознания может колебаться. Главная причина будет леность в тонком мире. Такое свойство может запереть зерно духа и чашу на 40 затворов. Особенно может быть подвержен такой лености слабые сознания, проведшие земную жизнь без преодоления препятствий без труда. Можно наблюдать, как такие сознания цепляются за тонкий мир. Не две тысячи лет, но гораздо больше они хотели бы удержаться от нового испытания. Так нарождаются отрицатели злые. 257 В тонком мире можно быть в низших слоях очень долгие столетия. Не следует изумляться находчивости некоторых людей. В безумии они могут произвести многое, невозможное здоровому человеку. Своего рода безумие бывает в тонком мире. Несомненно, закон настаивает на сроке воплощения, но может быть такое безумие сознание, что только зло может породиться в большом размере. Как трусливые воины отрубают себе пальцы, чтобы избежать сражения, так и безумцы, обитающие в тонком мире, ухищряются избежать призыва под знамена труда. Нельзя совсем избежать закона, но укрываться временно во тьме возможно. 258 Если сказать ученым о намагниченной воде, они могут принять такое выражение, но если сказать о воде заговоренной или очарованной, то будете сочтены за невежд. Между тем различие лишь в названии, но по существу будет применена та же энергия. Пора науки расширить кругозор, не стесняясь случайными наименованиями, именно из-за названий происходят все драмы жизни. Нужно приучиться от малых лет усматривать сущность. 259 Вы знаете, насколько психическая энергия работает в тончайших выявлениях. Трудно людям представить себе, что каждое проявление мысли уже оставляет след физически заметный. разве не чудесно следить за переливами мысли в каждой строке рукописи? Так же не менее замечательно, как одна психическая энергия вызывает показания другой, наслоенной на предмете. Можно таким образом понять, насколько атмосфера, насыщенная отложениями психической энергии, проявляется в виде приметных кристаллов. Будет время, когда откроют весомость мысли. 260. Множество болевых ощущений происходит от психоатмосферных напряжений. Не имеем в виду лишь атмосферные давления, но именно психические волны, которые могут создавать не только настроение, но и отражаться на нервных центрах. Невозможно представить себе, насколько насыщена атмосфера психическими энергиями. Такие эманации производят следствие не только на животных, но и на растениях, потому нельзя легкомыслно приписать все явления лишь грубым физическим условиям. Много тончайших психических проявлений пока еще не разгадано, но и сознание часто примитивно. вы не раз наблюдали такие необычайные несоответствия. 261 Итак, вы наблюдали, что психическая энергия, наслоенная на предмете, нестираема ни расстоянием, ни какими-то иными условиями, но тем больше ответственность лежит на человеке, как носителе мощи. Об но сокровенные выражения не позволяли людям осознать значение силы психической энергии. Какое право имеет человек пятнать окружающее пространство нечистыми мыслями? Следует много писать о значении основной энергии, иначе неточное, непросвещенное мышление снова забудет источник процветания. Люди не написали еще одну историю, а именно историю забвений. Такая хроника инволюции была бы полезна. Конечно, изучение древних периодов очень затруднено, ибо многие нахождения ждут открытия, но и те некоторые данные, которыми человечество располагает, уже достаточны, чтобы отметить многие волны забвения. 262 предметы добрые и злые создаются человеком. Мысли добрые, касания благие сотворят предмет благословения, и наоборот, касания злые могут создать очаг очень заразный. Не будем легкомысленно относиться к сущности психической энергии. 263 При опытах психической энергии неизбежна некоторая усталость. Такое ощущение лишь доказывает, что действует именно энергия. Нельзя унижать эту энергию как низшую физиологическую силу. Можно проследить ее во всех сферах и заметить усиление ее в пространстве. Опыт на высоких сферах может дать значительные следствия. 264 При изучении истории верований можно заметить, как неоднократно человечество уже охватывало тонкие понимания, но затем старалось забыть и отвергнуть уже постигнутые. Можно видеть, как издревле люди постигали закон перевоплощения для того, чтобы в судорожном гневе снова отвергнуть его. Причина жреческого отрицания понятна. Каста защищала свои прерогативы, а закон бытия мог уравнять права людей. Так происходило в разные века, но волны познания и невежества везде одинаковы. Они создают возмущение вот, так нужное для продвижения сознания. Потому каждый, стремящийся к познанию, приобретает спокойствие духа среди волнений и бурь. Не будем оставаться в невежестве, когда знание стучится во все врата. 265-е. Знание будет всегда положительным и утверждающим. Нет времени заниматься отрицаниями и запретами. Неверие и заблуждение будут уделами невежества. Знание ищет, исследует и утверждает. Когда оно встречается с противоположениями, оно прежде всего испытует, нет ли чего-то кажущегося. Не предстал ли призрак противоречий. Поединок знания не может быть с призраком, потому знание прежде всего дружественно будет исследовать кажущиеся противоречия. Не допускает знание препирательств перед лицом высшего мира. Обмен мнений не будет препирательством. Но 266 В человечестве так много нетерпимости и зверства, что нетрудно вывести заключение о степени невежества. Такая степень невежества заставляет твердить об основах, что пользуя в том, что человек научился читать, но остался зверем, и животные научались понимать некоторые знаки, но были все-таки животными, готовыми к кровопролитию. Потому нужно особенно кратко и спешно сказать о позоре невежества. 267 Каждая молитва есть преддверие, но не заключение. Обычно молитва понимается как нечто заключительное. Не может общение с высшим миром быть без последствий. Каждая приоткрытие сокровенных врат уже обновит струны сознания. Обновление не будет о прошлом, но должно направить в будущее. Молитва таким образом будет вратами в будущее. Следует запомнить эту творящую силу. Нельзя ограничивать себя явлением внешней молитвы. Такое притворство будет самым вредным кощунством. Но нельзя утверждать силу общения с высшим миром, пока не будет осознана основная энергия. Потому знание тонкого мира поможет сложить ступень к высшему миру. Тонкий мир уже становится почти лабораторным понятием. Пусть будут наименования разные, но цель изысканий будет едина. Не потревожим ученых, которые приближаются к великому неизвестному. Нам безразлично, как они назовут искры света единого. В приближении они заподозрят множество разделений. Они будут по-своему правы, ибо психическая энергия явит им свой лик в зависимости от качества энергии исследователя. 268 Многообразие психической энергии показывает ее мощь. Она не может оставаться в инертности. Она как истинный огонь вибрирует и действует непрерывно. Люди могут думать, что их энергия спокойно спит, но в сущность она не может оставаться в бездействии. Такова связь ее с энергией высшей. 269 энергии Каждый желающий исследовать психическую энергию должен прежде всего заняться испытанием своей психической энергии. При различных опытах можно заметить, как действует своя энергия. Каждая энергия имеет особые свойства. Ошибочно думать, что если закон един, то и все частичные проявления не будут совершенно одинаковы. Чем тоньше энергия, тем качества ее будут неразличимее на грубое зрение. Так нужно прежде всего установить прочно основное качество, которое будет пробным камнем. Таким качеством будет чистота мыслей при желании принести самоотверженную пользу. Лучи подвига будут лучшими светочами при изучении психической энергии. Внимательность также будет другом таких опытов. Всякое предубеждение будет вредным. Психическая энергия оседает на всех предметах. А осадки ее будут относиться к пространственным отложениям, потому можно изучать не только состояние личной энергии, но и энергии собирательной. Для этого нужно наблюдать снег или дождевую воду. Вообще развитие наблюдений даст много новых сочетаний. 270. Также для опытов полезна помощь от тонкого и высшего мира. Чистое мышление уже будет обеспечивать сотрудничество. Не нужно никаких вызываний, но созвучие сердца уже создаст мост светлый. так во всем можно находить лучшую пользу. Уже одна мысль о психической энергии даст возможность расширить сознание. 271. Познавательность есть особое качество сознания. Оно не зависит от рассудка, не зависит от окружающей среды, не зависит от школьного образования, оно слагается в области сердца. Человек, накопивший это качество, не может быть отрешен от познавания. Посредством психической энергии он найдет возможность познавать даже среди самых отвратных обстоятельств. Особенно значительно наблюдать таких людей от малых лет. Они отличаются от окружающих их и как бы знают свое назначение. Иногда эти знания проявляются даже в неожиданных словах. Иногда сами действия ребенка показывают, насколько дух его ищет нечто определенное, но обычно не поняты такие стремления. Очень осмеяна священная особенность, зовущая к восхождению. Но в будущей эпохе именно такие особенные познаватели будут оценены. 272 Напрасно некто утверждает, что мир невидимый не существует. Такая ложь будет равносильна отрицанию мысли. Мысль тоже невидима, но лишь невежество отрицает мыслительный процесс. Так можно начать отвергать все энергии, ибо они невидимы. В том же разве мир невидимый для всех незрим? Пусть отрицатели не судят по себе, суждение по себе есть рассадник самости. 273 Может показаться, что учение дается в одном размере, но если сопоставить последовательность учения, то можно видеть обороты спирали восходящей. Такой оборот производится, чтобы человечество незаметно двигалось вперед. Как рост травы невидим в каждое мгновение, так и новый оборот спирали не поражает сознание. Ведь разум человеческий не может вместить огненного построения, и потому нужно целесообразно дать ему, насколько он может воспринять. Последствия несоизменимости уродливы, и никто не может производить уродство в мире по своему невежеству. Построение должно быть гармонично, поэтому поучительно сравнить ступени, даваемые учением, получится знаменательная лестница восхождения. 274 Если человек скажет вам «Я все сделал, что в силах моих, не верьте». Он оправдывает себя, но в то же время и ограничивает. Когда человек воображает, что все исчерпано, именно тогда он теряет ключ к спасительному входу. Часто по невежеству или по лености люди отказываются от лучших решений. Сколько раз мы твердили о неисчерпаемости сердечной энергии, но сам человек может закрыть ее и лишить себя лучшей возможности. По существу заявление о всех силах исчерпанных, кроме всего, и самомнительном. Несожаление ли о самом себе подсказывает отступление и умытие рук? Часто человек жалеет себя и закрывает доступ силам высшим. Когда люди осознают соотношение энергии, они найдут оплод своей непобедимости. 275. Правильно обращайте внимание на удары, отраженные аурой. Именно немногие осознают такие нападения мысленные. Обычно люди приписывают такие явления случайным физическим причинам, но развитое сознание даже во сне разберется в истинной причине. Сознание есть верный щит. Аура и сознание образуют доспех защиты. 276. Люди обычно избегают слова единения. Они боятся его. В то же время они много говорят о сочувствии, но забывают, что оба понятия тождественны. Одно без другого немыслимо. Так же точно и в другие понятия люди пытаются подставить менее ответственны. Сочувствие может ограничиться словами, но единение должно вызывать действие. Каждое действие уже пугает малодушных. Они не хотят понять, что каждые мысли сочувствия уже сильное действие, если мысль подобающе выражена. Часто сочувствие ограничивается звуком пустым. Таким образом, ни мысли творящий, ни действий не происходит. Сочувствие убито безмыслием, единение разбито бездействием, человек опасается ответственности, но вместе с тем впадает бессердечием. 277 Частицы высшей энергии, которые имеются в каждом человеческом организме, должны быть соответственно и в других царствах природы. Царства животные и царства растительные умеют сохранять частицу энергии и в тонком мире. Особенно некоторые животные, бывшие около человека, сохраняют некоторую связь с организмом тонкого обитателя. Когда советую милосердие к животным, то имею в виду, что лучше встретить маленьких друзей, нежели врагов. Конечно, следует сохранять соизмеримость во всем, иначе можно получить неполезные животные излучения. Также, когда указываю растительную пищу, охраняю от пропитывания кровью тонкое тело. Сущность крови очень прочно напитывает тело, и даже тело тонкое. Кровь настолько неполезна, что даже в крайних случаях мы разрешаем мясо сушеное на солнце. Также можно иметь те части животных, где субстанция крови вполне переработана. Так пища растительная имеет значение и для жизни в тонком мире. 278-й Часто спрашивают, сохраняют ли свой облик животные в тонком мире. Редко, ибо отсутствие сознания часто делает их бесформенными. Туманные очертания, иногда как импульсы энергии, но часто даже неуловимы. Явления животных, конечно, относятся к низшим слоям тонкого мира. Такие потемки могут устрашать смутными обликами, считая, что тело человека не должно оставаться в этих слоях, но нередко люди походят сознанием на животных. 279-е Мир тонкий и наполнен прообразами животных, но лишь крепкое сознание усматривает их. Конечно, виды таких представителей животных не счетны от сложнейших до разлагающихся как ссор. Не следует думать, что обитатели тонкого мира все обладают одинаковым зрением. Хорошее четкое зрение обязано четкости сознания, потому от начала до конца мы советуем заботиться о ясном сознании. Давно сказано, что добро не живет в мутном колодце. 280-е Можно наблюдать, насколько одновременно живут на земле существа самых различных состояний, от первобытных дикарей до мыслителей самых утонченных. Кто-то будет уверять, что земля находится в периоде палеолита, но другой будет доказывать, что земля уже вступила в золотой век. Оба будут руководствоваться очевидностью. Также и в рассуждениях космогонических не следует удивляться соприкасаниям очень различных периодов. Так много различных мирозданий своей великой беспредельности. 281 Психическая энергия толпы должна быть наблюдаема. Можно установить возрастание силы в усиленной прогрессии, именно где двое объединены одной мыслью, там уже силы трех. Но не нужно забывать, что каждая противодействующая мысль поедает много окружающей энергии, потому так редко можно наблюдать успешные единения. Именно один конь может задержать весь караван, и успешное следствие может быть разрушено. Снова будет соткана ткань лучших энергий, но человечество щедро расточает сужденные ему достижения. Так легко прийти к пониманию ценности объединенных энергий. Это не отвлеченность, но сама физическая действительность. Люди хотят все завоевать и присвоить, но сила мысли для них пустое мечтание. Так расточаются истинные сокровища. 282. Лжец еще уверен, что его ложь не будет открыта. Убийца думает, что его преступление останется тайным. Иногда можно слышать, что в суде применяются внушения и психическая энергия, но такие попытки остаются одиночными и не происходит осознание естественных возможностей борьбы со злом. 283. Следует противостать злу как проявлению хаоса. Целые страны защищаются от океана, который может залить их навсегда. Соединенные труды всего народа создают поражающие сооружения защиты. Также и хаос может поглотить все достояние народа. Нужно понять, что воды хаоса проникают в сознание человечества. Эволюция есть антипод хаоса. Не будем глухи к раскатам хаоса. 284. С трудом люди решаются произнести простейший закон. Благословенное препятствие ими растем. Испытания довольно легко допускаются, но пока они не наступили. Никто не хочет ускорить продвижение через препятствия. Но еще не сноснее человечеству слышать о пользе страданий. Причина не в том, что некоторые боялись бы боли или неудобства, но они не сознают жизни внеземного существования. Они готовы претерпеть неудобства ночлега ради завтрашнего праздника. Но соизмерить жизнь земную с беспредельностью они не желают. Ужас перед беспредельностью является самым недопустимым позором мыслящего существа. 285. Где же будет мысль о бесконечности, если человек ограничивает себя земным существованием? Никто не поможет ребенку радостно посмотреть в будущее, потому и труд оказался проклятием. Правда, люди становятся долголетние, но к чему такая отсрочка, если они по-прежнему не знают о величии беспредельности? 286. И другое непонимание вредит восхождению человека. Он не обращает внимания на происходящее около него. Ему нужнее что-то чужое. Только чужое производит впечатление, но самое ценное, близкое, не вызывает внимания изучения. Такая несоизмеримость есть следствие неведения. Нужно во всем предлагать справедливые наблюдения. Такое обстоятельство очень обычно, но развитое сознание должно исправить и такую ограниченность. 287. психология есть наука о мысли. Изучение мысли не может ограничиваться одним народом и одним слоем народа. Сравнение сознания различных племен даст неожиданные выводы. Можно заметить, насколько потенциал мысли не зависит от внешней цивилизации. Также можно убедиться, что богатство не будет спутником мысли. Самые, казалось бы, тяжкие условия способствуют углублению мысли. Ущерб средств благоприятствует утончению сознания. История показывает, как слагались гнезда истинных мыслей. Потому наука о мысли есть наука о бытии. Нельзя усложнять изучение мысли никакими ограничениями. Кроме того, эта наука должна быть вечно живой, ибо мысль постоянно вибрирует и живет в пространстве. Так устремление к изучению мысли приведет к пониманию так называемых феноменов, которые есть не что иное, как неосознанная психическая энергия в различных ее проявлениях. 288. Совершенно недопустимы молитвы вредительские и саможеление. Когда человек кричит за что, он не думает ни о прошлом, ни о будущем. Он отрезает себя от сил высших, как бы обвиняя их. Также жалок человек наущающий вредительствовать. И самомнение, и невежество звучат, когда человек вместо слияния с высшими силами пытается их наставить на путь ненависти и жестокости. 289. Можно находить самые странные попытки изучения передачи мыслей на расстоянии. Привязывали навощенную шелковинку около кисти руки, и такую нитью соединяли двух человек на расстоянии. Обращали внимание на чистоту шелка и особое качество воска. Многие думали, как лучше изолировать нить над землею, но менее всего помнили, что психическая энергия не нуждается в нитках и воске. Людям казалось, что именно механическое пособие им дает успех. Но первый предложивший такой метод считал нить просто символом, на котором сосредоточить внимание. 290-е. Если существует передача мыслей на расстоянии, то должно быть возможным и перехватывание таких мыслей в пространстве. Действительно следует очень помнить это обстоятельство. Кроме проникания посторонних мыслей и в земном, и в тонком мире, возможны особые обстоятельства, способствующие перехватыванию мыслей. Одинаковость аур может облегчать доступ мыслей, когда люди долго жили вместе, и вели переписку, тогда они могут вмешиваться в ток. Если такие люди сделались опасны, тогда необходимо прервать связь ауры. Такое воздействие не может быть мгновенным, иначе оно отразится на здоровье. Каждый такой процесс должен происходить естественно. 291 Решительно все неравновесия должны быть изжиты естественно. Каждое страстное неравновесие не может быть прекращено приказом о насилии. Устремление на основе утонченного сознания будет строить мост прочный. Нужно познать пользу, и тогда придет правильная эволюция. Но без осознания невозможно преодолеть земные низшие страсти. Сфера, окружающая землю, уплотнена людскими страстями. Никакие силы не развеют этот туман, сотканный самим человечеством. Потому и созвучие, и цвет, и лучшие мысли будут как противоядие от заразы хаоса. 292 Во время особо тяжких токов учитель должен напоминать о всех обстоятельствах, которым нужно противостать. Не нужно думать, что такие усиленные напоминания представляют намеки на забывчивость. Наоборот, они должны лишь подкрепить, когда сложность событий как бы стирает ясность пути. В сложность событий есть столкновение проявленного с хаосом или светость тьмую. При самой сильной битве можно видеть множество переходных ступеней, потому понятно недоумение тех, кто не очень разбираются в тончайших уклонах. Около радуги много различных преломлений. 293. Если исследовать пространственные осадки в городах, то можно найти среди ядовитых веществ нечто подобное империлу. Осторожно наблюдая этот яд, можно убедиться, что он есть империл, выдохнутый злобным дыханием. Несомненно, дыхание, пропитанное злобой, будет вредоносным. Если яд отлагается в организме при раздражении, если слюна может сделаться ядовитой, то и дыхание может стать ядоносным. Нужно предвидеть, сколько злобы выдыхается, какое разнообразие зла может составить новое считание ядов при огромных скопящих народа. Оно будет усилено разными испарениями, разлагающейся пищей и всевозможных отбросов, которые валяются на улицах даже столиц. Пора позаботиться о чистоте задворков. Чистота нужна и на дворе, и в человеческом дыхании. Империл, выдыхаемый раздраженными людьми, есть та же грязь, тот же отброс постыдный. Необходимо подтолкнуть в людское сознание, что каждый отброс может заражать близких. Отброс нравственного разложения хуже всех извержений. 294. Ничто не может оправдать самопроизводство яда. Оно равняется убийству и самоубийству. Даже самые неразвитые люди чуют, когда входит такой едоносец. С ним входит и огорчение, и тревога, и страх. Сколько физических болезней вспыхивает от проникания империла, точно поджигатель проник. 295. Быстрота передачи мысли на расстояние неимоверна, но существует условие, которое замедляет даже эту молниеносную энергию, именно отравленная империлом атмосфера. Наблюдения над мыслью могут дать замечательные выводы, как физические, так и психические. Можно видеть, как злая мысль порождает империл, вещество физическое, затем то же вещество вмешивается в психическую передачу и даже может препятствовать срочному получению посылки. Так империл может последовательно усложнять следствие мысли. Обратите внимание на то, что империл порождается самостью, но затем действует на широкие массы. Значит, самость преступна не только для собственника, но и в отношении народов. Много полезнейших наблюдений происходит при опытах над мыслью. Именно такие размышления составят противоборство против самости. Каждое ущемление уже есть продвижение. 296. Можно наблюдать много примитивных методов для вызывания событий в памяти. Можно читать, как один правитель наклонял голову до колен, что перемена кровообращение способствовало пробуждению спящей памяти. Известно, что отшельники били себя в грудь, чтобы воздействовать на чашу. Уявление многих примеров показывает, что физическое кровообращение связано с психическими функциями. Тем более нужно уважать науку, которая рассматривает физическую сторону жизни, но тем самым открывает новую связь духовную, присущую всему бытию. 297 Орудие доброе при всех испытаниях лишь проявит свои новые качества. Истинно все доброкачественное не боится испытаний. Каждое испытание уже научит новым условиям, которые могли остаться незамеченными. Кто боится испытаний, тот трусливый невежда. Когда человек в сердце готов воспринять все опыты жизни, значит, он может мыслить о продвижении, он может различать, где вред и где польза. Какая радость отдать себя общему благу, не отвлеченному, но сознательному продвижению. 298. Часто мы упоминаем врачей и ученых, но не следует думать, что и другие занятия не должны быть упоминаемы, когда говорим о высшем мире. Законники и судьи могут для них применять законы земные, если не имеют понятия о законах мироздания. Как будут они устанавливать право земное, когда не мыслят о справедливости мировой? Нельзя изолировать землю от всех миров. Нужно понять взаимодействие мира земного и тонкого, чтобы иметь право судить о поступках людей. Невозможно ограничивать себя какими-то случайными бывшими решениями, которые не соответствуют действительности. Каждое время имеет свои особенности, и без представления о положении эволюции суд будет неправым. Так судья принимает на себя великую ответственность, чтобы остаться на гребне мировой справедливости. 299. Также и строители должны обогащаться вдохновением и сокровищницы мирового познания. Стиль времени складывается из жизни окрыленные знания. Как прекрасное строение, в которых запечатлена мысль о красоте. Можно видеть, как целые эпохи восходили строительным вдохновением. Само качество строения ощущается в прочности материалов. Созидатели должны знать и средства прочные. Может ли строитель отрицать мир высший? Трехсотые. Излишне говорить о смысле устремления к высшему миру поэтам, музыкантам, художникам, воятелям, певцам, ибо их выражение красоты основано на вдохновении. Кто же может обозначить грань между вдохновением и иеровдохновением? Неразличима такая грань между вдохновениями. Каждое вдохновение содержит некоторую частицу иеровдохновения. Только само сердце может определить степень восхищения. Сам участник красоты может почуять, когда поверх земных выражений нисходит начало высшее. Потому излишне убеждать служителей красоты о ее вершинах. Если кто не трепещет осознанием творящей красоты, он не будет работником на поле творчества. 301. Прочие области труда человеческого также не могут отрешиться от начала высшего. Труд земледельца не будет расширяться, если он будет рабом паденным. Каждая работа имеет творческую область. Мысль земная свяжет с земными пределами, но эволюция содержит в себе и высшее начало. Пусть будут написаны книги по разным областям труда. Пусть в них сравнивается труд рабский, ограниченный с трудом вдохновенным и беспредельным. Нужно показать во всей научности, какие возможности открываются при обновлении качества труда. Люди обиходом подавленные теряют кругозор. Также глаза человека не могут сразу освоиться светом. Пусть наука всемерно помогает расширению кругозора. 302. Можно замечать на подробностях жизни, сколько космических волн касают Земли. Только невежды могут отрицать, насколько часто великие токи проникают в пространство. События могут быть предуказаны, но также знаменательно проследить связь событий с психическими и физическими явлениями. И без астрологии лишь наблюдением природы можно сопоставить явления физические с событиями. Человечество творит больше, чем думают. 303. Следует сказать человеку «Не обессиливай себя». Недовольство, сомнение, саможеление поедают психическую энергию. Явление труда отемненного ужасное зрелище. Можно сопоставить следствие работы светоносной и работы отемненной, когда человек сам себя обокрал. Считаю, что наука должна и в этом вопросе помочь. Уже существуют аппараты для измерения давления крови. Также будут аппараты для сопоставления отягощенного или вдохновленного состояния организма. Можно убедиться, что человек, не поддавшийся влиянию трех указанных ехидн, работает в десять раз лучше. Кроме того, он сохраняет иммунитет против всех заболеваний. Так опять можно наглядно убедиться, что психическое начало главенствует над физическим. Особенно сейчас можно видеть, сколько вреда наносит себе человечество. Каждая мысль или камень созидания, или яд в сердце. Не нужно думать, что, говоря о самоотравлении, мы имеем в виду нечто новое. Истина это стара как мир. Но когда корабль приблизится к крушению, тогда следует вызвать к общей работе все силы. 304. Заботы земные как камни с горы. Чем ниже, тем стремительнее натиск обвала. Не лучше ли зайти на самую вершину, где нет камней обрывающихся? Устремление к верху преображает и забота о земном, они хотя и остаются, но смысл их меняется. Так можно познавать насколько вершина полезнее ущелья. 305. Одержание и самоотравление близкие соседи. То и другое одинаково мало, признаются людьми. При самоотравлении особенно легко одержание, но при одержании окончательно происходит отравление. Такое отравление неотменно. Некоторые утверждают, что при одержании здоровье не только не ухудшается, но даже улучшается большое заблуждение. Только напряжение нервное дает кажущееся здоровье. Но вторжение чужой психической энергии непременно откроет вход разным заразам. Одержание не есть психизм, но есть поражение всего организма. Скажем определенно, одержание есть не только заболевание психическое, но и явление заразы всего организма. Многие эпидемии имеют в основании одержание. Конечно, темный одержатель не будет заботиться о здоровье последователя. Каждая болезнь уже есть разложение, которое приятно тьме. Две психические энергии не могут долго жить вместе. Может быть, периодические ослабления одержания. Такой метод применяется одержателями, если они дорожат жертвой. 306. У стремления к высшему миру есть лучшие средства против одержания. Помыслы о высшем мире оказываются лучшим противоядием. Возвышенные мысли не только влияют на нервное вещество, но и очищают кровь. Опыты над составом крови в зависимости от мышления очень показательны. 307. Истина атмосфера тяжко. У нас заметно уплотнение низших слоев около земли. Причин много, но нельзя, чтобы бой не имел последствий. Тем более нужно беречь здоровье и вообще быть осторожными во всем. Когда говорю об единении, то имею в виду не только духовную необходимость, но и физическое здоровье. Люди не хотят знать это последнее обстоятельство и после сетуют на печальные следствиями. 308. При выздоравливании можно замечать, как иногда нечто препятствует процессу. Можно предположить, что сам больной задерживает устремление организма своим отрицательным отношением, но можно убедиться, что существуют и другие причины, лежащие вне человека. Пространственные токи будут сильными побудителями всяких реакций. В госпиталях, где возможно наблюдение над многими индивидами, следует умело наблюдать, почему прием того же лекарства действует различно. Среди пространственных условий найдутся многие разгадки. Не следует думать, что голубое ясное небо уже будет показателем полезных токов. Может быть, что грозные облачное небо утвердит лучшие токи. Мало наблюдают за пространственными токами. Мало обращают внимания на различные человеческие настроения. Нельзя объяснять все мыслями, напитывающими пространство. Кроме того, существуют тончайшие химизмы отдаленных миров. Такие токи приходят в соприкосновение с низшими надземными слоями. Можно представить себе, какие сочетания могут получиться. Человек и в этом случае мало заботится о своем ближнем. 309. Проследите развитие науки за последние полвека. Можно изумиться прогрессу знаний. Нужно в школах показать наглядно, чем была наука всего 50 лет назад и что она достигла теперь. Такое поразительное сравнение может открыть глаза человечеству на возможности будущего. Нельзя быть настолько невежестеным, чтобы запрещать развитие знаний. Не человекоподобен, кто преследует науку. Повторим эту укоризну несчетное число раз, пока самое мохнатое мышление не устыдится. Такое напоминание тем уместнее, что наука даже при быстром росте своем все-таки не выполнила и десятой доли сужденного ей на этот период. Причин много в косности человечества, но все-таки прискорбно видеть, что лучшие двигатели науки не оцениваются. Люди хотят исследовать пространство. Скромные стратосферные экскурсии, опыты телескопические, наблюдения над светилами все вращается в заколдованном круге, ибо не признана психическая энергия. Без нее останется детским занятием самый смелый полет. Без психической энергии не разглядеть пространственных путей. То же самое происходит во всех областях науки. Неразумно пренебрегать высшей энергией. Точно во времена религиозных войн и гонений смелые прозорливые познаватели должны прятаться, как алхимики от инквизиции. Такое позорное положение недопустимо. Триста десятые. Пусть не думают, что напоминание об инквизиции неуместно. К сожалению, оно применимо ко многому. Разные стороны жизни находятся под инквизиционным давлением. Именно темное начало обессиливает лучшие начинания. Тьма гнездится в коромах так же, как и в хижинах. Не будем успокаивать себя тем, что будто бы какие-то умы изо всех что-то выдумают. Человечество обязано мыслить, оно должно сообща устремляться к достижениям. Нельзя, чтобы хаос невежества в пышных одеждах вторгался и глумился над познанием. Триста одиннадцатые. Для исследования атмосферных условий учреждаются станции в разных странах. Именно имеют значение наблюдения условий в самых различных странах. Так же точно должны быть координированы в разных странах наблюдения над проявлениями психической энергии. Можно наблюдать, как иногда в самых отдаленных странах вспыхивают одновременно подъемы духа, являясь показателем каких-то высших причин. так же можно видеть и подавленность, которую выражает среди самых различных людей. Такие массовые явления должны быть изучаемы. Но не существует учреждения, которое взяло бы на себя такое важное задание. Может быть, найдутся отдельные наблюдатели, которые отдадут себе отчет важность такого сопоставления. Но усилия будут разрозненными и потонут в океане смущений и сомнений. Казалось бы, имеются общества, посвященные высшей мудрости, но при них нет отделов научных. Нужно иметь сотрудничество всех народов, чтобы заботливо отмечать и сравнивать явления психической энергии. Такая всемирность покажет единство высшей энергии. Только такими наблюдениями можно естественно дойти до ясного представления о мире высшем. на каком наречии, в каких словах найти доступ, чтобы люди поняли, в чем преуспеяние. 312. Именно ужасное время, но большинство людей не чувствуют причин происходящего. Можно всеми трубами прозвучать «Армагеддон», но люди только спросят, сколько стоит фунт Армагеддона. Никогда не было такого смешения ничтожного с великим. Можно бы надеяться, что люди, если не понимают, по крайней мере, не мешали бы в битве, но они мешают, и самые прямые пути делаются извилистыми. 313. Много неблагодарности. Советую и вам на будущее запасаться терпением и против неблагодарности и невежества. Чужие часто заботливее, потому мы прежде всего отмечаем людей по признаку признательности. 314. Каждый может наблюдать явление психической энергии в любом месте и в любое время. Нужно сосредоточить внимание и хотя бы кратко отмечать замеченные проявления. Наверное, среди таких заметок будут и ненужны, но этим и следует смущаться. Записи имеют огромное значение, ибо проявления психической энергии необычайно быстро забываются. Каждый день нечто необычное происходит. Не нужно считать, что имеют значение лишь какие-то потрясающие явления. Иногда уловление мысли или нахождение нужных страниц может дать очень показательный пример работы психической энергии. Кроме того, путь внимания выработает и терпение. Качество необходимое для исследователя. 315 Вы имеете обширную переписку с разными странами. Если ваши друзья начнут такие же записи о психической энергии, то легко может получиться значительное сопоставление не только самих фактов, но и индивидуального к ним отношения. Также и климатические условия и местные события должны вносить характерную окраску. Все разнообразие условий жизни может быть заметно при таких записях. Мужество неуклонного внимания поможет углубить наблюдение. 316 Правильная мысль записывать разные установления, полезные для человечества. Эволюция требует новых форм во всем. Нужно находить полезные выводы из сложившихся обстоятельств. Пределы знаний расширяются. Между отраслями науки создаются новые взаимоотношения. Многое недавно казавшееся разделенным, теперь оказывается растущим из новокорня. Появляется надобность в новых сочетаниях сотрудничества. Необходимо проследить прежние деления, чтобы заменить их более целесообразными. Такая нужда имеется во всех областях жизни, от философии и верования до самых практических наук. Употребляя слово «практические», делаю так не по смыслу, но применяю лишь обычное принятое выражение. Ведь действенность очень отдалена от так называемой практичности. Умение различать, насколько действенность опережает механическое представление жизни, научит понять, какое обновление нужно человечеству для эволюции. Не следует огорчаться, что некоторые нужные учреждения не сразу найдут признание. Пусть мысль работает, люди не поспевают за летом мысли, и тем не менее мысль ведет мир. 317. Могут спросить, что общего между аум и полезными учреждениями? И то, и другое есть выражение гармонии. Таким образом, не могут высокие понятия быть разделенными. Только предрассудок может так ослепнуть, чтобы не видеть путей к единству. 318. Иногда люди доходят до такой ограниченности, что умеют все сделать ничтожным. Самые высочайшие совеседования для них как крупа на мельницу. Устремление ослаблено всевозможными суевериями. Такая зараза гнездится в самых противоположных людях. Сказано о пути среднем или золотом. Лучше сказать о тропе, так узок проход между чудовищами. 319. Много драконов стерегут, чтобы препятствовать каждому продвижению. Многоцветные эти чудовища. Среди самых отвратительных будет серый дракон повседневности. Он пытается даже от самого высшего собеседования сделать пустую серую паутину. Но люди даже в обыденности умеют сохранить свежесть обновлений. Люди ежедневно умываются и находят освежение перед следующим трудом. Также и духовное умывание не должно стать пыльную ветошью. Немногие умеют одолеть дракона повседневности, но такие герои удестеряют свои силы и каждый день поднимают в поднебесье свой новый взор. Если беспредельность существует, то и дух человека не имеет мгновения обыденности. Радость может зарождаться от необычности ощущений, но высокое собеседование не может стать обычным. Скука не в беспредельности, но в человеческой ограниченности. Не дадим серому дракону ликовать. Он совсем не силен и отвратительностью лишь в безобразии обихода. Где удалена грязь и безобразие, там серый дракон существовать не может. Так одоление повседневности есть почитание высшего мира. 320. Кто любит точные знания, то должен уметь принять их. Многие могут говорить о своей преданности к точным знаниям, но на деле оденут каждый факт в пестр и лохмотье предрассудка. Они не ощущают недействительности своих же предпосылок. Они умеют жаловаться на недостаток материала для наблюдения и в то же время пренебрегают самыми неповторяемыми событиями. Они хотят обернуть мироздание по состоянию сварения желудка. Они отвернутся от самого яркого явления, если оно не соответствует их настроению. Но разве таков путь точного знания? Где же терпение, где же доброжелательство, где же неутомимость, где же наблюдательность, где же внимательность, которая открывает врата? Не устанем твердить, насколько все врата открываются, где нет жалоб, недовольства и отрицаний. 321. Песчаные бури являются очагами заразы. Нужно замечать, где проходит волны этих ужасных вредителей. Неполезно допустить такие разрушения. Народ может справедливо осудить те, кто допустили разрушения жизни. Целые века люди способствуют, чтобы наполнить низшие слои атмосферы частицами разложения. Не пора ли задуматься о соотношении психической энергии с окружающими атмосферными слоями? нельзя отравлять психическую энергию целых поколений. Сколько прекрасных душ погибают от отравления планеты? 322. Ритм труда есть украшение мира. Труд можно считать победой над повседневностью. Каждый труженик есть благодетель человечества. «Представим себе земли без тружеников и увидим возврат к хаосу. Несломимое упорство выковывается трудом. Именно ежедневный труд есть накопление сокровища. Истинный труженик любит свою работу и понимает значение напряжения». Уже называл труд молитвой. Высшие единения и качества труда возникают от ритмичности. Лучшие и качества труда растит ритм прекрасного. Каждый труд содержит в себе понятие прекрасного. Труд, молитва, красота, все грани величия кристалла бытия. 323. После труда работник и добрее, и терпимее. Много усовершенствования происходит в труде. В труде эволюция. Триста двадцать четвертое. Творение добра должно быть настолько естественным состоянием человека, что не нужно и говорить о таком назначении. Человек не может указывать на свои добрые дела, как на нечто особенное. Иначе можно предположить, что обычные состояния человека во зле и только в виде исключения он иногда допускает и что-то доброе. Много заблуждений накопилось в течение тысячелетий. Люди начали считать добро на золото. Люди понесли в храм золото и драгоценные камни, уверяя себя, что они представляют лучшие достижения в мире. люди внушили ложные понятия сокровищ и они помнили сказания о золоте как источники зла, но поспешили сделать из сказания сказку. Можно найти в истории человечества повторные восстания против золота. Каждый великий учитель являлся повстанцем против золота, и люди спешили убить каждого, кто осмеливался восстать против их любимого кумира. Конечно, говорю не о самом куске золота, но обо всем ужасе его окружающим. 325 Среди сокровенного особенно остается неизвестным, кому принесло наибольшую пользу посланное добро. Никто не знает, кому помогло его добро. Можно предположить, что мысль добра достигает определенное лицо, но это будет лишь предположением. Мысль, может быть, очень помогла кому-то нам неизвестному. Такая мысль будет посланцем добра. И человек спасенный не будет знать своего спасителя и признательностью обратиться к высшему миру. Когда он хочет выразить свою восторженную признательность, он посмотрит вверх вечное горнило творящей мысли. 326-й «Скажем благодарно АУМ». 327-е. Если человек прочтет все книги добра и не научится терпению, вмещению и соизмеримости, то он не человек, от таких жестокосердых не зазвучит признательность. О качестве признательности часто повторяю в разных символах. Необходимо понять качество признательности, как адамант бытия. 328-е. «Тайною мир держится». О тайне, о сокровенном говорят все заветы. В то же время сказано нет тайны, которая не стала бы явной. Любители искания противоречий могут торжествовать. Им кажется, что найдено нечто несогласуемое. Но они будут мыслить от земли. И, конечно, все надземное покажется им нелогичным. Но приложите те же слова к миру тонкому и высшему, и земные противоречия найдут свое объяснение. Конечно, все тайное, совершенное на земле, уже будет явным на высшем плане. И тайна, недоступная в плане беспредельности, покажется логичной. О земных противоречиях нужно уметь мыслить. Они происходят лишь от ограниченного представления. Как только будут реально осознанно миры и высшие, немедленно разрешатся земные недомыслия. 329-е. Жаль, что при окончании высшей школы забыто полезное испытание, применявшееся в древности. Ученики должны были изложить избранными задания перед самыми разными слушателями. При этом требовалось, чтобы были найдены выражения, понятные для всех. Задача трудная. Нужно было найти для одних слова простые и не утомить ими более образованных слушателей. Не всегда собрание было удовлетворено, но ученики все-таки прилагали лучшие усилия быть понятными и в то же время затронуть сложные и высокие понятия. Такие упражнения нужны всегда. 330-е. Особенно нужно остерегаться всякой несправедливости. Из нее растет безобразие. Человек должен понять, где начинается несправедливость. Не словами она определяется, но сердцем. 331-е. В гневе и раздражении человек считает себя сильным. Так по земному соображению. Но если посмотреть от тонкого мира, то человек раздраженный особенно бессилен. Он привлекает к себе множество мелких сущностей, питающихся эманациями гнева. Кроме того, он открывает затвор свой и позволяет читать мысли даже низшим сущностям. Потому состояние раздражения не только недопустимо, как производство империла, но и как врата для низших сущностей. Каждый раздражающийся, наверное, легко согласится с этим разъяснением и немедленно попустит раздражение еще горше. Такова природа обычного земного существа. Можно удивляться, как легко они соглашаются, чтобы тем легче отступить. При этом будут измышлены необычные оправдания. Может быть, самый высший мир окажется виноватым в беспорядочном сознании легкомысленного жителя земли. Удивительно наблюдать, как обвиняют высший мир во всех своих проступках. Так можно видеть, насколько самые простые истины нуждаются в повторении. 332 2-е Нельзя обвинять те явления, причины которых неизвестны. Только познание явлений тонкого мира может расширить суждение. Можно припомнить притчу о слепом, который, получив удар хобота слона, уверял, что его поразила рука Бога. Со всем уважением отнесемся к высшему миру. 333 Каким образом установить границу между негодованием и раздражением или между потрясением и страхом? Никто не найдет слов, определяющих такие почти соприкасающиеся чувства. Но будет время, когда наука найдет способ исследовать вещество, выделяемое при каждой эмоции. Чисто химическое основание пояснит, где, когда начинается определенное чувство. Маятник жизни своим движением показывает изменение психической энергии. Также точно химизм чувств будет определен. Уявление колебаний психической энергии показывает, насколько постоянно живет вибрация и отмечает даже малые уклоны энергии. Так и химизм чувств не может быть постоянен. На микрокосме человека можно наблюдать, как напряжены уявления вибраций космических. Не нужно думать, что все такие наблюдения не нужны. Наоборот, разве познание природы и человека не ведет к усовершенствованию человечества? 334 Поручаю учения каждому, кто живет во всех мирах. Не считайте такое определение неприложимым. Человек именно живет во всех мирах. Каждый день он навещает миры, но не может осознать этих мимолетных отсутствий. Лишь немногие понимают ощущение отсутствия. Не требуется долгого времени для безвременного духа. Такие ощущения очень характерны для развитых сознаний. 335 Маятник жизни иногда может очень бездействовать. Такие знаки будут около паралича от злобы. Не случайно выражение захлебнуться от злобы. Так показано, что злоба ограничена. Поток злобы не беспределен. Только нужно наблюдать колебания вибраций энергии. 336 Всякое отрицание истины невежественно и вредно не только самому отрицателю, но пространственно. Противоборство против истины заражает пространство. Но бывают еще более отвратительные действия, когда люди, однажды познав истину, потом от нее отступают. Безумно такое отступление во тьму. Можно найти в истории человечества, когда уже постигались частицы истины, но затем, по причине крайнего невежества, некоторые лжеучители пытались снова скрыть от народа непреложное положение вещей. Получались акты, которые когда-то будут рассматриваться как позорные страницы истории. При этом не давалось никаких доказательств, но узурпаторы приказывали отрицать очевидность. Как бы неверие в солнце предписывалось потому, что кто-то по слабому зрению не мог взглянуть на солнце. Также запрещалось познавание законов тонкого мира. Кто-то не знал о нем и по самости запрещал и другим знать действительность. Пусть люди припомнят, сколько отступлений во тьму происходило в разные века. Может быть, такие воспоминания подвинут человечество к справедливости и честности. 337 Среди школьных изучений истории и сравнений и верований пусть не будут забыто различные противоречивые постановления собраний, соборов и законодательных решений. Не для смущения умов нужно знать истину, но для укрепления будущего пути. Совершенство не лежит на основе знания. Никто не может приказать не знать истину и не стремиться к ней. 338 Если когда-то произошли ошибки по невежеству или по злобе, то нельзя же воспитывать целые поколения на тех же заблуждениях. Много говорят о предрассудках, но готовы задушить молодое поколение требованиями, не имеющими смысла. От обихода до космогонии везде найдете множество утверждений необоснованных, неподтвержденных опытом и наблюдением. Суживание мышления есть грубое преступление. 339 Каждое выделение секреции, каждое выдыхание посылает эманации психической энергии. Чедро каждый человек насыщает пространство, тем самым он обязан заботиться о лучшем качестве психической энергии. Если бы люди поняли, что каждое дыхание уже имеет значение для пространства, они проявили бы заботу очистить дыхание. Простейшим аппаратом можно доказать эманации психической энергии. Можно видеть на колебаниях маятника жизни, как постоянно вибрирует энергия. Тот же способ докажет излучение, называемое аурой. Значит, в пространство беспрестанно посылаются частицы ауры, и психическая энергия ткет новые заграждения. Кто говорит о неубедительности опыта с психической энергией, тот не подумал вообще о существовании. Тупое невежество способствует отравлению атмосферы. Должно понять это в самом точном смысле. Чистое дыхание не достигается лекарствами. Психической энергии есть основа очищения дыхания. Триста сороковой Многие из лучших понятий извращены. Прекрасно звучит «все прощения». Но люди умудрились сделать из него уродливые обличья. Высшие силы все прощают. Таким образом, все преступления допускаются. Но дело не в прощении, которое вполне возможно, но в изживании содеянного. Справедлив закон пространственного заживления, нанесенная рана, требует врачевания. Самоисцеление требует времени, ибо порванная ткань должна починиться. Лучшее созвучие аум может способствовать залечиванию ткань. Но все созвучие цвета и аромата могут способствовать, если психическая энергия допустит такое сотрудничество. 341 Борьба с невежеством должна быть явлением мировым. Ни один народ не может хвалиться, что он достаточно просвещен. Никто не может найти достаточно сил, чтобы одолеть невежество в единоборстве. Знание должно быть всемирным и поддержано в полном сотрудничестве. Пути сообщения не знают преград, также и пути знания должны процветать в обмене мнений. Не нужно думать, что где-то сделано для образования. Знание настолько расширяется, что требуется постоянное обновление методов. Ужасно видеть окаменелые мозги, которые не допускают новых достижений. Каждый отрицатель не может уже называться ученым. Наука свободна, честна и бесстрашна. Наука может мгновенно изменить и просветить вопросы мироздания. Наука прекрасна и потому беспредельна. Наука не вносит запретов, предрассудков и суеверий. Наука может найти великое даже в поисках малого. Спросите великих ученых, сколько раз самые изумительные открытия происходили в процессе обычных наблюдений, глаз был открыт и мозг не запылен. Путь умеющих смотреть свободно будет путем будущего. Именно борьба с невежеством неотложна, как с разложением и тлением. Нелегка борьба с темным невежеством. Оно имеет много пособников. Оно ютится во многих странах и прикрывается различными одеяниями. Нужно запастись и мужеством, и терпением, ибо борьба с невежеством есть борьба с хаосом. 342. Опыта над психической энергией можно производить в разных помещениях и в разное время. тусклый свет иногда даже способствует проявлению энергии. Но резкий солнечный свет может усложнять опыт своим сильным химизмом. Также разнообразны условия помещения. Лучше всего помещения, напитанные излучениями исследователя. Но каждый случайный предмет может вносить свое воздействие. Сами объекты наблюдения не следует держать вместе, особенно во время наблюдения. Также не нужно иметь околозвучащие предметы и струнные инструменты, которые могут вибрировать на посторонние воздействия. Само настроение наблюдателя имеет большое значение. Раздражение и беспокойство не могут помочь полезному исследованию. Когда почувствуете усталость, не следует насиловать энергию. Ту же силу следует беречь и во всех обстоятельствах. Не расточать, но беречь нужно силу, которая так чудесно расширяет область познания. Предметы, окружающие опыты, не раз вызывали удивление у начинающих изучать. Иногда самый обиходный предмет способствовал опыту, но другой, весьма обдуманно внесенный, лишь затруднял ток энергии. Из этого можно заключить, насколько закон тонких энергий трудно ловим. Так не способствует опыт умех животных в силу своеобразного электрического воздействия. 344. Терпение есть сознательное, планомерное понимание происходящего. Терпение нужно воспитывать, как пособника продвижения. Нелепо представить терпение, как внутреннюю атрофию, наоборот, процесс терпения есть напряженность. Так энергия принимает участие в событиях, способствуем и не предпосылая заблуждений. Так следует приучать учащихся к терпению в его истинном значении. 345. Пытаются понимать путь терпения, как претерпевание невзгод. Но такое понимание будет недостаточным, ибо унижает смысл энергии. Человек, знающий, что ему разумнее применить силу свою, не сегодня, но завтра, лишь будет распознающим путь полезный. Не претерпевающий он, но понимающий пользу. Потому так важно очистить значение многих наименований. Каждое слово уже слагает определенное настроение. Но если наименование не точно, то может случиться горевание вместо радования, и наоборот. Точность нужна во всем мире. Каждый опыт психической энергии подтверждает, что главные условия точность и краткость мысли дадут лучшие следствия. 346 Наблюдение с маятником жизни показывает великое значение психической энергии. Самый простой способ может пробудить самые глубокие познания, лежащие в глубине сознания. При этом особенно важно отмечать пространственную вибрацию, которая действует как беспроволочный телеграф. Каждый час может выявить качество пространственных токов, которые описывают состояние целых народов. Разве не поразительно, что человеку дано знать такие синтезы мировых событий, а он так пренебрегает самым ценным своим достоянием? 347 А ум в своем созвучии напоминает о той же энергии, которая в сокровенности, в огне мысли, притворяет самые великие возможности. 348 Нередко являются одинаковые достижения в разных странах одновременно. исследователи, писатели, художники вдруг получают то же самое задание. Конечно, оно может прийти извне, но может и сообщиться от дальнего сотрудника. Оно может мысленно перелететь пространство и осенить более близкого, потому полезно производить наблюдение повсеместно. Многое ускользает от наблюдения, ибо люди не могут припомнить, когда что-то вдохновило их, но по заданию их работы можно усмотреть связь между их сознаниями. Для опыта над психической энергией очень важно проследить такие подобные сознания. Мысль особенно легко оплодотворяет сходные сознания. Излучения таких сознаний будут одного цвета, но обычно посылки от более густого тона получают доступ до более светлого. Не значит, что более светлый оттенок слабее или хуже, но интенсивность света более проникает в слои менее густые. Наоборот, светлый оттенок скорее растворяется в густом и не может вызвать трепет и излучение. Такой трепет ауры есть вход в сознание. Не смешаем трепет ауры с ударом по ней. От первого рождается вдохновение, от второго потрясение. 349 Опытом от психической энергии доставляют радость. Каждое наблюдение вызывает возможность следующего устремления. Несчетное число догадок о сравнении. Таким путем от обихода до дальних миров можно испытывать энергию психическую. 350 Опыты над психической энергией всегда утомительны. Такое напряжение нельзя вызывать больше получаса, иначе здоровье может пострадать. Но краткое упражнение, сопровожденное отметками, полезно, ибо каждая дисциплина лишь укрепляет. 351 Упражнение энергии полезно. Каждое испытание ее пробуждает новое качество ее. Особенно нужно помнить это, ибо недавно говорил об утомлении при нагнетении энергии. Но не следует вывести из возможности утомления нежелательность опытов. Можно не впадая в утомление упражнять энергию. Она, как и все сущее, нуждается в упражнении. Через разумное упражнение уменьшится усталость. Каждая энергия должна быть испытана в действии. Даже мускулы должны быть упражняемы. Так люди могут постоянно пробуждать дремлющие в них силы. Нужно понять такое пробуждение, как долг человека перед высшими мирами. Причин много. Почему могут энергии оставаться в сонном состоянии? Можно перечислить, начиная с кармических следствий. Но весьма обычно людское сознание спит по лености. Такое свойство называется пуховиком зла. Самые лучшие возможности не притворяются в жизни, когда завеса лени отяжеляет взор. Не нужно искать оправданий, когда тело и дух падают от лени. Некогда заповедано, что лень хуже ошибок. 352. К лени присасываются сомнения и самосожаления. Никакая энергия не придет в действие при таком ядовитом грузе. Сомнение выедает все. Попытки и саможаления расслабляют даже сильных духом. Такое введение должно быть предпослано каждому, кто хочет привести в действие психическую энергию. 353. Психическая энергия может указывать и качество пищи, и вред отравы. Истинно, сам человек носит в себе пробный камень. Успешно можно прилагать ту же энергию и для определения болезни. Особенно можно следить за колебаниями условий. 354. Нередко врачи замечают, что самая опасная болезнь вдруг проходит почти без следа. Наверное, будут предпосланы догадки, что лечение или какие-либо внешние обстоятельства повлияли благотворно. Но главная причина будет всегда забыта, которая может произвести самые неожиданные следствия, психическая энергия. Только она одна может изменить течение болезни. 355. Все опыты с психической энергией помогают дисциплине. Необходимо признать дисциплину как спасительный ритм. Самые значительные опыты могут быть брошены без внимания. Нечто уже начавшееся может быть пресечено. Всякое насилие над психической энергией противно природе. Напомним опыты со снимками. Если первый снимок не удался, то недисциплинированное сознание уже разочаровывается. Но в порядке разочарования никакие опыты невозможно. Много условий могут помешать первым попыткам. Молодушие подскажет, что не следует продолжать изыскание. Страх показаться смешным может нарушить самые полезные наблюдения. 356 Среди наблюдений над психической энергией маятник жизни может быть весьма замечательным опытом. Но для таких наблюдений нужно иметь дисциплинированную энергию. Неполезно применять маятник жизни, пока энергия еще не пришла в напряженное состояние. даже сильный потенциал энергии не будет полезен, пока не произойдет естественное накопление энергии. Все такие опыты касаются тонких энергий и потому чрезвычайно чувствительны. Сам наблюдатель может постепенно усвоить много индивидуальных подробностей. Не нужно думать, что многообразие таких подробностей будет нарушением закона. Наоборот, кажущиеся исключения будут сочетанием новых частиц энергии. На одном инструменте два музыканта не извлекают одинаковых аккордов. Но трудно сказать, который исполнитель лучше. Каждый может дать свой очень ценный характер. При опытах над психической энергии естественно будет придержаться индивидуальности самой энергии. В богатстве мироздания каждое выражение энергии индивидуально, тем значительнее будут изыскания. 357. Существуют мнимые больные, которые внушают себе все признаки болезни, но имеются еще более опасные виды, когда человек имеет в себе зачатки болезни и вместо противоборства поддается ей и сам лишает себя возможности выздороветь. При первом случае можно легко действовать внушением, ибо самой болезни нет, но во втором гораздо труднее. Человек сам ускоряет процесс болезни, он становится слугою своего заболевания, он старается всеми силами усугубить симптомы болезни, он постоянно следит за собой, но не в желании выздороветь, он впадает в самое губительное самосожаление и тем отгоняет всякую возможность внушения. Человек даже обижается и сердится, когда ему говорят о возможности исцеления. Так можно дойти до опасной степени подавленности, которая уже не может быть притворена в подъем сил и действует как бы обратная энергия, и человек лишается своего основного блага стремления к самосовершенствованию. 358. Неудивительно, что наконец и в больницах применяется внушение. Несколько веков потребовало, чтобы признали реальность этой энергии, но и признание весьма ограничено. Вместо широкого применения во всей жизни начинают пользоваться ею лишь при некоторых хирургических операциях. Но ведь у нас уявлена возможность прилагать ту же энергию и при ненормальности их пульса, и при нервных воспалениях, и при параличах, и на кожных заболеваниях. Словом, психическая энергия может помочь человечеству на всех путях. 359-е Люди не желают видеть сущности происходящего, но сущность происходящего не меняется от личного желания или отрицания. Никто не может сказать, что Армагеддон не ведет к победе суждений. Удивительно видеть, как люди долго не понимают сужденного. Так бывает при пожаре дома, когда жильцы не хотят поверить, что нечто уже свершилось. Сама очевидность не помогает там, где человек сам завязал глаза. 360-е Замечайте, какие именно явления труднее всего воспринимаются людьми. Среди таких законных проявлений особенно нелегко принимается безвременная быстрота передачи мысли. Даже наблюдения над быстротой передачи радиоволн не убеждают людей. Они не могут представить себе, что мысль не требует времени. Никто не хочет понять, что мысленный вопрос может получить ответ немедленно. Так наблюдайте и над многими другими явлениями, невмещаемыми сознанием неподготовленного мышления. По таким отрицательным знакам можно составить понятие, чем особенно больно человечеству. 361 Умение понять, что менее всего достигает собеседников, уже дает лучшие пути достичь их сознания. Но не дайте понять, что вы видите их состояние. Такую зоркость люди не прощают, они могут стать врагами. Нужно понять терпение, чтобы вернуться к тому же предмету в ином выражении. 362 Значение некоторых нравственных понятий должно быть просмотрено со стороны не только духовной, но и научной. Беру на рассмотрение понятие доверие. Даже у первобытных народов понятие доверия полагалось как основа общения. Уже в древности понимали, что такое понятие имеет особое значение. Лишь впоследствии при развитии притворства люди начали допускать ложную личину, думая, что можно обмануть внутреннее сознание. Но при развитии научных методов можно проверить ценность истинного доверия. Возьмем собеседование двух людей. При взаимном доверии излучения будут хороши и даже будут улучшаться от сочетания энергии. Теперь посмотрим, если один из собеседников лицемер, или они взаимно не доверяют друг другу, аура будет отвратительна, с черными и серыми пятнами. Мало того, оба притворщика будут вредить обоюдно, и для зародыша их болезней не будет лучшего рассадника. Кроме того, пространство будет заражено от такого ложного употребления энергии. Значит, мало понимать доверие, как отвлеченно-нравственное понятие. Следует оценить доверие и как спасительное средство. 363-е. Явление доверия необходимо при высшем собеседовании. Без доверия лучше и не касаться таких предметов. Сквернословие получится вместо вдохновения. Малое недоверие при самых действиях подобно чумной язве. Она появляется не сразу на всем теле, так будем осторожны с великими понятиями. 364-е. При истинном доверии каждый поступок сотрудника уже понят благотворно. Если была надобность определенного действия, значит, оно было необходимо. Не может быть сомнения там, где горит огонь взаимности. Также можно посмотреть и на прочие виды сотрудничества. 365-е. При грозе можно наблюдать две человеческие крайности. Одни будут от ужаса зарываться в пуховики, другие от смелости будут бегать и могут получить опасные разряды. Совершенно то же самое относится и к высшему миру в представлении большинства людей. Одни впадают в ханжество, другие в кощунство. Но весьма редко человек воспринимает высший мир как естественное и сопутствующие условия. Люди не воспитываются в понимании основ бытия. Сами достижения науки стоят особняком и не помогают преображению всей жизни. Необходимо твердить о мире высшем. Не нужно думать, что сказанное о нем достаточно запечатлено в сердцах людей. Можно находить новые подходы, чтобы величие бытия соединилось в сознании в беспредельном понимании. Нужно полюбить эти наблюдения, чтобы без утомления и опошления прилежать сердцем самоотверженно. 366 Много людей наблюдают затмения, но со стороны психической энергии не уделяют внимания. Между тем, вы могли убедиться, что психическая энергия своеобразно реагировала на солнечное затмение. Разве не поразительно, что люди не изучают свою основную энергию? Поистине, она должна вибрировать на все явления, только внимательное отношение может открыть новые качества. Нужно не удовлетворяться теми наблюдениями, которые сделаны в прошлом. Каждое время дает свои изысканные наблюдения. Можно радоваться, что люди обладают такой силой, которая может преображать всю жизнь, но будем очень осторожны, ибо тонкие энергии требуют и утонченного обращения. Можно было убедиться, что даже присутствие одного предмета могло вносить особую вибрацию. 367. Могли вы заметить, насколько токи влияют на психическую энергию? Также могли заметить, насколько скоро меняются токи и утверждает совершенно другое напряжение психической энергии? Такие наблюдения следует очень запоминать. Люди не умеют сообразовать свои действия с токами пространственными. Люди полагают, что даже изучение токов пространства уже есть какое-то сверхъестественное колдовство. Правильно вы изумляетесь, что многие разумные люди, изучающие психические явления, все-таки остаются единицами, не влияющими на массы. Трудно убедить людей в их собственной силе, но, тем не менее, будем всеми мерами твердить о замечательных возможностях. 368. Известно, что каждое злое действие должно быть изжито, но вас спросят, как происходит справедливость над одержимыми, кто понесет следствие одержимый или одержатель? Кто может разделить, где воля одержателя и заложенная воля в самому одержимом? Одержание происходит лишь, когда доступ открыт. Мало того, до одержания уже зло шепчет и подготавливает слабый дух. У нуждающихся во зле появляются и привлеченные сущности, карма одержимых тяжко. 369. Для всего нужно движение энергии. Не будем смешивать движение физическое с психическим. Так уже с древних времен понимали, что гимнастика может быть двоякая и психическое, и физическое. Первая будет даже действительнее, нежели вторая, если она применима сознательно. 370. При опытах над психической энергией можно изумляться молниеносности силы при передаче на расстояние. Люди полагают, что всегда требуется продолжительное воздействие. Когда говорят, что кто-то впал в сомнение, обычно предполагают значительное время. Но правильнее будет сказать мелькнуло сомнение. Именно одно такое мгновение оставит неизгладимый след. Следует воспитывать себя в осознании качеств психической энергии. Если кто скажет, что он достаточно читал о свойствах психической энергии, пожалейте такого невежду. Ведь до сего времени негде было и знакомиться с изучением настоящего бытия. Наблюдения были одиночными и даже подвергались гонению. Многие ценные выводы не были напечатаны и погибли в разрозненных рукописях. Правильно поступаете, относясь доброжелательно к познаванию. Преграды, воздвигаемые невежеством, нужно поставить на заслуженное место. 371 Каждое познавательное движение встретим дружелюбно. Найдем силы отрешиться от личных привычек и суеверий. Не будем думать, что легко побороть атовизм, ибо наслоения физические несут в себе предрассудки многих веков, но если твердо осознаем тягость таких отложений, то уже один из самых трудных затворов будет открыт. За ним отопрется и следующий, когда поймем, зачем должны приложить в земном мире все действие. Только таким путем дойдем и до третьего входа, где поймем сокровище, вверенное людям основной энергии. Кто научит признать ее, тот будет истинным наставником. Не доходит человек до понимания своей мощи без руководителя. Много всевозможных уловок таится на пути человека. Каждая приютившаяся, явленная и хидна, надеется скрыть от человека самое драгоценное. Он, как путник заблудившийся, не знает, в какой стихии искать преуспеяние, но сокровище в нем самом. Мудрость всех веков указывает «познай самого себя». В таком совете обращено внимание на самое сокровенное, которому суждено стать явным. Огненная мощь, временно названная психической энергией, даст человеку путь к счастью будущего. Не будем надеяться, что люди легко признают свое застояние. Они изобретут все доводы, чтобы опорочить каждое нахождение энергии. Они обойдут молчанием сужденное качество своего продвижения, но, тем не менее, путь един. 372. Следует раскрыть истинное значение так называемых медиумов. По значению самого слова они посредники между мирами. Но не забудем, что всем людям дано это общение. Все люди медиумы. Конечно, неповторимое разнообразие мироздания дает каждому воплощенному свою дел общению. Но дело в том, что большинство людей не замечает своих способностей. Наоборот, они под давлением невежества пытаются погасить каждое проявление своей особенности. Так поймем, что посредничество между мирами дано каждому человеку в своей мере и в своей особенности. Как прекрасно изучать такое несравненное разнообразие. 373 Следует между разнообразием данных разумно различать источник общения. Именно могут быть весьма мрачные проявления. Нет противоречия в разнообразии посредников, ибо различие слоев будет привлекать и своих родственников по природе. Могут быть самые отрицательные проявления, но единственное исцеление будет в нас самих. Приобщенное к просвещению сознание во всей чистоте может удержать от грязного постоялого двора. Одно дело открыть окно во мрак, другое допустить сияние света. Знание, согретое сердцем, покажет людям прекрасное сокровище. 374 Всегда предостерегайте против низшего психизма, который может вести к одержанию. Нет противоречия, что энергия может быть направлена к добру и к злу. Та же самая сила может служить к созиданию и к разрушению. Лишь высокое мышление и чистота сердца могут ручаться за доброе использование мощи. Каждый должен помнить, что ему доверено служить преуспеянию мира. Это уже было сказано, но вы правильно заметили, что невежды могут усмотреть противоречия в том, что дурное будет умножать зло и доброе будет служить добру. Когда люди желают возражать, они готовы не допустить простейшей истины. Куда можно направить энергию, если воля и мысль устремлены ко злу? Естественно, мощь потечет по мрачному каналу. Кто хочет низшее, тот его и получит. Неизменны слова об одержании, ибо оно представляет опасность для усовершенствования жизни. Также и посредники не должны быть низкого порядка. Невежество и злоба могут привлечь лишь соответственные ответы, но каждый должен стремиться лишь к лучшему. 375. Энергия может применяться решительно во всех случаях. Она может показать степень намагничивания предметов или воды. Она как самый чуткий аппарат может мгновенно улавливать колебания токов на дальнем расстоянии. Она может следить за мыслями каждой строки рукописи. Она есть показатель качества излучения. Она в руках добрых есть орудие добра. Конечно, многие по счастью не знают подступа к мощи. Только при улучшении сознания можно доверить психическую энергию для широкого пользования. Пусть это доброе время наступит скорее. 376. Каждому нечто дано. Можно радоваться, что никто не пересекает пути ближнего. Сознание расширено и указывает, как многообразно проявление психической энергии. Потому каждый описывающий должен сказать, что испытано и наблюдено им. Не следует обобщать ощущения, ибо проявление психической энергии зависит от множества условий. Но главным будет чистота мысли. 377. Изучение прогрессии коллективной энергии может доказать, что единение не только нравственные понятия, но и мощный психический двигатель. Когда твердим о единении, мы хотим внушить сознание великой силы, находящейся в распоряжении каждого человека. Невозможно представить неопытному исследователю, насколько возрастает собирательная энергия. К такому проявлению надлежит подготовить сознание. Удача опыта зависит от устремления всех участников. Если хотя бы один не пожелает участвовать всем сердцем, то лучше не приступать к опыту. Уже в древности знали мощь объединенной силы. Одинокие наблюдения иногда объединялись в общие исследования. Получалась целая цепь, и наблюдатели полагали руку на плечо предыдущего. Можно было видеть необычные колебания энергии. При согласованном устремлении получалась напряженная сила. Таким образом, когда говорю о единении, имею в виду реальную силу, пусть запомнит все, кому нужно запомнить. 378 Психическая энергия в древности иногда называлась воздухом сердца. Этим хотели сказать, что сердце живет психической энергией. Действительно, как без воздуха человек не может прожить долго, так и сердце отходит от жизни без психической энергии. Многие старинные определительные должны быть пересмотрены доброжелательно. Люди давно замечали явление, которое теперь остается в небрежении. 379 Намагничивание воды, поставленной около спящего человека, уже будет показателем выделения его излучений и отложением силы на предметах. Следует весьма внимательно отмечать такие отложения. Они могут напомнить об обязанности человека наполнять окружающие прекрасными отложениями. Каждый сон не только наука для тонкого тела, но и рассадник психических отложений. 380 Также показательные опыты над распространением силы отложений. Можно заметить, что энергия испаряется в разной степени. Некоторые сильные излучения могут действовать несравнимо дольше, но они будут посланы чистым мышлением. Итак, чистое мышление тоже не есть лишь нравственные понятия, но реальное умножение силы. Умение воспринять значение нравственных понятий относится к области науки. Нельзя легкомысленно делить науку на материальную и духовную. Граница будет несуществующей. 381 Наблюдение следует вести не только над согласованными превходящими, но также и над разъединяющими появлениями. Опыт ценен разносторонний. Невозможно предрешить при начале исследования, какие именно ингредиенты потребуются для усиления следствия. Можно призвать сотрудничество самых неожиданных предметов, ибо свойства тончайших энергий не могут быть ограничены. Такая беспредельность возможностей нисколько не нарушит научности исследования. Можно применить индивидуальные методы и такие новые проявления мужественно принять. Никто не может указать, где кончается мощь человека. При этом не сверхчеловек, но именно самый здоровый человек может окрылиться счастливым достижением. В каждом обиходе может быть изучаема психическая энергия. Не нужно особых дорогих лабораторий, чтобы воспитывать сознание. Каждый век несет свою весть человечеству. психическая энергия имеет назначение помочь человечеству среди нерешимых для него проблем. 382 Умейте терпеливо наблюдать, какие условия наиболее благоприятствуют опыту. Могут быть условия космические, или на яркую световую окраску, или на минералы, или на явления животных. Когда говорю о железе и азотных минералах, имею в виду индивидуальное значение. Следует самим распознавать, где лучше селитра или ляпис. Много можно найти сочетаний, которые дадут лучшие последствия для усиления психической энергии. 383 Можно наблюдать, как присутствие человека в соседней комнате может воздействовать на ток энергии. Именно различны будут такие воздействия. Ведь человек не дает себе отчета, как он настроен в данное время. Можно наблюдать, что человек будет утверждать наилучшее свое настроение, но аппарат покажет раздражение или другие нехорошие чувства. Не из лжи человек будет скрывать внутренние чувства, но чаще всего от неумения распознать свои ощущения. 384 Кроме исследований психической энергии на цвет испытывайте ее на звук и аромат. Можно получить показательное воздействие музыки. При этом замечайте и расстояние, и самые музыкальные гармонии. Много говорят о воздействии музыки на людей, но показательных опытов почти не производят. Можно заметить воздействие музыки на настроение человека, но это будет общим местом. Конечно, предполагается, что веселая музыка сообщает радость, а печальное горе, но таких выводов недостаточно. Можно проверить, какая гармония наиболее близка психическая энергия человека, какая симфония может наиболее мощно влиять на успокоение или на вдохновение людей. Нужно испытывать различные музыкальные произведения. само качество гармонизации даст лучшие указания о путях звука и жизни человека. Также необходимо исследовать влияние ароматов. Нужно приближать как цветы пахучие, так и разные составы, которые должны возбуждать или понижать психическую энергию. В конце концов можно соединить цвет звука аромат и наблюдать сотрудничество всех трех двигателей. 385 Люди наконец поймут, какие мощные воздействия их окружают. Они познают, что весь обиход их жизни проявляет великое воздействие на их судьбу. Люди научатся внимательно относиться к каждому предмету. Они окружат себя истинными друзьями и уберегутся от разрушительных влияний. Так спасительная энергия поможет в переустройстве жизни. 386 Обычно самому главному уделяют наименьшее внимание. Но мы не устанем твердить о том, что неотложно нужно человечеству. Среди таких кажущихся повторений мы утвердим желание познавания. Люди слишком привыкли, что за них кто-то думает и что мир обязан взять их на печенье. Но каждый должен внести свое сотрудничество. Умение приложить свою психическую энергию будет постепенным воспитанием сознания. 387 Не следует видеть противоречие в том, что опыты с психической энергией вызывают утомление. Невежды могут сказать, если эта энергия основная, то почему общение с ней должно причинять утомление? Такие возражатели не хотят понять, что при опытах энергия как бы конденсируется. И кроме того, окружающие условия являются главной причиной возможности утомления. Ненормальность окружающих условий повреждает многие уже возможные достижения. Поэтому советую производить опыты вне города. Уже такое условие немало поможет. Также следует избегать насыщенных последствий ссор и всяких раздражений. Империл будет главным врагом развития психической энергии. Также неполезна атмосфера, напитанная пищевыми испарениями. Также неполезна пребывание животных. Так каждый в своих возможностях устранит неполезное. 388 Психическая энергия есть тончайшая, потому и обращение с нею должно быть возвышенно утонченным. Следует твердо запомнить, что сила психической энергии есть огненная мощь. Около огня проявленного и непроявленного нужно устремляться особенно осмотрительно. Нужно полюбить такую всенасыщающую энергию. Нельзя отнестись к опыту сомневаясь или враждебно. Уже давно говорил о добром отношении, постепенно научил, как подойти к самому важному понятию. Необходимо для усвоения приемов опыта с психической энергией уметь владеть своим мышлением. Не только, чтобы уметь устремлять его, но и знать и удержать мысль от действия. 389 Редко люди представляют себе, как далеко может воздействовать психическая энергия. Но пора понять, что события великой важности совершаются на основе психической энергии. Можно найти замечательные примеры личностей, которые сознательно или несознательно являлись средоточием решений великих. Ученые могут признать, что опыты с психической энергией дадут самые неожиданные заключения. Не будем чрезмерно облегчать условия нахождения, что легко, то не ценится. 390 Весьма осмотрительно даем указания об исследовании психической энергии. Во-первых, некоторые люди могут употреблять сведения во зло. Во-вторых, некоторые могут злоупотреблять опытом в отношении своего здоровья. В-третьих, некоторые, не имея способности к этому опыту, могут клеветать о неосуществимости сказанного. Пусть лишь преданные к знанию приобщаться к серьезному изучению. Всем приходилось встречать многих, которые из самого важного делали посмешище. Издевательство не есть только невежество, оно доказывает низость сознания. Утверждаю, что психическая энергия должна быть изучаема со всем вниманием. При обсуждении психической энергии не должно быть препирательства. Каждый опыт может быть повторен в понимании индивидуальности отдельных случаев. Именно каждый опыт протекает в особых условиях. Это обстоятельство следует помнить, ибо найдутся люди, которые даже от тончайшей энергии потребуют механического повторения. Вмещение индивидуальности и законности часто особенно трудно. 391-е Также можно замечать перерывы токов. Как в авиации можно встречать мертвые пространства, так и в наблюдении токов можно отмечать внезапные замирания. В древности такие явления назывались молчанием природы. Даже в машинах при перемене токов замечается вздрагивание. Конечно, психическая энергия особенно отмечает такие перемены. 392-е Естественно, что психическая энергия покажет добрые знаки над веществами, которые людям полезны. Не следует изумляться совпадению добрых знаков с личными чувствованиями. Наши чувствования должны совпадать с правильными оценками. Если какое-то вещество неприятно человеку, то обычно оно оказывается неполезным. Причина будет не в самовнушении, но в непосредственном чувстве знаний. Можно заметить, что мы гораздо больше знаем, нежели представляем себе. Процесс добывания непосредственных знаний из глубин сознания будет помощью психической энергии. Так можно признать психическую энергию за пути водителя по всем областям знаний. 393. Замечено, что некоторые народности легко проявляют психическую энергию. Нужно наблюдать такие страны. Причина может лежать или в особенностях самого народа, или может заключаться в природных воздействиях. Могут быть некоторые металлы, которые отвечают строению местных жителей. Могут быть магнетические токи в связи с подземными водами. Также некоторые лесные породы могут усиливать или затруднять действие психической энергии. Дуб и хвоя хороши, но осина, ольха и малые вязы редко помогают энергию. Но такие условия будут лишь второстепенными. Самое главное будет заключено в человеке. Можно видеть, как еще недавно пренебрегали важными железами. Также и по сейчас люди не мыслят о психической энергии. 394 Физиологии и философия на разных языках одинаково избегают говорить о самом главном. Можно созвать многочисленные собрания, но особенно прискорбно будет наблюдать, какие уловки будут изобретены, чтобы не произвести самого простого и не подойти к решению простейшему. Умение помыслить просто и ясно будет следствием воспитания духа. 395 Следует отмечать посылки мысленные на течение психической энергии. Можно не воспринимать в словесном выражении посылку, но на ритме психической энергии она может отразиться. Это не будут перерывы, как при смене токов, но все-таки начертание психической энергии изменится. Может быть, вместо круга появится эллипс, или сам круг изменит диаметр, или могут обнаружиться дрожания. Так можно замечать касание мысли, если она была достаточно сильной. У древних наблюдателей имелось название вроде касания крыльев, ибо мысль всегда представлялась крылатой. Много обдуманных символов осталось для нашего понимания. Изучение символов даст понятие о глубине древнего мышления. Если редко находим остатки старинных приспособлений, иначе говоря, аппаратов, то в символах можно усмотреть нечто гораздо более глубокое, нежели принято допускать. Но раскопки могут иногда дать части каких-то непонятных предметов. Нужно подумать о течении древнего мышления. Такое изыскание на основе вещественных находок может привести к замечательным выводам. Даже при наблюдении древних изображений люди часто вкладывают значения самими придуманные. Нужно быть очень зоркими. 396. Также очень важен вопрос, долго ли сохраняются наслоенные мысли на предметах. Можно заметить, что иногда они сохраняются веками. Иногда для лучшего сохранения таких наслоений употреблялись сплавы металлов. Такая попытка заслуживает внимания. Она показывает, насколько люди были ученее, нежели можно представить. Крайности быты были велики, но в лучшем случае восхождение мысли было блестяще. 397. При изучении эманации розы вы заметили, что даже прохождение мимо цветка уже оказывает влияние на его эманации. Из одного такого наблюдения можно видеть как чуткие растения и как мощное воздействие человека. И другой опыт имеет большое значение. Если человек своей энергии может воздействовать на следующий этаж через балки и ковры, то, какие выводы можно сделать для людских общежитий. Можно понять, что человеческое общение возможно при условии полного доброжелательства. Опять нравственное понятие становится реальным двигателем. Так психология делается самой действенной наукой. Очень показательно для эпохи, что даже так называемые отвлеченные понятия становятся двигателями жизни. Могут спросить, начинается ли новая эпоха. Истина началась, ибо входит в жизнь осознанных великих энергий. Наука восходит на новые высоты. 398 Могут найти такие невежды, которые станут отрицать пользу высших энергий. Они дойдут до такого кощунства, что станут утверждать, что познание энергии есть лукавое зло. Наверное, встретите нелепые суждения о недобром начале науки. Даже теперь имеются темные невежды, которые вас станут против блага человечества. Но не обращайте внимание на эти голоса мрака. Они будут всегда хула, насмешка и клевета единственное оружие тьмы. Но вы уже наблюдаете прекрасную энергию, и никакие поношения не огорчат вас. 399 Знаки новой эпохи растут. Они не погибают от битвы. Цветы на лугах не умирают от грозы, и ливень лишь омоет их свежесть. Так нужно понять значение столкновения полярности. 400 Каждое физическое прикосновение содержит в себе акт большого напряжения. Каждый укротитель животных знает силу прикасания. Даже садовник понимает значение физического ухода за растениями. Но люди между собою не желают признать осторожности в общении. Уже видели, как даже приближение человека совершенно нарушало ритм энергии. Если так нетрудно достичь показательных результатов, то как же нужно использовать такое убедительное знание? Люди не хотят принять законы общежития. Можно несчетное число раз твердить о благе единения, и все-таки мало кто задумывается о причинах такой настойчивости. 401 Немногие удостоверялись в значении пассов магнетических. Но такое проявление должно быть неотделимо от психической энергии. Иначе складывается уродливое представление, что внушение, магнетизм, яснослышание, ясновидение и все прочие психические явления разделены и происходят из разных источников. Между тем пора понять единство основной энергии. Каждый опыт показывает разнообразие, но при единстве основной энергии. 402 Ощущение землетрясения на расстояние на расстоянии сходность чуя немысли на расстоянии. Также энергия схватывает и запечатлевает каждую вибрацию от самых великих явлений до падения лепестка розы. Психическая энергия неусыпна и готова отмечать действия всего сущего. 403 В древних сказаниях нередко упоминается, как герои должны были проходить мимо страшных чудовий, чтобы найти сокровища. Они должны были не испытывать страха, иначе чудовища растерзали бы их. Особое качество зрения, чтобы смотреть не видя, уже упоминалось. Но теперь приближается явление психической энергии, и нужно особенно уметь владеть чувствами. нужно воспитывать их, чтобы мочь вызывать их в действии или сознательно тушить до полного замирания. Именно, как сказано, чтобы уметь смотреть не видя, это будет лучшим примером владения чувствами. Ведь для опыта с психической энергией нужно уметь сокращать свои чувства, чтобы освободиться от предпосылок. 404 также сказано, что иногда нелегко заставить себя думать, но еще труднее приказать себе не думать. Умение владеть мышлением зависит от постоянного упражнения. Для опыта такое упражнение необходимо. Каждый день можно заставить себя не думать о чем-то определенном. Но не следует себя обманывать, что приказ не думать уже может в себе не содержать мысли. Полный отказ от мысли и предпосылки уже является большой мыслительной дисциплиной. 405. наблюдение над психической энергией зависит от внутренней честности исследователя. Он сам лишь может судить, когда он избежал желания. 406. Более одного часа нельзя заниматься опытом, ибо можно выдать чрезмерно энергию, что скажется через некоторое время. 406. 407. «Дай испить живой воды от твоего изголовья», так было сказано в одной древней рукописи. Позднейшие толкователи изъясняли символическое значение изречения. «Живая вода означает океан мудрости». «Изголовье» значит вершина познания. Между тем, как надпись имела медицинское значение. Ученик просил учителя дать ему испить намагниченную воду, стоявшую около его изголовья. Можно находить много изречений о намагничивании воды. На древних изображениях можно видеть, как пьют из сосуда или священного источника. Уже давно люди знали о двух способах намагничивать воду. Один, когда намагничивают пассами, а другой, естественный, вода оставила су изголовья. При этом первый способ предпочитали для некоторых недомоганий, но второй считался лучшим для общего поддержания сил. Такую воду или пили, или ее окропляли. Рассказывают, что некая царица Пальмиры приказывала своим приближенным ночевать около бассейна, приготовленного для омовения. Также и библейское сказание о царе Давиде показывает, как ценились здоровые человеческие излучения. В общежитии следует очень внимательно согласовать эманации излучения. Психическая энергия поможет при подборе сотрудников. 408 Известно намагничивание ткани. Посылались платы или части одеяния, намагничивание происходило теми же двумя способами, или пасами, или ношением такой одежды. Имелся старый обычай посылать одежду со своего плеча. Древние владыки полагали, что такие дары увеличивают преданность их приближенных. Даже имеется сказание, что такой обычай был преподан одному царю мудрым отшельникам. 409 Намагничивание естественным способом имеет преимущество. Оно происходит безо всякого напряжения и утомления. Эманации наслаиваются щедро и свободно. Вы уже знаете, насколько излучения глубоко проникают. Старые дома с древней обстановкой необходимо обжить, чтобы излучения наслоенные не были вредны. 410 Можно наблюдать отложение энергии на снегах высот и росе. Давно люди замечали лечебное качество росы. Об этом напоминали в сказаниях, когда, чтобы стать вещами, требовалось сходить по росе 70 дней. И недавно открыты были лечебницы, где указывало схождение по росе босиком. Нельзя было применить просто воду, но необходимо было особое качество росы. Такие же целебные свойства содержат снег, полный метеорной пыли. 411. Если хотите подарить книгу, советую послать ее, прочитав предварительно. И в давние времена очень ценили книгу, прочитанную дарителем. Уже понимали, что в процессе чтения наслаивалась особая сила. Так замечайте все возможности обмена энергии. 412. Когда человек осознает силу ему присущую, все же нескоро вместит он целесообразное применение. Будут получаться многие неестественные положения, но следует к ним отнестись весьма терпеливо. Когда чужеземные гости неправильно владеют речью, хозяин не смеется и старается понять и помочь. Так же и в познании тонких энергий следует отнестись со всем вниманием. Люди будут стыдиться или преувеличивать свои ощущения, но не следует оскорблять даже самую первую попытку. Несомненно, сейчас происходит большой сдвиг сознания. Там, где можно было ожидать отрицания, именно там встают возможности, будем радоваться каждому началу. 413-е Отталкивание неуместно, где есть хотя бы малые тяготения. Учение должно одухотворять знания и приближать нравственные понятия к реальным высшим силам. Не следует отрешаться от всего, что может напомнить о забытой истине. Не случайно привожу примеры из сказок народных преданий. Каждый намек на бывшее знание уже есть признак достоинства человека. 414-е Одни ждут вестись сверху, другие прикладывают ухо к земле. Ничто в мироздании не может быть пренебрегаемо. Следует понять ближайшие дары эволюции, первой психической энергии, второе движение женщин, третьей кооперация. Каждый из этих даров должен быть принят в полном размере, не отвлеченно. Мы уже много раз указывали на мощь психической энергии, теперь следует также настойчиво указывать на качество двух следующих отличий век. 415-е Матерь мира Казалось бы, в одном созвучии этих двух слов уже ясен смысл величия понятия, но жизнь показывает иное. Поэты и певцы нередко славят женщину, но государства не могут признать простого равноправия. На позорной ступени истории будет записано, что и теперь равноправие не установлено. Женское воспитание и образование не уравнено с мужским и само материнство не охранено. Кто первый исполнит такое общее человеческое действие, тот идет согласно с эволюцией. 416 Женщина и сама должна подать пример единения. Мы знаем, насколько редко такое согласие достигается. Но если сказано о едином реальном двигателе, то невозможно оставаться глухим по причине нелепых привычек. Конечно, многие из них имеют исторические основания, но эти заторы должны быть уничтожены. Своими руками женщина всех племен и верований поможет слагать ступени эволюции. Нельзя промедлить. 417 Встретите двух противниц равноправия. Одна почитательница гаремных основ скажет, что не следует потрясать вековые обычаи. Другая, негодуя на прошлый, будет требовать себе первенства во всем. Обе будут далеки от эволюции. Нельзя в будущее вовлекать бывшие обиды. Невозможно охранять и косность отжившего быта. Нельзя ставить преград свободному познаванию. Утверждение истинного равноправия лучше назвать полноправием. Обязанности осознанного полноправия освободят быт от грубых привычек, от сквернословия, от лжи, от пыльного обихода. Но новая эволюция должна начаться от ранних лет, если мысли о ней не просиялись самостоятельно. Можно убеждаться, что в настоящее время имеется много женщин, вполне понимающих значение полноправия. Можно опираться на них по всему миру. 418. Всемирность полноправия человечества должна быть знаком времени. Общее мнение должно повелительно требовать справедливости. Такое полноправие должно явиться естественным законом среди мировых сношений. Полноправие будет самым необходимым условием. Люди гордятся уничтожением рабства, но везде ли оно действительно уничтожено? Могут ли спать спокойно обитатели земли, когда где-то человеческое достоинство унижено до скотского состояния? Могут ли хвастаться просвещением люди, когда знают, что полноправия не существует? Так нельзя считать вопрос полноправия справедливо уже разрешенным. 419 При установлении полноправия нужно избежать, чтобы этот акт не казался чем-то особенным. Естественное состояние и должно быть воспринято спокойно. Можно в душе пожалеть, что такое естественное состояние не наступило раньше, но гордиться не следует, когда сделается то, что сама природа предуказывает. 420 Полноправие влечет за собой и полную обязанность. Без такого понимания полноправие превратится в произвол. Среди женщин можно найти добросовестность, которая даст качество эволюции. Без врожденного стремления к качеству нельзя овладеть чувством совершенствования. 421 Женщина может быть и судьей, и защитницей, ибо несправедливость уменьшится, когда в самих судилищах будет отвращение к недоброму началу. Такое отличие должно преобразить весь быт. Когда говорю «Вы, женщины, можете понять сотрудничество», тем хочу вызвать из глубины сердца дремлющие огни. 422 Кооперация есть признак эпохи. Много не написано, но жизнь требует утончения этого понятия. Все вычисления не помогут укрепить сотрудничество. Вы могли убедиться, как одна злая воля уже нарушила все строение. Не нужно думать, что можно прикрыть ужасное состояние какими-то внешними обязательствами. Если не будет доверия, то сотрудничество превратится в ядовитую банку скорпионов. Утверждаю, что осознание психической энергии утвердит твердые основания кооперации, не отвлеченные понятия, но очевидность энергии даст новые мысли. 423 Каждая область жизни настолько усложнилась, что везде требуется сотрудничество. Нельзя назвать ни одной отрасли труда, где бы человек мог считать себя уединенным, потому кооперация делается как бы наукою жизни. Но чтобы придать ей научные основания, необходимо признать ее во всей жизни. нельзя призывать к ней как к чему-то отвлеченному. Следует в каждом школьном предмете указать, в чем именно будет заключаться сотрудничество. Каждое законодательство должно уделить большое место кооперативному началу. Пусть каждая отрасль будет защищена твердыми законами. Жизнь многообразна, и сотрудничество не может быть обусловлено одним выявлением. Тонкие энергии привходят в каждый труд и должны быть очень осторожно обережены законами. Проявление тонких энергий входит в разные человеческие сознания. Невозможно определить грубым словом тонкие сочетания. Мысль должна быть так воспитана, чтобы поверх условностей чуить наибольшее полезное применение. Кто-то не поймет, какое отношение к законам кооперации имеет воспитание мышления, но сотрудничество есть гармония человечества. 424. Много противодействия будет оказана кооперации. Одни по самости не пожелают вообще принять ее, другие своекорыстно воспользуются ею, но существование ее будут отрицать. Третьи соединят понятие кооперации с неспровержением всего порядка. Будет множество возражений, потому насаждение сотрудничества делается одним из самых трудных заданий. Поднимается без натовизма, будут приведены самые нелепые примеры от живших веков, будут перечислены преступления, порожденные нечестным сотрудничеством. Слишком часто явлены преграды и забыты новые условия жизни. Увлечение механизацией может быть разрешено разумно кооперацией. При этом кооперация не должна быть ограничена лишь некоторыми видами труда. Сотрудничество должно быть принято как основание бытия. Лишь при самой широкой кооперации можно найти истинное соотношение государства и народного труда. Иначе губительная задолженность государства будет возрастать. Разрешение такой проблемы посредством войны будет признаком варварства. Не об уничтожении народов надо думать, но об упорядочении планеты. Когда психическая энергия займет подобающее положение, когда женщина войдет как охранительница культуры, когда кооперация сделается основанием созидания, вся жизнь превразиться. Знания и творчество займут явленное положение. Говорю, явленное в том смысле, что среди далеких веков можно найти примеры понимания значения науки и искусства. Сотрудничество откроет легкие пути к совершенствованию. 425. Вопросы самого совершенствования и народного здравия очень связаны. Призовем женщину к тому и другому. Оба задания нуждаются не столько в государственном приказе, сколько в семейном. Нельзя приказать чистоту мысли, даже нельзя приказать чистоту слова, нельзя приказать здоровую чистоту дома, лишь просвещение утвердит здравие духа и тела. 426. Какими земными словами выразить, что тончайшая энергия проявляется в каждом движении человека? Как утвердить, что та же энергия приводит в движение миры? Как пояснить, что она же и в мысли, и в действии? Она же и побуждающая, и останавливающая причина? Она же не мерит малое и великое? Кто поймет, где первопричина всего? Кто же может пронести знания о великой энергии по всему свету? Может быть написана книга о малых причинах и о великих следствиях. Конечно, такое определение возможно лишь от земного измерения, но поучительно проследить, какие причины порождали большие следствия. Можно изумляться малости видимых причин. Многие даже вообще не упомнят ничтожных побуждений. Посмотрим, как могло получиться такое несоответствие. Можно найти объяснение в кармических причинах. Кроме того, человек трудно различает малое от великого. Явленная психическая энергия должна напомнить о присутствии великой энергии во всем. Так научимся осмотрительно относиться к малому. Умейте помыслить о великой энергии. 427 Бережное отношение ко всем явлениям трудная ступень. Нужно твердить о соблюдении зоркости, чтобы не злоупотреблять сокровенной энергии. Много советов можно найти к такому пути. Любовь, добро, милосердие и многие другие качества бывают указаны, но их нужно утвердить осознанием великой энергии. Нелегко упомнить об этом в волнах жизни. 428 Почему при опытах над психической энергией участие женщины так нужно? Почему женский уход за цветами так благотворен? Почему при болезнях прикосновения женщины так целительны? Можно назвать множество явлений, когда именно женщина может дать особое напряжение психической энергии. Но не обращено должного внимания на такие особенности женщин. Среди врачей редко понято, почему участие женщины при операциях может быть особенно полезным. Вечно женственное начало не нашло еще справедливого толкования. Ученые не допускают, что одно присутствие некоторых людей равняется сильнейшему аппарату. Не происходит опытов, которые могли бы графически отмечать различные людские воздействия. Несказанно полезен каждый опыт с психической энергией. 429 Никто не должен отрицать, что он не имеет в чем-то особого значения. Применение, может быть, не найдено, но это не значит, что возможность отсутствует. 430 Много подземного огня. Никто не обращает внимания на соответствие событий с явлениями природы. Не столько от небрежности это происходит, сколько от неумения связывать события с космическими проявлениями. Веже тем, именно этот год может дать показательные явления. 431 Космические проявления отвечают не только войне физической на истолкновение в духе. Устремление нагнетенной энергии может рождать водовороты на дальних расстояниях. 432 Могут спросить, откуда происходит утомление при опытах с психической энергией. Кроме напряжения внутреннего должно быть какое-то внешнее условие. Предположение правильно. При выделении напряженной энергии получается своего рода магнит, который привлекает особое давление внешней пространственной энергии. Такое внешнее нагнетание способствует утомлению. Но с другой стороны, такой магнит привлекает устремленное внимание и делает действие убедительным. Ораторы и певцы чуют утомление не только по причине напряжения нервов, но также от давления психической энергии, привлекаемой из пространства. Получается весьма сложный процесс. С одной стороны вдохновение и с другой нагнетение. 433-е. Можно сказать всем, насколько единение необходимо. Уже сказано, что единение есть реальный двигатель. Сказано, что единение есть магнит. Оно исцелитель, здоровье, оно есть спешное достижение. Что же еще добавить? Если сказанное не действует, то будет полезно сказать, что единение есть гармония с иерархией. Если указанное не вмещается, то тем более не вместится представление о иерархии. Но это будет означать дом без основания. Каждый вихрь опрокинет такое зыбкое строение. Откуда возьмутся силы противостать первому вихрю? 434 Многие исторические примеры доказывают, что даже сильнейшие люди бывали парализованы присутствием меньших по энергии. При этом можно рассмотреть, что препятствующие разделяются на два вида. Одни мешали лишь определенным лицам, другие же вообще прекращали токи психической энергии. Первый вид понятен, ибо каждая дисгармония уже нарушает свободу устремления энергии. Но второй вид представляет как бы космическое явление. Ничего хорошего нет в пресечении токов. Нужно обладать большую отрицательную силу, чтобы пресекать даже сильнейшие воздействия. Такие люди называются космическими вампирами. При этом они по наружности не выдают себя, и кажутся даже незначительными существами. Не следует насиловать энергию, если почуете такое существо. 435. Можно пожалеть, что многие языки для одного понятия уделяют разные выражения, затемняя смысл. Например, ложь прикрывается притворством, неискренностью, предательством, предубеждением, вымыслом и многими другими выражениями, в корне которых лежит то же самое понятие лжи. Можно различать разные степени, но основа будет неизменна. То же самое можно сказать о многих понятиях, которые насильственно раздробились в людском представлении. Не полезно такое раздробление, когда нужно уметь мыслить о единстве. Сколько имен для того же самого. 436 Взаимообмен энергии есть естественное явление, но выпивание чужой энергии без передачи своей уже недопустимо. Такое явление так же часто, как и заразные болезни, но до известной степени можно бороться с такой ярой самостью. Если от младенчества люди будут внушать себе об обмене и сотрудничестве, то они будут и разумно обращаться с энергией. Многие виды вампиризма ничто иное, как невежественная распущенность. 437 Многое невыразимое словами может быть дополнено символами. Во всяком символе будет таким образом элемент невыразимого. Можно прозреть значение сокровенного, но слова будут недостаточны. Следует очень внимательно относиться к символам. Они, как сокровенные иероглифы, хранят сущность великого мироздания. Обычно люди не умеют обращать внимания на символы. Люди не любят указаний, ибо считают, что они подавляют их волю. Когда же люди остаются предоставленными себе, они полагают себя несчастными и покинутыми. Символы как знамена, к которым могут сойтись воины, чтобы узнать приказ. Потеря знамени считалась поражением войска. Также пренебрежение к символам может лишить постижения невыразимого словами. Кроме того, символ есть запоминание целого учения. Сокровенность символа есть как бы напряжение энергии. 438. Отчаяние дурно, но есть иная мера крайнего напряжения, которая необходима для достижения. Можно внешне почти отождествить ее с пределом отчаяния, но по существу они будут противоположны. Отчаяние разрушительно, но предел напряжения созидателен. 439. Безобразная мысль не породит прекрасного действия. Когда говорю о красоте, прежде всего имею в виду красоту мысли. Мысль имеет форму, значит, красота мысли должна быть понимаема во всех отношениях. Человек не должен мыслить безобразно ради космоса. Вы знаете, что и в тонком мире происходит нагромождение безобразия. Битва в тонком мире являет и подвиг, и отвратительное действие. Ужасны условия тонкого мира, когда пространство отравляется черными снарядами. Если земные взрывы потрясают тверть, то насколько разрушительнее действия тонких энергий. О таком соотношении земного с тонким миром мало мыслит, если сказать земным языком последствия тончайших энергий во много тысяч раз превосходят земные воздействия. Они, конечно, отражаются на земных ощущениях, но многие объясняют их только дурной погодой. В лучшем случае их приписывают солнечным пятнам или затмению, но дальше этого человечество не отваживается помыслить. 440 Знание превыше всего. Каждый, кто принес частицу знания, уже есть благодетель человечества. Каждый, собравший искры знания, будет подателем света. Научимся оберегать каждый шаг научного познания. Пренебрежение к науке есть погружение во тьму. Каждый имеет право получить доступ к учению. Прочтите труд, насыщенный стремлением к истине. Невежды сеют предубеждения, сами не давая себе труда даже прочесть книгу. Самый утверждающий труд называют отрицанием. Признание высших принципов считается самым ужасным кощунством. Истина, предрассудок плохой советник. Но нельзя обойти все собранные познания. Не забудем принести признательность тем, кто жизнью свою запечатлели знания. 441 Кооператив не есть закрытые общежития. Сотрудничество, основанное на законе природы, содержит в себе элемент беспредельности. Обмен труда и взаимопомощь не должны накладывать условных ограничений. Наоборот, кооператив открывает двери и ко всем возможностям. При этом кооперативы связаны между собою и таким образом трудовая сеть покроет весь мир. Никто не может предопределить, какие виды сотрудничества могут развиться. Учреждения, основанные кооперативами, могут быть разнообразными и покроют задания просвещения, промышленности и сельского хозяйства. Невозможно представить ни одной отрасли, которая бы не могла быть усовершенствована кооперативом. Нельзя запретить, если люди сойдутся для сотрудничества в совершенно новом сочетании. Кооператив есть оплот государства и рассадник общественности. Откуда придет общественное мнение? Откуда составятся желанные преуспеяния? Откуда одинокие труженики получат помощь? Конечно, сотрудничество научит и единению. 442 Многое возможно, только нужно исполнить предписанное. Особенно сейчас, когда человечество уже зубами хватается за каждую опору. Невозможно думать, что существование отдельных богачей есть признак благосостояния народа. Пора оставить заблуждение, что сотня дворцов уже есть государства. Пора принять и заглянуть в убежище бедноты. Только там можно судить об истинном положении народа. Уже пришло время осознать, где ценность и оплод развития сознания. 443-е. 443-е. Кто существующие в единении, а не презрели твердыню единения. Что же им осталось? Или гнуться под вихрем, или сохнуть под солнцем, или гнить в плесени предрассудков. Кто же они, презревшие единение? 444. Самый яркий пример майи и действительности можно найти в телах небесных. Может быть, тело разрушено тысячи лет тому назад, но на земле еще видят свет его? Кто же возьмется определить, где существование и где призрак? Те же примеры найдем и средиземных явлений. 445. Победители земные. Где ваше существо и где призрак? Кто определит победа или отражение дальних событий? Где будет граница действительности? Пусть собирают все цифры, но не найдут знаков решений. Только тончайшая энергия может отличить, где жизнь и где мертвенность. Но люди предпочитают жить среди призраков. 446. Много пробных камней. Можно испытать сознание людей на самых основных понятиях. Скажите им «эволюция и развитие», «продвижение и подвиг». И без всякого аппарата почувствуйте, как принят такой зов. Он должен быть принят радостно и мужественно и вдохновенно, но чаще всего заметьте шатание, сомнение и самосожаление. Не будет рождаться радость от самоожеления и мужества от сомнения. Между тем одно слово о подвиге должно вдохновлять. Одна мысль о продвижении должна удести от силы. Какое дело подвижнику до всех драконов? Он не замечает разъяренных зверей, ибо вдохновение и щит верный. Уже знаете, насколько вдохновение соединяет с самыми мощными энергиями. Уже каждый испытал, насколько усталость отгоняется устремлением. Каждый ребенок знает, чем можно преодолеть. Но впоследствии бедный шатун спотыкается в неверии. 447. Сами знаете, насколько легче руководить людьми устремленными. Сами знаете, как в движении стрелы не достигают и вращениях обращает их на врага. Много раз сами чувствовали, как крылья росли и покрывали пространство. Ни утомление, ни раздражение, ни раздвоение мысли доведет до продвижения. 448. Однажды некий ученик заметил, что учитель беседует с прохожим с цвелком. Ученик после спросил в удивление, какое знание могла иметь такая беседа. Учитель сказал, спрашивал его, как он делает прочный лук и как он впадает цель. Всегда уместно рассуждать о крепости, о меткости, об умении. 449. Каждый человек испытывает явление вдохновения. Но эти искры высокого подъема бывают отдельными проблесками и не преображают всю жизнь. Но все же такие состояния духа возможны даже среди тяжких условий. Представим себе, что такое возвышенное состояние станет постоянным и даст еще высшее вдохновение. Ведь все бытие также повысится, и сама природа отзвучит на эту эволюцию. Люди полагают, что эволюция происходит или, вернее, должна происходить в каких-то долгих периодах. Но это продвижение может быть ускорено в зависимости от человеческого желания. Если люди захотят, они могут продвинуться скорейшим способом. Все остальные элементы будут готовы для такого развития. Но люди должны захотеть. Они не должны убивать каждое вдохновение. Они должны полюбить это как высшее собеседование. Не нужно магических вызываний для любви. Не нужно присыщения там, где беспредельность. Самым простым желанием можно устремиться к продвижению. Рост мышления уже будет неизмеримой радостью. Лишь наряду с истинными нахождениями можно достичь вдохновения несменного. 450. Помните совет, чтобы книга учений лежала на перекрестках. Не мучайтесь вопросом, откуда придут путники, откуда придут друзья, которые предчувствуют познавание. Не огорчайтесь, мимо проходящими. Они могут призвать кого-то, сами того не ведая. Они могут негодовать, и крики их привлекут многих. Не будем исчислять пути неисповедимые. Они не могут быть названы, но сердце знает их. 451. Необходимо подтвердить, что понятие вдохновения присуще всем людям. 462. Обычно оно приписывается лишь ученым, поэтам, музыкантам, художникам, но каждый, позаботившись о своем сознании, может получить этот высший дар. У людей возвышенного образа мышления такое вдохновение должно быть не гостьем редким, но основой их жизни. Только нужно замечать эти касания. Обычно от них отмахиваются, как от докучливых мух, и кажется, что человек решил отказаться от высших энергий, которые щедро ему предоставлены. Советую очень подумать, что есть вдохновение. 452. Нужно помогать везде и во всем. Если препятствия к помощи будут заключаться в разделении политическом или национальном, или кружковщине, или в веровании, то такие препятствия недостойны человечества. Помощь во всех видах оказывается нуждающимся. Нельзя смотреть на цвет волос, где грозит опасность. Нельзя расспрашивать о веровании, когда нужно спасать от пожара. Все заветы указывают на сущность безусловной помощи. Ту помощь можно считать вдохновением истинным. Уже говорил об этом, но множество условностей заставляют еще раз утвердить свободу помощи. 453. Сердечная тревога неизбежна, если знаете, что в доме соседа неблагополучно. Но открытые центры могут указать много близких и дальних потрясений, от них трепещет сердце. Нечасто люди обращают внимание на сердечные знаки. Они склонны приписывать их заболеванию. Но справедливо будет помнить, что сердце бьется соединенно со всеми сущими. События космические и народные потрясения будут как удары молота. Говорят о развитии сердечных болезней. Конечно, симптомы умножаются, но плоско будет думать лишь о нервности века. Где же причина потрясений? Сгущение токов зовет психическую энергию к новым выражениям. Но люди не дают ей первейшего значения. Из этого происходит столько потрясений и всяких столкновений. Некто сказал «не доведите энергию до бешенства». Такое предостережение недалеко от истины. Можно представить себе бешенство энергии, неправильно нагнесенных, надломленных и поруганных. В таком хаосе разве не затрепещет сердце? 454. Благодарность есть великий двигатель. Никто не напрашивается на благодарность, но велико качество этой мощи. Благодарность действует как очиститель, но все очищенное уже легче движимо. Таким образом, благодарность есть средство ускорения пути. Кому-то кажется, что в порыве благодарности он унижается. Какое невежество? Благодарность лишь возвышает, очищая. Она привлекает новые энергии. Даже машина без пыли лучше работает. 455. Не будем предвосхищать у молодых ученых очень важное исследование относительно исторических наименований психической энергии. Несомненно, среди различных народов наличность этой энергии давно была отмечена. Каждый век помечал новые ее качества и по-своему символизировал. Некоторые соединяли психическую энергию со светом, присоединяя к ней понятие озарения и свечения. Другие подмечали магнитность или динамичность. Явление молниеносности тоже было замечено. Так, в разные времена люди собирали много данных, каждый по своему характеру. Сложите подобные наблюдения и получите показания очень значительные. При этом можно видеть, что народы прежде являли немалую наблюдательность, может быть, даже большую, чем теперь. Необходимо проследить, как собирались и отмечались свойства великой энергии. Философы, физики, историки и любители наречий могут сойтись для полезного исследования. 456. Сотрудничество среди ученых делается необходимым. Нужно найти связь между различными предметами, ибо деление многих предметов условно. 457. Часто замечают, что яснослышание и ясновидение дают обычно отрывочные сведения. Но нужно припомнить многие основания, чтобы понять происходящее. Нередко отрывочность получается с земной точки понимания. Люди не улавливают тонкую связь увиденного. Может быть, связь очень логична, но логика земная – разница тонкого мира. Также не следует забыть, что мир высший охраняет законы кармы. Весьма малоуловима граница между позволенным и сокровенной кармой. Невозможно земными словами сказать, как определить врата кармы. Также трудно указать, как сам человек влияет на свое яснослышание. Он может заткнуть уши тысячу настроений. Необходимо прежде всего расширить сознание, чтобы все каналы были чисты. 458. Многие понятия нуждаются в очищении. Среди них мистика должна быть определена. Если она означает точное знание, тогда понятие может быть сохранено. Но если устремление не к знанию, но к туманным построениям, тогда следует изъять слово из обращения. Мы предлагаем знание, полезное прогрессу человечеству. 459. Битва настолько велика, что нельзя уделить времени на обычные занятия. Мы на дозоре, но люди не понимают чрезвычайных обстоятельств. Даже слышавшие о битве все-таки думают, что ничто особенное не происходит. 460. Нелегко представить, что в высоких сферах тонкого мира жители встречаются под новыми уклонами. Точно спадает окись земная и находится истинное понимание. Можно видеть, насколько земные наслоения отпадают, невместные с новым состоянием. Психическая энергия начинает действовать свободно, не стесненная наносными влияниями. Сущность ее стремится к истине. Мужество утверждает лучшие решения. Так и в земной жизни психическая энергия может быть до значительной степени освобождена. Так можно приблизиться к познанию тонкого мира. Невозможно уничтожить психическую энергию. Но можно загнать ее в такое недостойное положение, что она может покончить земную жизнь взрывом. Полная аналогия с целыми мирами. Потому, когда говорю «блюдите сердце и психическую энергию», даю самый насущный совет. Также нужно врачам научиться преподавать больным сущность психической энергии. Мало, если сам врач отдает свою энергию, он должен вызвать к действию энергию больного. Таким образом, сохранится экономия расходования ценной энергии. 461. Утопающий должен способствовать действиям своего спасителя. Нельзя человеку обратиться в тяжелый мешок. Можно на опыте убедиться, насколько сама мысль уже помогает сотруднику. Такие опыты могут быть производимы и над животными. Одно дело всадник, мысленно ободряющий коня, но другое, если на коня уселся ужас и гнев. Можно постоянно убеждаться, насколько мысль действует, передаваясь в физическую энергию. 462. Замечайте, как перед действием психической энергии требуется дать ей свободное мгновение. Нужно как бы отпустить земные повода, чтобы дать ей приобщиться к первоисточнику. 472. Ошибочно сразу насиловать энергию земными посылками. Следует дать путь ей через упрочнение связи с высшим миром. Нельзя приказать такую связь. Нельзя почтовому голубю велеть лететь. Можно лишь выпустить его на волю. Он знает, куда лететь. Точно так же нужно выпустить из клетки плоти психическую энергию. Магнитная связь немедленно заключится. Многие будут говорить о сосредоточенности. Но такое состояние уже предполагает напряжение. Между тем требуется лишь освобождение энергии, и она начнет действовать. Не нужно много времени для такого освобождения. Малейшие секунды достаточно для освобождения энергии. Так будем прежде всего освобождать нашего узника. В сказках довольно сказано о мощном невидимке. 463. Мы говорили о психической энергии как о мощном двигателе. Мы говорили не о колдовстве, но о физическом законе. Мы указываем на простейшие пути преуспеяния. Мы напоминаем о давно знакомом, и все-таки невежды будут считать наши беседы чем-то сверхъестественным. Они будут пользоваться тонкими энергиями, но не согласятся признать психическую энергию. Так еще раз повторим, что мы говорим о физическом законе. 464. Утверждение о физическом законе не напоминает ли вам, как в свое время алхимики должны были изобретать ненужные названия, лишь бы найти мост к сознанию явленных соотечественников? Так сознание людей немного подвинулась с тех пор. 465. Эктоплазма есть хранилище психической энергии. Действительно, вещество эктоплазмы – середина между земным и тонким существом. Психическая энергия, которая присуща всем мирам, прежде всего имеет сочетание с веществом близким тонкому миру, из этого можно видеть, что эктоплазма должна храниться в чистоте, так же, как и психическая энергия. Следует помнить, что, давая эктоплазма для случайных приходящих, медиум подвергается большой опасности. Нельзя предоставлять такое ценное вещество для непрошенных посетителей. Тем ценнее собеседования высшие. Они не истощают наших сил. Иначе говоря, дают новый приток силы. Нужно понять, что психические исследования должны производиться целесообразно. Нельзя выпивать чью-то сущность. 466. Никто не может утверждать, что явление силы психической энергии не может быть заразительным. Так называемое внушение большей части происходит несознательно. Нужно очень воспитывать мышление, чтобы достичь чуткости. Много говорят о вдохновении. Много раз мы повторяли о чувство знания. Оно, конечно, покоится в психической энергии, но искра его проходит путем эктоплазмы. Нужно приверечь такое великое вещество. Уже древние рассказывали, что человек выделяет двойника, который может производить разумные действия. 467. Правильно сопоставлять события прошлого, чтобы усмотреть логическую связь с настоящим. Такие сравнения могут быть великим доказательством разумности происходящего. Но нужно брать факты в полноте их, ибо часто люди выделяют одну подробность по своему усмотрению. Нужен во всем научный метод. Только так можно приближать сферы разного напряжения. 468. Будем твердо помнить качество психической энергии. Нередко люди, приступая к наблюдениям над психической энергией, забывают ее основные свойства. Даже самые простые исследования люди усложняют своими привычками. Мгновенность будет основным качеством психической энергии. Но люди привыкли полагать, что долгая дума будет самой сильной. Таким образом, они упускают из виду, что для мысли не нужно времени. Также не принимается во внимание, что во время долгой думы происходит множество мысленных посылок разных степеней. Среди такого длительного мышления теряется средоточие посылки. Явление мгновенности должно научить, что краткий удар мысли будет соответствовать сущности психической энергии. Но умение кратко мыслить нуждается в воспитании. Не только краткость, но и сила мысли должна быть обобщена с посылкой психической энергии. 469. Ничто не дается сразу. Давно мы говорили, что во вздохе единым переносим сопространственно. Но и вздохнуть нужно умеючи. Казалось бы, в одном вздохе выражается сущность психической энергии. Но не сразу это сопоставление укладывается в сознание. Примитивное воображение чрезвычайно легко строит маю всевозможных видений. Но когда сознание расширено, выводы становятся более осторожными. Много призраков распадаются перед познанием психической энергии. 470. Так же, как сердце, психическая энергия не знает отдыха. Не может быть долгого перерыва в деятельности сердца. Так же точно бессменно расходование психической энергии. Сердце не нужно в земном применении во время пребывания в высшем мире. Но психическая энергия никогда не может прервать своего тока. Постоянность будет также основным качеством энергии. Устремление энергии есть движение спиральных линий всего мироздания. Можно видеть славную архитектонику во всей стройности неисчислимых токов энергии. 471. Вечно растущей называем психическую энергию. От беспредельности она может черпать свое усиление. Только необходимо условие осознания ее и направления к добру. Без осознания энергия останется узником. Спросят, неужели такая ценная энергия может быть направлена ко злу? Всякое злоупотребление поведет к разрушению. Могут быть различные сроки и ступени такого разрушения. Но конечное разложение неименуемо. 472. Если энергии по своему естеству вечно растущие, то как преступно извращать течение основного вещества? 473. Также называем психическую энергию оплотом самоотвержение. Из этой мощи рождаются подвиги. Чувство экстаза неосуществимо без психической энергии. Правильно отмечаете, почему так называемые медиумы — неподвижники. Но уж достаточно сказано, что профессиональные медиумы только вредят себе и другим. 474. Магнитом также называют психическую энергию. И в таком определении много истины. Ведь закон притяжения и отталкивания особенно отзвучит на психическую энергию. Невозможно без содействия энергии отмечать положительные и отрицательные свойства. Потому напоминание о магните будет весьма целесообразным, когда хотят отметить притяжение психической энергии. 475. Также называем ту же энергию справедливостью. Если при воздействии энергии можно определять различные свойства людей, то, конечно, это будет путем справедливости. При опытах с психической энергией можно убеждаться, насколько внешние впечатления не соответствуют внутреннему состоянию. Умение призвать на помощь психическую энергию будет истинным украшением судьи. 476. Также называем психическую энергию неутомимой. Правда, организм человеческий может утомляться от напряжения энергии, но сама энергия будет неисчерпаема. Такое качество энергии показывает на космический источник. Не может энергия исчерпываться ни возрастом, ни болезнью. Она может замолкнуть, если не будет призвана к действию. Но какая вместимость должна быть в сознании человека, чтобы не утеснить размеры мощи, доверенной человеку? 477. Называем энергией трудом. В постоянном сознательном устремлении энергия получает дисциплину. Сознательность труда есть основа раскрытия сознания. Иначе говоря, начало действия психической энергии. Ошибочно думать, что одно напряжение уже приведет к движению энергии. Когда говорю о сознательности труда, имею в виду озарение, которое дается при сознательном труде. 478. Если вдохновение связано с психической энергией, то и красота будет у того же источника. Потому говорю, что психическая энергия есть красота. Так можно перечислять все качества великой энергии. Но так как она будет сочетаться со всеми проявлениями жизни, то правильно назвать ее всеначальной. Так и будем называть. Прекрасно чувствовать, что каждому из людей дана такая неисчерпаемая сила. Мы можем такую силу и передвигать физические предметы. Если сила неисчерпаема, то и объем предметов относителен. Сегодня можем двигать малыми предметами. Завтра можем продвинуть нечто большее. В этой прогрессии лежит и счастье эволюции. Недавно люди не допускали, что даже физические предметы могут быть движимы сокровенную мощью человека. Но теперь вы видели, что не внешние силы движут предметами, но ваша энергия работает так же, как и силы космические. 479. Правда, нужно понять единство энергии. Иначе невежды могут отнести ее только к человеку. Опять может произойти умоление. Нужно напрячь вмещение настолько, чтобы и внизу, и вверху ощущать дыхание космическое. 480. Каждый с людьми, говоря, уподобляется рыбаку, закидывающему сеть. Нужно дальше закидывать, чтобы ближе поймать. Только что успеете ободрить, как уже нужно наблюдать, чтобы не возгордился. Природа требует методов среднего пути. Но и вдохновение, и красота не лежат в середине. Значит, и середина, как равновесие, не умаляет, но утверждает напряжение энергии. То же самое называем нирваною. Это середина не низшее трепетание, но равновесие высшего напряжения. 481. Напряжение психической энергии увеличивает жизнеспособность. Можно удостовериться, что в периоды психического напряжения люди живут дольше. Это не может быть объяснено ни пищей, ни санитарными условиями. Ибо в периоды смятения условия жизни очень трудны, и единственная причина должна заключаться в повышенной деятельности психической энергии. Но следует вполне разбираться, в чем состоит напряжение психической энергии. Если слабосильный человек перегрузит себя физической работы, то такое напряжение не приведет к лучшему результату. Напряжение энергии прежде всего понимается с психической стороны. Нужно не забывать, в чем лежит импульс каждого действия. Так можно увидеть, что усилие энергии будет рождать физический рефлекс. Но каждый рефлекс есть только отражение истинной причины. 482. Когда врач запрещает человеку, потерявшему равновесие умственную работу, он поступает немудро. Известны примеры опытных врачей, которые, наоборот, напрягали деятельность психической энергии. Конечно, такие целители должны были обладать значительным запасом психической энергии, чтобы распознавать, к какой области познания направить больного. Утомление не полезно, но напряжение жизнедательно. Но граница между этими состояниями очень сложна. Опытный врач, утончив свою психическую энергию, может указать, где меры полезного напряжения. 483. И козлы на дворе скачут. Но такая мера напряжения не для человека. Пусть очень исследует особенности каждого спорта. Многие виды таких напряжений не соответствуют жизнеспособности. Так же пусть так называемые воспитатели тоньше разбираются в способностях учеников. Ту же истину нужно высказать всем, кто намерен распределять работу и вознаграждение по способностям. Решение правильное, но раньше нужно уметь определять способности. Невозможно судить о качестве энергии, если сами судьи не будут знать о ней. 484. Не отгоните, если кто хочет изучать энергию с чисто научной целью. Только смотрите, чтобы цель не оказалась псевдонаучной. Научная задача основана на доброжелательном допущении, но псевдонаучная полна отрицания. Также не оттяготите исследователя преднамеренными методами. Каждый исследователь имеет право на свой путь. Если даже его путь будет сложным, он, может быть, найдет неожиданную новую подробность. Нехорош обычай педагогов, которые осмеивают каждую попытку своеобразного решения задачи. Нужно приветствовать поиски новых приближений к истине. Если твердо убеждений, что истина одна, не может быть опасений, что найдется какая-то другая истина. Следует проявить самые широкие допущения. Только так можно строить сотрудничество. 485. Убеждение в неправильности собеседника должно быть проверено тщательно. Особенно должна быть проявлена наблюдательность за способом выражения. Часто люди говорят об одном и том же в совершенно разных выражениях. Также и наоборот. Люди умеют говорить в тех же самых словах, подразумевая различные значения. Особенно при суждении о предметах высших нужно проявить осторожность, чтобы избежать недоразумений. 486. Обо всем происходящем задайте себе вопрос. Почему случается именно в такой, а не в иной форме? Почему сейчас, а не раньше? Много мыслей возникает вокруг каждого события. Мышление направится ко многим причинам и попутно многое осветится. 487. Туманное рассуждение о призраках, о предчувствиях и внушениях отдадим на суд истинной науки. Не убоимся предоставить ученым рассмотреть все явления в свете строго научного изучения. Но пусть будет такое изучение действительно строгим, иначе говоря справедливым. Только это условие необходимо, когда касаемся законов космических. Пусть сравнивают передачу мыслей на расстоянии с радио. Пусть приложат к видениям основы телевизии. Пусть припомнят новейшие открытия, они лишь помогут в вопросе психической энергии. Пусть не боятся сопоставлять видения с открытиями научными. Ведь не ради кощунства или самомнения можно черпать сопоставления из всех областей природы. Физика пусть подтвердит самые наивысшие психические проявления. Если психическая энергия есть энергия, то она не будет противоречить законам физики. 488. Всеми мерами пытайтесь открыть доброе желание и вмещение. Не найти ни одного утверждения науки, которые вы не можете принять. Таким образом, на вашей стороне будет преимущество. У вас не будет повода к раздражению, ибо вы допускаете любое научное соображение. Иногда вы будете сожалеть о способе выражения, но сущность найдет место в вашем сознании. Такое допущение создаст отличное преимущество. 489. В чем же руководство? Конечно, в указаниях самого нужного и в обережении от самого опасного. Нужно подумать, что означает само слово. Обычно люди подставляют под него свое значение. В нем будет зарождение недоверие, то есть зарождение разложения. Не может ученый вести опыт, предпосылая недоверие. Можно наблюдать, что такой опыт потеряет три четверти вероятия. О руководстве подумаем. 490. Во всем происходит движение. Также вибрирует руководство. Высшими качествами руководства будут отзывчивость, зоркость и вмещение. Плох будет руководитель, окаменевший на одном приказе. Высшее руководство и невидимо, и неслышимо. Особая наука, чтобы дать не меньше и не больше, принимая во внимание планетарные условия. Не удивляйтесь, что руководимые нередко вообще не признают руководство. Истинно, руководитель этим не огорчается. Учитель плавания поддерживает вновь плывущих и ободряет, шепча, «Вы сами плывете». Так бывает во всех областях. Не мудро было бы со стороны руководителя перечислять все космические и кармические условия. Такие нагромождения могут лишь напугать и подавить энергию. Сложно соприкасание мировых событий. Карма расы племен, карма личности, карма плотная и тонкая, карма дауни и настоящая — все они образуют сложные клубки. И изменить карму трудно. Все же до известной степени ее можно регулировать. В этом отношении руководство весьма необходимо. Не нужно понимать руководство как нечто заоблачное. В разной степени руководство происходит и в плотном мире. Потому издревлее заповеданное понятие гуру весьма многозначительно. И уважение, и преданность, и любовь живут около этого понятия. Живой провод психической энергии работает в таких сочетаниях учителя с учеником. Руководство есть многострунная арфа. 491. Нередко слышите нелепые рассказы, как одновременно появляются воплощения одних и тех же лиц. Получается нечто невежественное и вредное. Отрицатели воплощения пользуются такими выдумками, чтобы опрокинуть возможность перевоплощения. При этом забывают причину, несколько ослабляющую преступность измышления. Некоторые люди припоминают подробности из определенной эпохи, когда они мечтали быть известной личностью. Такое воспоминание мечты и складывает воображение воплощения. Получается ошибка в лице, но не в эпохе. Ребенок воображает себя полководцем, и такое представление его упадает в его же чашу. Многие помнят свои прошлые жизни, но по затемнению сознания вызывают их же прошлые воображения. Нужно осторожно и не слишком осуждать чужие заблуждения. Кроме самомнения и невежества, могут быть лишь частичные ошибки, без позорных побуждений. Конечно, могут быть и разные одержания, нашептывания со злыми умыслами, но об одержании говорилось достаточно. 492. Учитель и ученик неразрывны. Каждый учитель остается и учеником, ибо среди иерархии он будет звеном в цепи вечности. Также по нисходящей линии и каждый ученик будет учителем. Ошибочно думать, что какие-то посвящения возводят на ступень безусловного учительства. Только постоянная дисциплина познания будет живым источником совершенствования. Не будем искать предела в беспредельности. Не будем понимать познавание как нечто законченное. В этом ограничении мы утеряем радость бытия. 493. Не даю, но примите. Руководитель очень редко скажет, что он дает. Только в случае необходимости подтвердит свидетельство свое и дает явление своего «я». Во всей жизни руководитель скажет «примите». Он утверждает, что дар через него идет от иерархии. Следует запомнить эти формулы, ибо в них заключается радость иерархии, которая работает для блага. Нельзя относиться непродуманно к словам. В них заключается как бы печать ограничений. Нет причины позабыть спасительную связь иерархии. Потому не даю, но примите. 494. Жизнь символизируется рекою или стремительным потоком, никогда озером или колодцем. Движение предуказано жизнью. Движение всего и во всем основа сущего. Нужно полюбить движение не столько внешнее, сколько внутреннее. Не замечают движения небесных тел, несмотря на всю их стремительность. Земля представляется глазу обывателя недвижимой. Так и внутренние движения невидимы земному зрению. Но сущность человека должна осознавать непрестанное движение, только им может трепетать сердце. Невозможно представить себя недвижимым, когда планета дает пример непрестанного круговращения. Она существует этим движением. Так не может человек пребывать в недвижимости. Но сознание подскажет, что суета — лишь мнимые движения. Опять приходим к пути ритма и гармонии. Суетаясь диссонанс. И может он лишь раздражать и раздроблять накопление. Только расширенное сознание понимает, где границы между устремлением и суетливостью. Многие вообще не понимают, к чему такие подразделения. Но они, наверное, не слышали музыку сфер и не знают значения ритма. 495. Так же неопытны те, кто полагают, что в природе, возможно, тишина. Понятия тишины вообще отсутствуют. Только начинающие поэты воспевают тишину и сами же тому противоречат. Но наука установила радиоволны, которые схватываются некоторыми людьми без аппарата. Психическая энергия открывает внутренний слух. Не может молчать пространство. Оно наполнено звучанием всех трех миров. Оно полно, ибо нет пустоты. Пусть люди помнят, что тишина может быть лишь для глухих. Но даже так называемые глухие имеют внутреннее звучание, которое может быть даже изысканнее внешнего. 496. Слепорожденные, несомненно, видят внутреннее, но не знают, как передать впечатление словами. Краски их многообразны и тоньше, ибо они прилежат к этому тонкому миру. Нужно наблюдать за выражением их лица, чтобы заметить внутренние эмоции. Глухие и слепые часто бывают добрыми и менее раздражительными, не только по причине их удаления от земной жизни, но и поблизости к тонкому миру. 497. Представьте себе, как к сложной машине подходит невежда. Он не думает о смысле аппарата, но хватает за первый рычаг, не сознавая последствий. Совершенно то же самое происходит с человеком, который упомнил лишь одну подробность целого учения и удивляет, что не видит общего следствия. Так же, как неосторожное обращение с машиной грозит невежде гибелью, так же находится в опасности человек, пренебрегающий сущностью учения. Кто-то обратил внимание только на качество пищи, кто-то только постарался не сквернословить, другой не раздражаться, третий не бояться. Но такие полезные подробности будут все-таки отдельными рычагами. Не поднимет каждый всю тяжесть. Нужно постепенно вникать в синтез учения, только радуга синтеза может дать продвижение. Если кто заметит, что им овладела одна сторона, пусть прилежно повторяет и другие части данных указаний. Даем много прикрытого и постепенно приближаем осознание. Пусть не боится человек подходить близко, пока он не усвоит ритма мозаики. Так приближение к синтезу научит пользоваться всеми подробностями. 498. Не хочу утруждать, но подтверждаю, что негармоничность подробностей может нарушить все строительство. Нужно полюбить каждый цветок растущий. Не будем самомнительно поправлять законы бытия. 499. Около понятия синтеза много недоразумений. Некоторые, хотя и допускают полезность его, но считают, что синтез — это всего понемногу. Они оправдывают себя тем, что не может человек знать всего при современном развитии знаний. Но разве синтез есть знание и всего? Наука со всеми ее отраслями не может быть усвоена одним лицом, но смысл ее должен быть осознан. Он может быть вполне усвоен и утвержден в сознании. Только невежда может притвориться, что ему непонятен смысл синтеза. Невежда легко принимает одну механическую отрасль и готов прикрыть свою узость предубеждением о невозможности совмещения. 5. Нужно примерами историческими доказать, насколько вмещение и совмещение бывали признаками широты и ясности ума. Скоро машина позволит людям освободить значительную часть дня. 6. Нужно подумать, на что будет расходоваться это свободное время. 7. Нужно признать, что совмещение нескольких занятий будет неизбежным, иначе можно впасть в отупенье. 8. Только расширение сознания может помочь в разумном распределении дня. 9. Но явление расширения сознания происходит от любви к познанию и от стремления к высшему качеству. 10. Синтез поможет полюбить качество всей жизни. 10. 501. Говорят о каких-то особых синтетических характерах, но такое самооправдание неверно. 11. Не существует природного синтеза без тщательного воспитания психической энергии. 12. Также упорствуют, что физические науки препятствуют развитию общения. 13. Но каждый знает великих физиков, астрономов, химиков и механиков, которые были прежде всего отличными синтетическими умами. 14. Не будем перечислять их, но можно сказать, что великая наука воспитывает и великие умы. 15. Много зоркости, неутомимости, преданности было заложено в основании каждого синтеза. 15. Понятно, что человек, развивающий наблюдательность, увидит вокруг себя много обобщений и поймет, насколько эти широкие пути привлекательны. 16. Именно синтез основан на убедительности и привлекательности. 17. Синтез настолько широко охватывает сущность, что отрицание чуждосинтетическому уму. 17. Не нужно приписывать каким-то счастливчикам особый дар синтеза. 17. Нужно труженически развить в себе это ценное качество. 18. Пятьсот второе. Следует отучаться от приписывания себе разных освобождающих свойств. 19. Иначе говоря, саможеление вредно. Мужество выедается каждым приступом саможеления. 19. Не мудро считать, что не могло состояться в прошлом. 20. Такие высчитывания называются колодцем прошлого, гораздо лучше родник будущего. 20. Каждый может испить живой воды. 21. Нужно полюбить, что Дух живет в будущем. 20. Пятьсот третье. 21. А ум есть сочетание лучших вибраций. 21. Значит, около таких сочетаний нужно уметь осознать лучшие качества. 22. Нужно очистить мышление от всех мешающих мелочей. 23. Нужно не растить сад обитое огорчение. 24. Нужно каждый час понимать, как вход в сужденную работу. 25. Нрав свой нужно воспитать, чтобы ничто не могло мешать обновлению сознания. 504. Должно испытывать все полезные качества. 25. Недостаточно вообразить о мужестве, о терпимости, о преданности и обо всем составляющем доспех подвига. 26. Негодится в начальнике тот, кто не испытал бесстрашие на деле. 26. Каждый может вообразить себя храбрым, но в действии часто выходит обратно. 27. Нужно противопоставить себя большому ужасу, чтобы удостовериться, не заполз ли страх. 28. Когда говорю о росте благодаря препятствиям, имею в виду такие же испытания на действиях. 29. Нужно привыкать, что каждое указание есть ближайшее необходимое познание. 30. Так мы видели нередко воображаемых героев, которые начинали дрожать перед первой опасностью. 31. Также видели желавших быть терпимыми и свирепо раздражавшихся при первом возражении. 32. Также знали таких преданных людей, которые убегали при первом нападении. 33. Можно перечислить многие случаи, когда воображаемые качества не существовали. 34. Но также знаем многие подвиги, когда люди сознательно превозмогали физические невзгоды и делали из недостатков лучшие украшения. 35. Такое воспитание воли есть уже подвиг. 505. Также часто люди воображают себя тружениками, но при первой необходимости постоянного труда падают духом. 35. Давно сказано «будьте одинаковы», «в счастье и несчастье», «в удаче и неудаче». 36. Обычно они прилагают таких советов в жизни. 37. Думают, что сказавший это, может быть, сам не применяет своих советов. 38. Но мы знаем о применяющих в жизни эти качества. 39. В земном бытии можно назвать примеры показательные. 40. Нужно уважать те, кто способны к постоянному труду. 506. Червь-сомнение есть символ очень показательный. Именно червь подобен бацилии, разлагающей психическую энергию, и влияет даже на состав крови. Когда-нибудь ученые покажут психическую и физическую особенность человека, впавшего в сомнение. 51. Такие последствия болезни, сомнения будут среди самых заразных. 52. От младенческого возраста нужно употреблять лучшую профилактику против сомнения. 53. Здоровая разумная пытливость не породит сомнения. 54. Но всякое невежество будет источником самых уродливых сомнений. 54. Сомнение будет прежде всего уродством и, в конце концов, приведет к предательству. 55. Эпидемия предательства есть уже планетарное бедствие. Так из ничтожного червя образуется самый ужасный дракон. 507. Для опыта над психической энергией сомнений есть самое большое препятствие. Свободное, смелое допущение будет крыльями опыта. 51. Вы замечали, как мысль может проситься на волю. 52. Вы, может быть, хотите приковать мысль к определенному направлению. 53. Но сущность психической энергии шлет сознание в иные сферы. 54. Допустите и такие полеты. 55. Ибо работа мысли многообразна. 55. Понятие делимости духа подсказывает и делимость мысли. 56. Но бывают и обстоятельства, когда психическая энергия напряжена, 57. И мысль настолько устремлена по дальнему назначению, 57. Что такое состояние может показаться без мысли. 58. Но такое ощущение происходит от перемены направления энергии. 508. Знание приводит к простоте. 58. Люди, хорошо друг друга знающие, не нуждаются в длинных и сложных рассуждениях. 59. Они предпочитают обмениваться сущностью вещей. 59. Прекрасно знание, ведущее к смыслу. 60. Лишь мнимая наука будет захлебываться в нагромождениях и тем затемнять свое назначение. 61. Поучительно наблюдать большинство комментариев, которые усложнили самые простые места основ. 62. Целые исследования можно составить, наблюдая за сложными путями комментариев. 63. Психология комментаторов, усвоившие местные наслоения, часто совершенно утрачивала основную задачу. 63. Такую же судьбу имеют все человеческие отношения, когда в суете люди утрачивают представление о своем назначении. 63. Четно стучится психическая энергия. 64. Но ледяная рука наркоза умеряет движение жизнедательницы. 64. Явление простоты пусть поможет освободиться от шелухи. 509. Та же простота поможет рассмотреть, где добро. 64. Вы уже слышали, как слова о добре назывались учением зла. 65. Вы уже знаете, что злые ненавидят добро. 65. Для них оно будет и жестоким, и несправедливым. 65. Зло не признает добра. 65. Такое положение настолько очевидно, что не нуждается в пояснении. 66. Между тем, в каждом учении найдем очень настойчивые указания о том же. 67. Такие повторения доказывают, насколько постоянно требуется напоминание, что зло не признает добра. 5010. Каждый труженик имеет право на улучшение своей области работы. 61. Пусть это будет не только правом, но и обязанностью. 62. Каждый труд может быть улучшаем. 63. Такое творчество улучшения будет радостью работника. 63. Можно представить, что государство должно ободрять и поощрять каждое улучшение производства. 64. Всякая работа в своих приемах может быть беспредельно улучшаема. 64. Не только великие изобретатели имеют удел обогащать человечество, но каждый участник работы своим опытом нащупывает новые возможности и приспособления. 64. Только не нужно отвергать такие попытки. Они могут быть соединены в счастливые применения. 65. Но самое главное благо будет в том, что каждый должен чувствовать себя истинным сотрудником. 651. Плодотворное сотрудничество поможет восприятию постоянства труда. Не может человек делать лишь одно и то же. 65. Но углубление качества и нахождение новых приемов будет постоянным обновлением мысли. Полюбить постоянство труда можно лишь преуспеянием качества. 512. Нужно чуять, насколько напряжение велико. Нужно признать, что не было такого времени. Не может быть обычных мыслей в необычное время. Усвоить это уже будет приближением к первому ряду битвы. Явление напряжения уже велико и не меньше будущего. Также нужно хранить сознание победы, как щит крепкий. Нужно наполнять пространство мыслями победными, ибо в них озон и охрана. 513. Преступность возрастает. Жестокость и свирепость увеличиваются. Необходимо заглянуть в корень таких позорных явлений. Не могло человечество без причин стать хуже. Но кроме причин космических и в самом человечестве имеется основание быть потрясенным. Нельзя бесконечно отрицать психическую энергию. В силу нагнетения космического и психической энергии человечества усиливает давление. Она не только не признается, но даже попирается, вызывая болезни физические и психические. Давно установлено, что преступность есть болезнь психическая. Также и садизм, и жестокость, и свирепость остаются следствиями той же психической эпидемии. Нельзя избавить человечество от таких бичей, если не обратить внимание на состояние психической энергии. Она вырастает в давлении. Она наподобие гремучего газа представляет опасность взрыва. И остается направить ее в мощное сужденное русло, иначе она окончит эволюцию. Но такие воздействия на всеначальную энергию не могут быть случайными. По всей планете должны возникнуть ученые, культурные очаги, которые в сотрудничестве будут заниматься воспитанием психической энергии. Такая сеть может внести основы научной дисциплины. 514. Не будем откладывать действий по образованию человека, как носителя психической энергии. Много имеется отдельных попыток, но теперь нужен как бы кооператив по исследованию этих энергий. Не нужно ограничивать такую полезную работу условностями, ибо самые неожиданные разнообразные сотрудники могут принести свой жизненный опыт. 515. Любите друг друга. Эта заповедь дана мудро. Ничто не может лучше любви гармонизировать психическую энергию. Все высокие собеседования основаны на том же чувстве и также благотворно для психической энергии. И легкая пранаяма также укрепляет основание энергии. Так люди должны собирать и утверждать все полезное для психической энергии. Должен каждый следить за запасом психической энергии. И даже вздох единый уже приносит обновление сил. Очень показательно, что психическая энергия возобновляется прежде всего чувством, но не физическим отдыхом. Потому сказано «нагружайте меня сильнее, когда иду в сад прекрасный». Именно нагружение и нагнетение — родина сильных чувств. Если же человек умеет судить о своих чувствах, он среди них изберет достойнейшее, и оно будет любовью. 516. Также сказано давно, умеющий любить имеет сердце огненное. Для укрепления энергии нужен огненный порыв. Никакое рассуждение не дает того огня, который выжигается искру и чувство любви. Когда будут строить школы мысли, тогда испытывать будут и значения, и чувств. И чувств, сравнивая чувство злое с чувством добрым, опять познается, насколько добровыносливее зло. 517. Никто не должен считать, что развенчание чувств преподается, если они сопоставляются с энергией. Кто-то вообразит, что невместно упоминать высшие собеседования наряду с энергией. Кому-то энергия есть нечто заключенное в машине, но ничтожно будут такие земные представления. Нужно тоже полюбить доверенную явленную энергию. Доверенные энергии есть капли из высшей чаши. Так без любви нет продвижения. 518. Опять запомним, почему большинство людей должны многократно перечитывать книгу живых указаний. Одни скажут, что это давно им известно, но не примут к исполнению. Затем они назовут указания заоблачными и неприменимыми на земле. В третьем чтении они найдут, что, может быть, где-то имеются люди, которым полезны эти советы, и в четвертом повторении вспомнят и о себе самих. Другие начнут с похуления всей книги, потом удалят книгу из дома, после как бы случайно вспомнят о ней, и в конце концов начнут впоследствии твердить целые мысли из книг. Разнообразны пути сознания, и потому нужно людям привыкать к восприятию услышанных мыслей. Жаль наблюдать ненужные зигзаги пути, происходящие от самости, от надменности, от презрения к чужому мнению. Так людям приходится перечитывать много раз то, что при сердечном восприятии могло подойти ближе и скорее. Чертополох в саду нетерпим. Так же нетерпимо зло в жизни. Но если зоркие глаза отличают тропинку добра, следует ее оберечь. Пусть она будет длина и узка, пусть она будет местами заросшей, но каждое зерно добра сохраните. Пусть птицы добра не всегда поют понятно, но каждый звук добра уже драгоценен. Между радиоволнами можно иногда различать какие-то вторгающиеся голоса. Конечно, это будут голоса некоторых людей, невольно воспринятые аппаратом. Так среди голосов тонкого мира все чаще слышатся и голоса живых. Этим обстоятельством хотят воспользоваться враждебные невежды, чтобы отрицать сообщения из тонкого мира. Но они забывают, что психическая энергия повсюду одна. Она не может быть мертва или жива, ибо она всеначально. Мысль нерушима, и она вибрирует в пространстве. Невежды отрицают мир тонкий и тем отвергают мысль. Все сущее служит не отрицанию, наоборот, все подтверждает одну истину. 521. Много раз возвещался конец Земли. Но планеты еще существуют. Невежды опять найдут повод для своего торжества, но накануне гибели Атлантиды также насмехались. Кроме того, планете не раз угрожали губительные столкновения. Чуткие аппараты могли это обстоятельно предвидеть. Еще недавно планета весьма тесно избегла столкновений. Если находятся люди, которые предчувствуют землетрясения дальние, то вполне понятно, что и другие космические вибрации могут быть ощущаемы. Не будем судить, почему многие опасности избегаются. Причин тому много. Некоторые острова находятся в очень опасном состоянии, но жители не покидают их. Но никто не смеется над учеными, исследующими подвижные очертания берегов. Невежественная критика должна быть очень осторожна, как в отношении физических изысканий, так и в области психических прозрений. 522. Правильно полагать, что от раскрытия одной тайны не умолится следующее. Сказано, что каждое открытие есть лишь врата к ближайшей тайне. Но также сказано, что каждая тайна обнесена тем высшую стеною, в подступах которой все труднее. Пусть боящиеся сразу знают предстоящие трудности. Не следует заманивать легким достижением. Пусть отбор совершается, и сильные духом полюбят путь трудный, иначе на чем они испытают себя. Заблуждение великое думать, что все изобретения должны лишь услаждать жизнь. Так каждое открытие даст лишь окошко в беспредельности, и один взор решит природу человека. Немного любить или заглянуть в беспредельность. Большинство ощутит ужас от представления о бесконечном пути. Даже на земле немного странников, которые поняли такое продвижение. 523. К тому же люди должны пересмотреть словесные понятия. Сегодня уместно сказать о торжественности, но многие ошибочно поймут такое прекрасное понятие. Для многих торжественность есть праздничное безделие, то есть безответственное хождение и произнесение отживших слов. На самом деле торжественность есть возвышенное приношение всех лучших чувств, есть напряжение всех превосходных энергий, прикосновение к следующим вратам. Мало представляют себе люди воздействие пространственных токов. Даже просвещенные ученые не всегда отдают себе отчет в непрестанном изменении качества атмосферы, слишком велика очевидность в неподвижности окружающего. За этой условной очевидностью скрывается действительность. Следует воспитывать сознание молодежи, что около них кружится постоянный вихрь. Но не ужас несет он, уявляя мощь тонких энергий. Образованный человек достаточно должен знать о вечном движении и о неповторяемости явлений. Также он легко усвоит и переменность токов, наполняющих пространство. Свои настроения и ощущения человек будет сообразовывать со многими причинами внешними. 525. Также должен научиться человек выслушивать опытные советы. При таком собирательном мнении рождаются многие огни. Не следует избегать обсуждений. Около них усиливается круговорот токов и смены энергии. Пусть сменяются токи, ведь после тяжких придут и хорошие. 526. Некий начальствующий пришел к пустыннику, прося сказать ему об основах жизни. Пустынник начал рассказывать и во время беседы постепенно наливал воду в чашу. Начальствующий, наконец, заметил, что вода идет через край и указал пустыннику, на что тот ответил. Правда, потому в следующий раз запасись чашей большей вместимости. Такими сказаниями пытались люди утвердить сознание, что свыше вместимости прольется мудрость напрасно. Но то же сказанное предусматривает ободрение. Каждый раз можно приносить большую чашу. 527. Почему так трудно воспринять закон, что каждая энергия есть уже физическая мощь? Люди могут двигать мускулами посредством воли, значит, эта энергия является физическим рычагом. То же самое можно видеть при сравнении физических упражнений атлетов и хатха-йогов, которые в значительной степени достигают приказом воли различных достижений мускульных. Так нередко мыслящий человек не терял и физическую силу. Уныние есть не что иное, как распущенность. Поставьте унылого человека в достаточную степень опасности, и он принужден будет ободриться. Но степень потрясения должна быть велика, чтобы заставить человека переменить свое настроение. Даже некоторые болезни излечиваются потрясением. Ужас смерти превосходит, казалось бы, все человеческие слабости. Но даже и такая степень может найти нечто превосходящее. Существует много рассказов, как смертельная болезнь получала помощь лишь благодаря опасности. Сколько раз параличные выбегали из горящего дома. Сколько раз внутренние поражения исцелялись, ибо центр устремлялся по иному направлению. Спрашивается. Если люди осознают окружающую опасность, может быть, они излечиваются от одной из самых опасных болезней? От распущенности? 529. Правильно замечено, что основные свойства сознания почти не изменились в течение тысячелетий. Может быть, такое потрясающее событие, как гибель Атлантиды, и повлекло некоторое обновление сознания? Ну, размеры потрясения должны быть чрезвычайными. 530. Боль есть признак пораженности органа. Иначе говоря, вестник болезни. Но, может быть, боль и другая. Она может происходить от совершенства одного органа над другим. Особенно это заметно при сердечных болях. Сердце может быть здоровым, но настолько утонченным, что ему как бы тесно между прочими органами. Обычно считают здоровым организм, который не чувствует боли, но такое определение примитивно. Самое здоровое сердце может болеть, ибо слишком многое на нем отражается. Нужно, чтобы врачи ясно различали причины боли. Явление, познание психической энергии им поможет. Иначе. 531. Распознание качеств пространственных токов есть начало ручательства о высшем состоянии сердца. Нельзя приказать сердцу учуять, если оно еще не в состоянии. Тогда призванная психическая энергия даст импульс четкости. 532. Особый ущерб расширению сознания нанес тот, кто противопоставил дух материи. Конечно, можно слышать часто, что материя есть уплотнение духа. Такое определение легко заслушивается, но грубая очевидность помимо сущности крепко стоит на давнишнем подразделении. Нелегко затемненному воображению представить все состояния духа. Можно вспомнить, как некий дикарь ушиб приятеля камнем и просил простить, и подумал, что кусок духа не причинит боли. Утверждение состояния духа должно усилять науку, и наука должна помочь прояснению человеческого воображения. 533. Каждое условное подразделение наносит вред основе единства. Осознание силы всеначальной поможет освободиться от ненужных наслоений. Большинство условных названий произошло от самости, желавшей назвать предмет по-своему. Конечно, и смешение языков принесло необычное определение. Следует заботиться об образовании ясных объединительных определений. 534. О чем заботиться? О тесном или обширном? О кратком или о длительном? Самый простой и рассудительный человек скажет, пусть лучшее будет длительным. Сравним земную жизнь с надземным пребыванием. За малыми исключениями пребывание в тонком мире несравненно длительнее. Значит, мы должны готовиться не для кратких остановок и должны особенно ценить то, что понадобится в длительном пребывании. Всеначальная энергия, мысль, сознание, воображение и воодушевление являют невесомую собственность. 535. Можно понять, почему сравнительно мало сказано о перевоплощениях в древних учениях. С одной стороны, о них было достаточно известно, с другой, было бы неполезным обращать внимание на бывшие. Только люди с особо расширенным сознанием могут погружаться в прошлое без вреда для продвижения. Для малого сознания взгляд назад может быть губителен. Люди должны быть в постоянном приготовлении к будущему. Только в таком сознании могут они гармонизировать земную жизнь. Даже переезжая в лучшие помещения, люди отбирают свое лучшее имущество, и никто не везет с собой грязную ветошь. Также осмотрительно и достойно должен человек приготовить себе жилище в тонком мире. 536. Земные люди на жаркое время переезжают в горы. Точно так же может человек подняться на высоты и сделать этот подъем чрезвычайно радостным. Утонченная психическая энергия поможет освоиться с новым окружением. Она привлечет и лучших руководителей. Называют ее магнитом, мостом, вратами и сокровищем всеми лучшими именами, чтобы человек запечатлел свое истинное сокровище. Только ясное осознание тонкого мира поможет людям осознать земную собственность без лицемерных отречений. Человек поймет, какое достояние ему принадлежит, и земные вещи найдут должное место в долгом человеческом существовании. Сущность не в отречении, но в осознании особо прекрасна. 538. Человек, осознавший в себе присутствие психической энергии, может замечать ее и в других. Сказано, что познание самого себя есть путь, но первое качество будет в состоянии психической энергии. Для многих рассуждения о психической энергии будут как бы бредовым состоянием. Они вообще не могут понять, о чем идет речь. Они будут весьма гневаться, как всякие присутствующие при недоступной для него беседе. Нужно понять, что первый проблеск об энергии будет самым трудным. Только спокойнее нужно относиться к невежестенному непониманию. Так многие вообще не могут представить себе состояние после прекращения земного существования. Такие люди могут быть и атеистами, и церковниками, но одинаково будут далеки от сознания всеначальной энергии. Весьма поучительно, как самые противоположные убеждения могут одинаково заблуждаться. 539. Можно сравнить спящих с отрицателями. Поистине, не имеет смысла говорить крепко спящему. 540. Теперь вы можете тем более понять, почему хатха-йога не указана нами. Она менее других устремляет человека к всеначальной энергии. Правда, она через совершенство мускульное и приказы воли медленно продвигает человека, но оставляет в небрежении самое основное, с чего нужно начать. Зачем идти только снизу, когда лучшие дары сверху? Разве не будет скорейшим продвижением познание самой основной энергии? Не хатха-йога сказал. Мир есть мысль. 541. При мысленных передачах нужно запомнить некоторые качества энергии. Прежде всего, нужно признать неизбежность неожиданности получения ответа. Такое свойство остается вследствие различий восприятия земного и тонкого. Непременно тонкие энергии встречаются с земными условиями. Каждый земной заслон, как мертвенная пелена, закрывает доступ. Пусть это будет мгновенно, но все-таки уже создается возможность неожиданности. Люди привыкли мерить зимными мерами и могут сами отвергнуть тонкую посылку. Потому так важно изощрять свою тонкую энергию. 542. И другое условие необходимо помнить. Сердце неминуемо будет отмечать посылки. Это не сердечная болезнь. Но трепетание тока. Невозможно определить словами ощущение сердца. Только люди, привычные к мысленной передаче, могут понять, в чем заключается это трепетание. 543. Даже могут быть ощущения боли в нервных центрах. Понять можно, что такие чуткие центры должны отзываться на внешние токи. Явление таких болей часто называют невралгией, но причины ее не понимаются. Обычно ищут причину в простуде или в переутомлении, но внешние психические причины не принимаются во внимании. 544. Быть матерью Агни-йоги совсем нелегко. Только со временем люди оценят всю самоотверженность, которая необходима при провозвестии огненной мощи. 545. Нужно усвоить внимательность ко всем явлениям, протекающим во время космических напряжений. Многое отмечается, но еще большее остается внебрежением. Люди настолько удалились от осознания всеначальной энергии, что не умеют находить слов для очевидных явлений и событий. Ведь нельзя отделять события от психических явлений. 546. Даже самый опытный восприниматель мысли знает, насколько выбиваются отдельные слова посторонними вторжениями. Можно представить, сколько токов перекрещивается в пространстве. Множество поучительных опытов можно производить не только по прямой передаче мысли, но и по исследованию перекрестных воздействий. Многие токи могут быть посылаемы и воспринимаемы прямо, но кроме них могут вторгаться чужие волны. По силе и качеству равные, такие сложные волны нужно изучать. При таких наблюдениях выявится, что сильный ток представит как бы магнит для более слабого. Отсюда и слияние нескольких волн. Чуткий приемник будет ощущать дрожание сложных вибраций. Также весьма показательно, что некоторые волны больно ударяют по ауре. Такие удары могут происходить от негармоничности посылок и от сложности волн. Также уже замечаются звучания в ушах. Помимо работы некоторых глант нужно понять, что такое напряжение может быть вызвано нагнетением атмосферы, своего рода отзвук наполненного звучания сфер. 548. Правильно судить, что и современные учения йоги уделяют столько внимания настроениям человека. Казалось бы, такое замечание всем известно и понятно, но действительность показывает, что люди не понимают значения воодушевления или мрачного уныния. Пусть ученые исследуют передачу мыслей при самых различных состояниях. Помимо психических состояний, можно наблюдать и температурные условия. Жар дает повышенное восприятие. Конечно, говорю о повышенной температуре организма. Не сама болезнь, но сочетание огненных волн ткет нит соединения и воздействия. 549. Которая же мысль доходчива? Старые люди говорят «та, которая от сердца». Такое простое определение правильно. Именно состояние психической энергии приближает или отдаляет принятие мысли. Но нужно представить себе, сколько непринятых мыслей остается в пространстве. Если мысль есть энергия, и она не разлагается, то сколь ответственно человечество за каждую мысль. Можно проверить общую сумму всех мыслей, одновременно полетевших по миру. Поучительно узнать, о чем думает человечество в каждую минуту. Следствие будет крайне неожиданным. Можно будет разделить мысли на немногие категории, и очень малое количество окажутся направленным на общее благо. Такие подсчеты могут дать самые ужасные выводы. Не нужно мечтать, что люди уже осознали ценность мысли. Не уставайте твердить о значении мысли, вы будете обвинены в недопустимом новшестве, будете обвинены в потрясении основ общественных. Чем могут доказать, что забота о мысли опасна для государства? Между тем вы уже испытываете обвинение, что вносите нечто опасное. Но в какое звериное состояние должен впасть человек, чтобы считать упоминание о мысли чем-то недопустимым в человеческом обиходе? Нужно послушать все насмешки над философией, ибо она учит мыслить. Пятьсот пятьдесятые. Почти не найти людей, преданных искусству мышления. Простую задачу олимпийских игр люди способны венчать лучшим венцом. Но где же осознание и поощрение мыслей? Уши не могут вместить гром в рукоплескании за прыжок, но каждый прыжок мысли будет заподозренный и осмеян. Пусть собираются явленные борцы мысли. Пятьсот пятьдесят первое. Опытным путем должна быть исследована вся область психической энергии. Невозможно допускать личных предположений. Нужно с величайшей осмотрительностью пользоваться источниками древней литературы. Следует иметь в виду, что многие определительные в свое время понимались иначе, нежели в современном толковании. Многое так называемое метафизическое в свое время было полной реальностью. Многие древние философы оставляли после себя лишь символические определения. Они или сознательно скрывали настоящее наименование, или в обиходе учения пользовались сокращенными знаками. Углубление в разные эпохи познавания психической энергии докажет самое противоречивое суждение. Не заблуждайтесь в таких лабиринтах человеческих мышлений. Происходили эти явленные заблуждения лишь от недостаточно научных опытов. Не сказки о психической энергии нужны, но человечество будет продвигаться суровыми опытами, проверенными на разных концах мира. Для такой достоверной проверки нужно единение. 552. Мать положит первые основы исследования. Психическая энергия. Даже до рождения ребенка будет замечать весь обиход жизни и питания. Характер будущего человека уже обозначен в утробе матери. Уже можно наблюдать некоторые особенности, которые предупредляют характер, явленный в желаниях самой матери. Только и в этом случае нужно честно наблюдать, но самую возможность наблюдения нужно воспитывать. Так мы опять обращаем внимание не на теории и догмы, не на теории, но на опыты и наблюдения. 553. Утомление усиливается внешними условиями. Такие наблюдения также нужны. Явления подавленности или утомления могут принимать эпидемический характер. Целые округи, даже страны могут оказываться в полосе нагнетение. 554. Даже у младенцев можно наблюдать явление психической энергии. Но нужно уметь различать эти знаки, в которых так много отзвуков тонкого мира. Уже явление прежних жизней сказывает среди детских игр и помыслов. Неразборчиво будет сказать, что все детские забавы одинаковы. Даже при общих играх каждый ребенок проявляет свою особенность. Наблюдая таких детей, можно обогатить свое знание о психической энергии. Ошибочно думают, что лишь взрослые с разбитыми нервами могут служить объектами для наблюдения. Именно дети при ненарушенной силе психической энергии дадут лучшие опыты. 555. Много приходится говорить о медицинских советах, но кроме врачей никто не занимается вопросами основной энергии. Многие скажут, что не их дело углубляться в медицинские задания. Но каждое такое замечание будет вредным невежеством, жизнь для всего живого, и каждый должен принести свой камень на постройку. 556. От храма заглянем и в подвал. Сумеем удержать в себе не только парение, но и сострадание. У каждого человека есть открытая рана. Только психическая энергия может нащупать эту боль. Каждое изучение высшей энергии научит и открытию помощи. Также и желание помочь должно быть воспитано. 557. Если у каждого человека имеется открытая рана, то также имеется карбункул сердца, называемый «святая святых». «Такой магнит должен быть храним». Называли его «камнем дорогим». Уж давно говорил о «камне дорогом», но тогда кто-то мог понять, как отвлеченность, но теперь уже знает, что это вдвойне неотвлеченные понятия. Узлы психической энергии легко можно назвать «камнем», ибо магнитность у людей соединяется с представлением о «камне». Магнитная гора понимается легко, но магнит человека не понят. Между тем, если в макрокосме имеется множество магнитных явлений, то и в микрокосме человека такое же количество неотъемлемо. 558. Люди знают об электрическом угре, но такие же разряды в человеке кажутся им какими-то феноменами. До такой степени трудно входить в сознание, что человек заключает в себе решительно все. Такие качества в человеке должны возбуждать к нему особую бережность, но не признано такое всеобъемлемое наполнение человека. Слова «макрокосм» и «микрокосм» повторяются неумно, без всякого внутреннего значения. 559. Так же может ли быть осознанно великое понятие святая святых? Иногда тонкое тело возвращается из своих полетов с этим возгласом, чтобы закрепить это в земной жизни. Много светлых истин может приносить с собой тонкое тело. Оно успевает побывать среди разных сфер, успевает снести живыми людьми в разных странах все это в беспредельности и безвременности. Разве все подобные качества в микрокосме не делают из него престол высшей мощи? Некоторые люди стремятся получить только новые, не заботясь об усвоении прежнего. Много опасностей в таких прыжках на неизвестной почве. Не всегда можно доверять таким людям. Вряд ли они могут охранить порученные им. Стремительность ценна, когда она будет следствием полного сознания. 561. Аум, как высшая вибрация, может звучать для настроения психической энергии. Каждая арфа должна быть настроенной. Тем более психическая энергия подвергается всем космическим вибрациям и должна быть приводима в спокойное состояние. При старинных рассуждениях о всеначальной энергии часто именно Аум заключал стих советов. Многообразно психической энергии. Можно найти различные вибрации ее, имеющие особые наименования. Обратим внимание на один высокий вид энергии, именуемый защитностью. Не нужно думать, что это качество защищает самого носителя такой энергии. Наоборот, он защищает многих, щедро уделяя свою энергию. Подобно делимости духа выделяется психическая энергия, где она может быть полезной. Такой врач не знает исцеляемых им страждущих. Трудная, но благодатная работа. Вибрационно-электрический массаж полезен, если согласовано вибрациям. Неумно окружать больного чуждыми ему вибрациями. Следует прежде всего изучить его психическую энергию, ее качество и напряжение. Массаж основан на ритме. Но ритм необычайно индивидуален. Можно втереть совершенно несоответственное раздражение. Потому при медицинских школах ритм и вибрации должны быть изучаемы. 563. Агни, Пураны, Упанишады и другие старинные заветы в своих основных частях совершенно точно передают законы бытия. Нужно не отвергать, но очень внимательно прислушиваться к искрам истины. Не могут быть скованы два металла без огня. Также итог высшей энергии может быть принят лишь огненным сердцем. Не будем пренебрегать всякими источниками добра. Каждый, кто запятнает светлую одежду ближнего, сам себя осудил. 564. В разных религиях замечается особая гармонизация молитвенных напевов. Если сравнить древнейшие из них, можно отметить поразительное сходство тональных построений. «Кроме того, можно найти замечательные общие ритмы, доказывающие, что составители этих песнопений глубоко понимали значение гармонизации. Невозможно приписать такое основное сходство простой преемственности. Можно понять, что на них воздействовал один источник. Нельзя сомневаться, что единая всеначальная энергия бытия будет давать однородные ритмы для одного вдохновения. Поистине зрячие могут широко находить подтверждение великого единства». 565. Вы слышали, что лицо, страдавшее недостатком речи, вдруг могло произнести прекрасное и вдохновенное обращение? Не могла этого достичь лишь единоличная воля. Требовалось участие другой энергии. Кто-то послал свою защитную силу. Может быть, такая сила навсегда исцелит недостаток? Может быть, нервная судорога уйдет навсегда, если сохранит ста степень энтузиазма, которая наполняла произнесшего прекрасную речь? Пусть он наблюдает за ритмом своего сердца. Пусть вспоминает, как гармонизировалась его удачная речь, которая так вдохновила слушателей. Удержать явленную гармонию уже будет достижением. Много можно привести примеров, когда ритм психической энергии возносил человека и помогал преодолевать все нервные спазмы. Много можно назвать случаев, когда люди под влиянием высшей энергии забывали навсегда о своих недостатках. 566. Всякое чрезмерное напряжение противоречило бы гармонии. Надо, чтобы удачная гармония оставалась в памяти без всякого насилия. Пустынники указывали на глубочайшее значение бессловесной молитвы. Так судить могли лишь познавшие мощь гармонии. 567. Радиоскоп знакомит с одной стороной светоносности. Но тот же аппарат может подтверждать воздействие психической энергии на степень света. Можно наблюдать, что различные нервные состояния наблюдателя будут изменять радиоактивность. Так можно сказать, что психическая энергия человека и минерала сотрудничают, будучи едины. Явление содействия или разрыва только зависит от так называемого настроения человека. Еще недавно такое утверждение было бы названо безумием, но сейчас некоторые уже понимают такое сотрудничество энергии, а другие опасаются высмеивать. Так движется познание. Особенно нужно признать, что доброе настроение уже есть половина успеха. 568. Пусть люди полюбят напряжение, ибо расслабление уже есть разложение. Никто не будет познавать предмет в расслаблении. Уже называли крепость духа доспехом, но нужно привыкнуть к каждому доспеху. 569. Случайна ли отрывочность заметок? Может быть, в этой мозаике заключается ритм и особый рисунок? Пусть иногда друзья подумают, почему избрана такая система. Не лежит ли в ней особое задание, чтобы воздействовать на разные центры? Усовершенствование способности восприятия является очень важным достижением. 570. Сроки самые многозначительные могут приходить неразгаданными. 16 сентября может быть почувствовано лишь немногими. Так бывает, когда пожар уже свирепствует за стеною, но народ собирается на зрелище, не понимая, что занавес скрывает опустошение. Срок может быть предуказан космическими условиями, но люди не обращают внимания на запечатленные знаки. Совершенно так же опытный врач мудро исчисляет развитие болезни. Но приходит указанный срок, и больной встречает день, насмехаясь над врачом. И сколько раз следовал ответ, вечер еще не настал. Если спросить людей, как они представляют себе нечто весьма важное, они расскажут самые замысловатые предположения, и ни одно не затронет сущности происходящего. Такие блуждания около сущности вещей лишь доказывают небрежение к всеначальной энергии, которую может направить воображение по правильному пути. 571. Человек отлично знает внутренне о присущей ему энергии. Ушибаясь, он разотрет пораженное место рукой. Желая обратить внимание, он топнет ногой. Он знает, что именно к конечности испускают энергию. В сказаниях человек повествует об искрах от удара руки и о земном огне от следов ног. Но трудно человеку в обиходе признать свою собственную мощь. 572. Усвоение ритма есть ступень к дальним мирам. Никто не может воспринять тонких вибраций, если он не усвоил ритма и не понимает значения гармонии. Но кому-то она звук пустой, но имеется тот, кто уже гармонизировал всю жизнь свою. Неявленный ритм плохой музыки, но огненный ритм сердца имею в виду. Некто, услышав ритме, нанял барабанщика и велел стучать в уши. И только еще больше отупел такой глупец. 573. Суждение людей поражает своей относительностью. Образцом может служить определенное состояние перешедшего в тонкий мир. О том же самом лице будет сказано «он погиб, он уничтожен, он терзается, он спит, он являет успокоение, он получает, он восходит, он радуется». Так каждый судит по своему представлению о тонком мире. Но так как никто не рассказал о тонком мире людям, то они начали судить по своему воображению. Но воображение воспитывается нечасто. Таким образом, самая ближайшая сфера все еще остается в пределах призраков. Когда при погребении кто-то плачет, может найтись некто, который пожалеет о неведении. Так же точно, если кто-то в таком же случае будет радоваться, люди возмутятся о безумце. Так люди не могут усвоить соотношение земного существования с надземным бытием. Можно назвать много случаев, когда люди видели своих близких из тонкого мира. Но и такие доказательства остаются лишь среди феноменов. Невозможно убедить людей в естественности смены бытия. Им запрещается думать о перевоплощении. Они соглашаются пребывать перед неизвестную бездну. Но каждый год сближает миры, и можно умножить случаи свидетельств о памяти прежних жизней. Уже каждый может приводить много примеров, только требуется доброжелательное отношение. 574. Такое же доброжелательное отношение нужно и в опытах с психической энергией. Не следует вопрошать ее будущим. Но можно запечатлеть, как психическая энергия сама предчувствует ближайшие пути. Ее называли глазом души, так сравнивали с физическим зрением. Если глаз, естественно, видит находящийся впереди предмет, то и глаз души предвидит будущее. 575. Не только каждый центр есть динамо, но каждый атом уже вырабатывает энергию. Можно ли считать неестественным и ненаучным исследованием психической энергии? Говорю, для тех, кто имеет особые возможности познавания энергии. И так часто противится своему достоянию. Народ должен учиться и учиться. Так наука во всем своем величии даст возможность достижений. 576. Психометрия считается уделом исключительных людей. Но общее свойство дано решить на всем. Каждый человек при каждом прикасании к предметам ощущает различные сенсации. Разница лишь в том, что один обращает внимание на них, но другой проходит равнодушно. Следует отдавать себе отчет в каждом ощущении. Какое богатство жизни откроется тем, кто вибрирует на все чувствования. Нетрудно усовещивать себя в разнообразии ощущений. Каждая книга, каждое письмо несут в себе целую ауру. Нечто несказуемое, но явное сердце получится от прикасаний. Нет причины полагать, что лишь некоторые счастливчики имеют дар, в котором другие обойдены. Мысль о возможности есть уже открытый путь. 577. Испытатель психической энергии находится в совершенно других условиях, нежели иные исследователи. Они могут уделять своим излучениям определенное время, так как испытатель психической энергии посвящает все время наблюдению. Он никогда не знает, как образуется замечательное явление. Он не может оставить без внимания мысленные токи, которые могут возникать ежеминутно. Он должен уметь проснуться в полном сознании. Он должен обращать внимание на ауры людей и предметов. Он должен обладать терпением и доброжелательством. Он не может жаловаться и впадать в уныние. Так многие условия, как воображение и чувство знания, необходимы для наблюдателя. 578. Кто может сказать, что он лишен всех необходимых условий? Кто может утверждать, что не обнаружит завтра то, что не нашел сегодня? 579. Перед сроками космическими могут быть нагнетения и даже болезненные ощущения, поэтому мы советуем развивать в себе чувство торжественности. Называем это чувство крыльями. Лучи подвига не блестят без торжественности. Утверждение тоже нуждается в торжественности. Такое преддверие к храме не будет самым подобающим. Торжественностью преисполним сердце. 580. Постоянная готовность есть качество, которое нужно вырабатывать. Готовность не есть нервный порыв, не есть временное напряжение. Готовность есть гармония центров, всегда открытых к восприятию и воздействию. Человек полный гармонии всегда получает и всегда дает. Сущность его всегда укрепляется в непрерывном токе. Не бывает даяния и бесполучения. Прервать такой ток есть смерть продвижения. Всезнающий будет и вседающим. Поймем эту истину широко, не ограничивая плотными условиями. Существует закон, по которому получение не должно быть понято как собственность. А осознание такого понятия может происходить в сердце. Никакие лжеуверения не обманут сердце. Укрепление психической энергии дает твердость. Постоянная готовность есть продукт здоровой психической энергии. 581. Древний патриарх называл психическую энергию благословением. Современный врач называет ее здоровьем духа. Нужно с великим вниманием следить за древними определениями. Было бы самомнением и невежеством отвергать накопление многих тысячелетий. Испытатель прежде всего, освободиться от самомнения. 582. Ученик обратился к учителю с длинным списком качеств, требуемых для преуспеяния. — Грустно, — сказал он. — Учитель, не могу овладеть этими качествами. Учитель спросил, — Неужели всеми? Ученик продолжил. — Представляется мне, что ни одно качество не усвоено мною. Учитель ободрил. — Не велика беда, если чувствуешь, что все нужные качества не усвоены тобою. Хуже, если тебе покажется, что ты владеешь всеми. 583. Ученик приступил к учителю с раздражением, спрашивая. — Много читал я учений, и все же не знаю из чего — начать применять его. Учитель ответил. — Очевидно, тебе прежде всего нужно освободиться от раздражения. Этот туман мешает тебе видеть путь. 584. Ученик просил учителя. — Укажи, как приложить к жизни учение. Учитель посоветовал. — Для начала стань немного добрее. Не считай добро как сверхъестественный дар. Пусть будет оно почвой твоего очага. На нем разведешь огонь, и на такой почве пламя будет нежгучим. Так приступили ученики, и дивился учитель, почему после всего учения требовалось вопрос, с чего начать. Не сказка, но сама жизнь напомнит о таких несоизмеримостях. Ученик должен почуять в сердце, которое качество ему ближе. На всех путях ко мне встречу тебя. 585. Можно замечать, насколько космические токи усугубляют реакцию разных органов. Можно видеть как бы колебания слуха, зрения, утруждение солнечного сплетения, напряжение связок и яркое горение центров. Микрокосмо отвечает бурям, макрокосмо. Сколько явленной стойкости нужно найти в себе? Чем может человек преодолеть напряжение пространства? А ум, как звучание гармонии, будет целителем. 586. Еще раз ободрим все, кто огорчается при первой неудаче с опытом над психической энергией. Пусть они запомнят, сколько условий могут влиять и препятствовать опыту. Окружающие люди и предметы, пространственные токи и состояние здоровья, наконец, мысли, получаемые издалека, все может или повышать, или понижать следствие. Много попыток было прекращено в самом зачатке, ибо нелепые замечания или враждебная мысль парализовала психическую энергию. Печально, что человек от первой неудачи впадает в отчаяние. Этим он лишь доказывает, что его психическая энергия находится в полной распущенности. Тогда испытатель должен здраво помыслить, как образовать психическую энергию. Ведь помимо опытов человек не вправе держать всеначальную энергию в безобразном состоянии. Пусть каждый начинающий исследователь испытает самого себя на разных обстоятельствах. Только всевозможные испытания могут доказать, какие именно свойства преобладают в данной психической энергии. Также пусть исследователь не терзается особенностью своей энергии, сравнивая ее с опытом других. Некоторые склонны преувеличивать, но другие по скромности преуменьшают, при этом нередко упускают из вида самые ценные свойства. Пусть вооружаются терпением и преданностью к наблюдениям. Не следует преддаваться шатанию и порывам, которые так часто приводят к раздражению. Так постоянно заботливо поддержите начинающего наблюдателя. 587. Два вида людей. Одни предпочитают пользоваться трудом других, а втори любят сами достигать. Обращайте внимание на вторых. Среди них найдете исследователей и сотрудников. Помогайте им, ибо такие люди особенно сокровенные и впечатлительные. Новый метод наблюдения не должен быть порицаем. Много начатых изысканий было зверски нарушено невеждами. Оберегите тонких явленных искателей от попыток палачей. Каждый в своем кругозоре может сделать столько полезного и самоотверженного. Будем самоотвержены. 588. Даже в самом первобытном шаманстве при молениях, заклинаниях и обращениях применялись сложные у рта руки, трубы и разные отверстия, чтобы как бы усилить и уплотнить звук. Такие символы напряжения и сосредоточения можно наблюдать во всех веках, как в малом, так и в великом, даже до самых высших молений. Трубный звук как бы напрягает пространство и ударные ритмы сосредоточивают. Конечно, такие примитивные усилия не нужны, где слагаются высшие собеседования. Считаю, что и сейчас нужно напомнить о сердечном устремлении. Так уже древние отшельники предлагали при мысленных обращениях представлять перед собой как бы прямую бесконечную дорогу, по которой должна была стремиться мысль. Много существует образов, помогающих сосредоточению, но никто не предлагает представить мысль, блуждающий по лабиринту. Прямота и простота пусть будут удачными местами. 589. Не думайте, что люди умеют воображать. Такое творчество нечасто. Странно, но обилие зрелищ вовсе не способствует развитию воображения. Даже как бы наоборот. Точно скользят представления по натертой плоскости. Постоянно можно убеждаться, что без сердечной деятельности ничто внешнее не имеет значения. 590. Будем торжественны. Не приложим смятения к напряжению пространства. Не будем проявлять суетливости, когда можно предчувствовать действие. Не заслоним с облаком пыли, когда нужно иметь чистую даль. Скажем слово любви, как щит крепкий. 591. Сходя в глубокую пещеру, каждый предпочтет иметь яркий, ровно горящий светильник, нежели дымный факел, иногда рассыпающий искры. Так же и с качеством психической энергии. Искры дымных вспышек не улучшат положение. Но как достигать ровного света? Только постоянным размышлением о начальной энергии. Подобно умному деланию без слов в ритме сердца укрепляется свет неугасимый. Пусть пустынники с одной стороны и ученые с другой одинаково оценят свет сердца. Свечение соответствует известной степени напряжения. Посмотрим, как часто люди замечают от свечения, но они найдут много отговорок и отрицаний, истыдливых умолчаний, точно они хуже светящего сопня. Часто люди способны признать особенность за самым обычным предметом, но себя лишают таких же возможностей. Если после прочтенных записей люди еще пристальнее понаблюдают за проявлениями своей психической энергии, то можно назвать это успехом. Пятьсот девяносто второе. Мужественно должно наблюдать и положительные, и отрицательные явления психической энергии. Иногда она замолкает, и никакая воля не может вызвать ее. Неумный исследователь может смутиться, но опытный испытатель усмотрит в этом какое-то особое обстоятельство. Он промедлит немного и опять осторожно продолжит опыт. Каждое колебание энергии покажет и явление космическое. Пятьсот девяносто третье. Мыслите себя неземными жителями, но вселенскими. Таким путем возложите на себя тем большую ответственность. Также поймете, насколько напряжена битва при каждом овладении областью беспредельности. Не думайте, что возлагая на себя великую ответственность вы впадаете в гордость. Свойство гордости приличествует невежеству. Ответственность как долг перед собою, перед самым высшим. Мысль о долге уже будет созидательным устремлением, но к такому пути нужно воспитывать себя ежечасно. Не может называться человеком, кто не умеет мыслить в сочетании с высшими энергиями. Какое же будет его высокое собеседование, если он в сердце своем закрыт для вдохновения. Умейте понимать слова в их совершенном значении, иначе такое высшее понятие, как вдохновение, превратится в пустой звук. Как в путь собираю вас, забочу, чтобы в суете не забыли самого нужного. Нередко торопливые путники отягощаются ненужными вещами и забывают ключи от самого нужного ларца. 594. Спросит, какое количество психической энергии может быть выдано при целении? Немалый вопрос. Ибо лишение энергии, подобно безоружному воину, можно выдать половину запаса, даже две трети. Но три четверти уже поставит врача в опасное положение. В таком обнажении врач примет на себя болезнь и может лишиться жизни. Потому так твердо сказано о пути золотом. Все в меру, все в гармонии. Запомним. 595. А ум негармоничный обернется в разрушительной орудии. Самое высшее собеседование обратится в сквернословие, если оно не очистится огнем сердца. Много где понятие огня сердца будет обозвано суеверием, но призовем ученых и увидим, что лучшие из них согласны будут об энергиях сияющих. Никто никаким запретом не прервет путь эволюции. Могут невежды создавать судороги в познавании, восстании и разрушении. Именно запретом невежды вызывают волны хаоса. Но закон вселенский преодолевает все темные уловки. Невежество должно быть рассеяно. 596. Та же самая энергия участвует в передаче мыслей, как земных, так и из тонкого мира. Совпадение земных и тонких сообщений очень тревожили наблюдателей. Им показалось, что такое соотношение невозможно. Среди недоумений было упущено самое главное. Никто не обратил внимания, что оба сообщения получались при одинаковых условиях и той уже энергии. Такой опыт должен быть особенно отмечен. В нем стирается граница между мирами. Разве не следует прислушаться внимательно ко всему, что может обобщить миры? Нужно среди жизненно находить все крошечные проблески, которые могут вести за пределы плотного мира. Не нужны туманные предположения там, где можно установить научные исследования. Не нужны смущенные сомнения, где зоркие глаза могут усмотреть непреложные законы. Недавно вы рассматривали логичность некоторых событий. Правильно наблюдать и внешние, и внутренние причины. Многие не понимают, почему нечто происходит ни раньше, ни позже. Для них самые важные события остаются непродуманными и случайными. Но опытный наблюдатель замечает, насколько нечто совершается не случайно. Заметим каждое проявление закона. И энергия едина, и закон един. 597. Много говорят об испытаниях. Ужасаются, что даже миры на испытаниях. Много самосожаления о трудных испытаниях. Даже подозревают справедливые самопонятия испытания. Можно бы помочь всем недоумевающим поставить вместо слова «испытание» проверку. Каждый человек перед мостом непременно удостоверится в прочности его и в других своих действиях. Ради себя человек испытывает все окружающее. Человек не любит понятие испытаний, ибо оно послано откуда-то, но проверка ради своего удобства не противна человеку. Пусть он осознает, что все испытания только для его пользы. Нужно затвердить, что понятие сближения миров есть великое испытание. 598. Неисчислимые индивидуальные выражения психической энергии. Сама энергия все та же, основной закон ее не зыблем, но в то же время нет двух живых существ с одинаковым выражением ее. Из такого разнообразия порождаются многие заблуждения. Педанты не выносят многообразия, и потому вместо основного единства представляют условные деления, называя их измышленными именами. В веках нарастают наивреднейшие смешения, и мало у кого достает решимости опять обратиться к основам. Среди нагромождений малое мышление чувствует себя даже более защищенным, но такие нагромождения — не что иное, как валы отбросов. Когда-то придется их расчистить, когда-то придется собрать разбросанные члены Озириса. Не Изида ли их соберет? Человечество уже признает тонкую энергию, еще не умеют ее изучать и применять в жизни, но само понятие в разных отделах науки повелительно выявляется. Множество свидетельств отовсюду надвигается. Немало скептиков уже не решаются возражать и насмехаться. Уже недалеко время, когда единство всеначальной энергии будет признано. Индивидуальность энергии не будет препятствием к ее изучению, но будет восхищать бытливые умы. Всякие эпидемии одержания будут пресекаться врачами. Из осколков наблюдений сложатся выводы, и жизнь получит много сознательных пособий. Стучащемуся открой, болящему помоги, заблуждающемуся укажи, но будь осторожен соскребущимся. Особенно когда устремляешься к единству, оставь все смутительное, ибо оно непригодно для высоких собеседований. Обереги сотрудников, плывущих в одной ладье. Некоторые из них непривычны к дальнему плаванию. Ведь не все прошли те же сроки. Кому удалось лучше, тот знает и великодушие. Он уже опытен в терпении, без чего не удается никакое изыскание. Каждый, познавший значение психической энергии, будет навсегда исследователем. Всегда он будет совершенствоваться, значит, он избавится от старости. Утверждаю, что психическая энергия не только даст себя исследовать, но приток ее усилится, как только мысль к ней устремится. Мысль иногда изображается стрелою. Стремительность энергии есть крылья человечества. 599. Небрежение психической энергии является источником многих болезней. Можно сказать, что не только телесные и психические заболевания, но одержание всецело зависит от состояния психической энергии. Человек, утерявший иммунитет, будет утратившим и запас психической энергии. 699. Человек, нарушивший равновесие нравственности, уже докажет распущенность своей психической энергии. Каждому известно, что легче не допустить распущенность, нежели после укращать ее безумие. Каждый понимает, что расстройство психической энергии есть порождение многих бедствий как для себя, так и для других. Человек крепко воздерживается для себя, но пусть для себя он научится признать значение психической энергии. Пусть не боится человек, что в пути познавания он будет покинут без дальнейших источников знаний. Магнит устремления привлечет к искателю лучшие возможности. Многие засвидетельствуют, как они неожиданно находили пособие к дальнейшему продвижению. Пусть только сомнения не заслонят свет нахождений. Так путь открыт, и путник приветствуется. Шестисотое. Символ сочетания высших энергий. Есть аум. На пути труда познается ритм и понятие энергии. На пути поистине можно осознать движение и гармонию. Среди трудов непомерных можно различать искры вдохновения. Трудящийся будет сотрудником. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2012 году. Читал Вячеслав Герасимов.